Среди салона. С окровавленного лба на щупальце стекала кровь, застилая глаза. Но мутанта это не беспокоило. Разъяренный мимикрим на мгновение опустил правую лапу и сжал приклад моей СВД. — Ну, давай, кидай ее в меня! Я выставил пистолет перед собой. — Сделай доброе дело! — Словно поняв, о чем я говорил, мимикрим отпустил винтовку и кинулся в атаку. Я выстрелил. Это была шестая пуля. Все меньше патронов в магазине, и смерть все ближе. — Одиннадцать. Осталось одиннадцать патронов. Мимикрим внезапно замер, повернул голову в сторону позиции кастера, потеряв ко мне всякий интерес, и медленно, словно боясь спугнуть кого-то большого и свирепого, шагнул в сторону люка. Я попятился. Теперь и мне стал слышен леденящий душу вой. Мимикрим обернулся ко мне, но теперь в его глазах не было ни ярости, ни боли. Лишь страх. Ужас охватил это бесстрашное, казалось, создание, и мимикрим, подпрыгнув, выбрался на крышу автобуса. Я увидел, как его фигура становится прозрачной, как он прыгает с машины на машину, уходя все дальше от свирепого воя. Химера, прошептал я, не веря собственным словам. А кого еще мог напугаться один из ужаснейших мутантов зоны? Не дожидаясь, пока виновник торжества войдет на территорию барахолки, я подхватил винтовку и рюкзак, достал из кармашка полный магазин и перезарядил грач. Ничего. Тишина. Будто все создания зоны в ужасе забились в свои норы, не смея показаться из них до тех пор, пока не окончит свое шествие неизвестный мутант. Я вскинул СВД. В прицеле промелькнули ржавые остовые машин, вышка с закрученной в штопор лестницей, шлагбаум с маячащим за ним запорожцем. Все как обычно, только слишком тихо, словно кто-то приказал всем замолчать, и этот кто-то был гораздо убедительнее любого из виданных мною прежде мутантов. Выходить из автобуса я не рискнул. Вместо этого, подставив под проем воздуховода одно из кресел, выбрался на крышу и уже оттуда вновь оглядел окрестности. Тишина. Даже аномалии затаились, словно перед выбросом. Потухло их зеленовато-мятное свечение. Да что я себя накручиваю? На месте аномалий. Работают, как им и положено работать. Отстегнул клапан рюкзака, выложил из него замотанный в тряпицу пистолет-пулемет «Бизон», достал и разложил на разогретом металле запасные магазины. Винтовку я положил справа от себя и, подогнув ноги, принялся ждать. Если странное создание, напугавшее мимикрима, убило или ранило Кастера, то мне нет резона идти в сторону побоища. Хотя бы потому, что помимо аналогичной СВД у Кастера имелась новенькая гроза, снаряженная разрывными, и это не говоря уже о датчике жизненных форм и приборе ночного видения, с помощью которого можно засечь любую живность в радиусе полукилометра. Ну да, ПНВ. Я вновь расстегнул рюкзак и достал из него прибор ночного видения. Вооружившись такими штуками и дальнобойными винтовками, мы с Кастером, не подходя к деревне, перестреляли большинство мимикримов. Потом спустились с холма и довершили расправу. Жаль, что от ПНВ днем толку ноль, иначе бы я его использовал. Завибрировал смартфон. Кинув Найтвизору в рюкзак, сдвинул рука в штормовке и прочитал. Погиб Сталкер, Кастер, Могильник. Черт, вот ведь не повезло. Значит, Кастер все-таки погиб. Убить странным мутантом, доведшим до паники мимикрима. А мне теперь что делать? Бежать прочь? Каким бы скудным ни был ум мимикрима, мой недавний приятель наверняка просчитал, что я не стану связываться со зверюгой и тоже отступлю. Бьюсь об заклад, что он сейчас готовит мне теплый прием и смертельный поцелуй в придачу. Ладно, а что, если я пойду вперед? Бред. Нет смысла рисковать жизнью и идти навстречу с черт знает чем. Я замер. Страх вмиг сковал тело. Секунды хватило, чтобы разглядеть, как разлетелся на части небольшой вагончик, как перевернулась и со скрежетом рухнула вправо пожарная машина. Любить вашу душу? Что за хрень? Разве какой-нибудь мутант на такое способен? Ну, допустим, злыдень. Но ведь злыдни не водятся в могильнике. Я прильнул к оптике СВД, пытаясь разглядеть хоть что-то. И в этот момент взгляд уловил едва заметные колебания воздуха. Что это было? Мгновенно вспомнилась привычка молодого мимиклима разбрасывать бочки, и я похолодел от ужаса. А что, если по нашей душе явился голова расстрелянного нами звериного семейства? И в этот момент рев повторился, но уже по другую сторону автобуса. Я почувствовал, как крыша паза накреняется, и, поняв намерение мутанта, спрыгнул, успев схватить лишь бизон. Огромный автобус опрокинулся, словно картонная коробка, крепления, поддерживающие крышу, смялись, и во все стороны брызнуло ржавое металлическое крошево. Я перевернулся на спину, выставив перед собой пистолет-пулемет. На опрокинутом автобусе стоял, глядя на меня, огромный матерый мимикрим под три метра ростом. С покрытой роговыми чешуйками морды свисали щупальца метровой длины, подматого черной кожей играли мышцы. Здоровяк пристально глядел на меня. А ведь еще говорят, что мимикримы когда-то были людьми. Да ничего подобного. Разве что когда-то этот мутант был трехметровым верзилой. Мутант спрыгнул с автобуса, медленно прошелся вдоль ряда автомобилей, не обращая на меня никакого внимания. И я понял — он слепой. Огромный мимикрим был слеп. На месте глазниц зияли затянутые коросты провалы. Он и меня заметил лишь потому, что я шумел, перезаряжая оружие и доставая КПК. Не двигаясь, я был для него незаметен. Слепой вожак. Это ж надо такое удумать. Но ничего. Я, как Одиссей, прокрадусь мимо ослепленного противника и... В этот момент на крышу одного из автомобилей передо мной прыгнул недавний противник — мутант с простреленным черепом. Он что-то прорычал вожаку, и черная гора мышц обернулась в нужную сторону. Меня просто сдали. Выставив перед собой бизон, пустил длинную очередь в молодого мимикрима, вскочил и перечеркнул его взметнувшееся тело еще одной очередью. Мимикрим пропал из виду, а вожак тут же ринулся в сторону моего недавнего местонахождения. Двигался он куда медленнее своих сородичей, да и в стелс-режим переходил крайне редко. Наверняка мимикрим был уже очень стар. Я отбросил в сторону искореженного автобуса пистолет-пулемет с опустевшим магазином, а сам присел рядом с вросшим в землю вертолетом. Отреагировав на звук упавшего оружия, вожак обернулся к нему, но тут же повернул голову в мою сторону. Как он меня обнаружил? Я огляделся и остановил взгляд на лежащем перед о мной наушнике переговорника, из которого доносились едва различимые звуки. Это Баклан, пробивался сквозь шум помех голос говорившего. И как мутанту удалось услышать? Я схватил наушник, намереваясь выбросить его, но вожак уже был рядом. Здоровенное лапище ударило в хвост вертолета, и многотонная махина крякнула, выворачиваясь из земли. Комья грязи вперемешку с травой и остатками краски посыпались на меня, но двигаться я не рискнул. Зачем искушать судьбу, когда смерть стоит в двух метрах от тебя? Вожак недовольно заурчал, ухватился лапищами за хвост винтокрылой машины и, что было сил, потянул на себя. Вертолет едва заметно сместился. Ох, не к добру это! Ох, не к добру! Черное, словно обмазанное гудроном, фигура возникла вновь. На этот раз голова мутанта была опущена, а щупальца извивались, будто пытаясь схватить и втянуть в полную клыку в пасть все, что попадется на пути. И эти щупальца приближались. Нас разделяло всего несколько метров. Как только черные канаты коснутся меня, мутант нападет. Нападет, и тогда уже никто не вспомнит, что жил на свете рыцарь бедный Александр Журавлев. А ведь сколько гнезд мы с напарником зачистили за последний год? Десятка-два, наверное. Были и походы в гости к мимикримам с огнеметами, чтобы лучше прожарить противника. Были и бои на ножах, в одном из которых я был укушен мимикримом, после чего два месяца отходил от отравления. Все было. И все это в прошлом. Я даже и не представлял мимикримов сильными противниками. Как опытный рыбак я знал все повадки рыбы и подсекал в самый удобный момент. Но все это в прошлом. А сейчас огромные, змееподобные щупальца, обшаривающие грунт, приближались. Я аккуратно стянул с разгрузочного жилета единственную гранату, выдернул чеку и плотно сдавил ребристый предмет, готовясь разжать пальцы, как только мимикрим набросится. Мутант приближался. Его щупальца рубили в воздух совсем рядом. Верхняя, лишенная губы челюсть с треугольными, словно у акулы зубами, то и дело уходило вверх. Нижняя же, обрамленная щупальцами, в этот момент опускалась для очередного этапа поисков, открывая моему взору провал гортани. Подавись, морда! Я с размаху швырнул гранату в разинутую пасть монстра. Словно получив долгожданную добычу, щупальца обвили брошенный предмет, отправляя его в ртовую полость. Мимикрим замер, пытаясь понять, с чем имеет дело, и в этот момент граната взорвалась, разрывая массивный череп на части. Меня окатило дождем из обрывка в плоти, а в следующую секунду рядом с хлюпанием повалилось в траву обезглавленное тело с еще шевелящимися щупальцами. Я упал рядом, засмеялся, обхватив голову руками, и в этот момент уловил боковым зрением, как возле автобуса что-то двинулось. Пистолет, который я успел перезарядить и проверить до схватки с вожаком, все еще покоился за ремнем. Отведя руку назад, я почувствовал приятный холод металла и шершавую поверхность резиновых накладок в рукояти грача. Пистолет оказался в ладони, и я перекатился под одну из машин, ожидая дальнейшего развития событий. Любить вашу душу? Неужели Мимикрим ожил? А ведь из бизона такого мутанта нелегко завалить. Мог выжить. Минута ожидания. Две. Я услышал, как скрипнула, оседая перевернутая вожаком пожарная машина, и до меня долетел хриплый голос сталкера Баклана. «Все закончилось!» Глубоко вздохнул. «Все закончилось!» Повернул голову вправо и увидел ползущего ко мне Мимикрима. Раненый мутант рывками перемещался под машинами, двигаясь в моем направлении. Рука с грачом сместилась. Грянул выстрел. Пуле взрыло землю перед мордой Мимикрима, но мутант продолжал ползти. «Реально ли происходящее? Может быть, я брежу, и мне чудится эта схватка и этот распластавшийся под машиной мутант? Может быть, это всего лишь сон?» Рывком Мимикрим передвинул тело вперед. Его ноги были перебиты очередью из бизона, и поэтому он двигался так медленно. «Вот черт! Я уже лапы мутанта руками и ногами зову! Давно ли я стал отождествлять Мимикрима с человеком?» «Руки!» «А руки у него как раз в порядке!» Послышались голоса. На выстрелы бежали люди беса. Успеют ли они? Боек пистолета предательски щелкнул. «И еще! И еще раз!» Новый рывок и тело Мимикрима оказалось под соседней со мной машиной. Всего лишь два метра до меня. И в это время рядом с телом мутанта показался человек. Я мог видеть только его ноги, обутые в армейские ботинки с высоким берцем. Человек неспешно подошел к силищемуся добраться до меня мутанту, и я услышал отрывистый хлопок. Из спины Мимикрима вырвался фонтан густой, почти черный, как кожа его вожака крови. Яростно полыхнули глаза зверя. Он потянулся к убийце своей стаи. Петерня с узловатыми пальцами устремилась в мою сторону. Новый выстрел. На этот раз в голову. Конечность мутанта обмякла, и он затих. — Конец, твари! — весело изрек стрелявший и присел, заглядывая под машину. — Ты как, брат? — Власть. Ты не ранен? Меня уколом звать, кстати. Мы как только услышали ваши послания, так и двинули сюда. Мой спаситель, парень лет двадцати пяти, тараторил без остановки, чередуя вопросы с утверждениями и, казалось, не ждал ответной реплики. — Какой еще сигнал? — Братан, это, видно, твой напарник послал. — Жаль парня. Хорошо, что ты живой. Не представляешь, как я рад познакомиться с тобой. Ты же легенда здесь, в могильнике. — Знаешь, как меня зовут? Я выбрался из-под машины. — Конечно. Тебя зовут Жура, но Баклан тебя зовет истребителем мимикримов. Ты крут, чувак. Реально крут. Парень перевернул тело молодого мимикрима на спину, и я в последний раз взглянул в остекленевшие глаза мутанта. Сердце вдруг сжалось, словно это был не мутант, а человек. Человек, который до последней минуты не оставлял надежды прикончить убийцу своего рода. Много лет спустя так же, мертво и пугающе, смотрел на меня сталкер-каннибал-зверь. Укол тем временем достал нож, намереваясь срезать щупальца мутанта. Дорогой трофей по меркам зоны. Не надо, — резко остановил я его. Ладно, бери. Ты как-никак его ранил. Твой трофей. Ты не понял, парень. Я не буду резать его из щупальца. Почему? Сталкер удивленно поглядел на меня. Просто не стану, и все. Я глубоко вздохнул, глядя, как к нам подходит еще один новичок с щупальцами вожака. Оба негромко переговаривались, вертя в руках длинные змееподобные отростки. Бросив короткий взгляд на скрученную руку своего недавнего противника, кровника, можно сказать, я направился к центру барахолки. Кладбище гнилых машин заполнилось звуками. То тут, то там слышались голоса, в отдалении громыхали выстрелы. Командир местных сталкеров, бородатый крепыш Баклан, встретил меня возле искореженного бронетранспортера. Через ржавую броню БТРа шли три ровных разреза, словно пластилиновую модель урубанули горячим ножом. — Вот сколько раз тут бывал, — бесприветствия начал Баклан, — а все думаю, кто мог так порвать броневик. Какому мутанту это под силу? И ответа не нахожу. Может, и хорошо, что не нахожу. Не хотел бы я повстречаться на барахолке со зверюгой, которая такое может. Он замолчал, пристально глядя на меня. Кастера нашли. Баклан кивнул. — Понимаю, тебе больно сейчас, тяжело. Он замялся. Мне приходилось терять друзей. Знаю, что к чему. Мои ребята все сделают. Могилу выкопают, крест поставят. Я тебе потом координаты могилы скину. Я молча двинулся прочь, но вдруг остановился. — Баклан! — А? Сталкер обернулся на голос. — Я на труп смотреть даже не хочу. Ты пойми. Сталкер кивнул. — Ступай. Мы о нем позаботимся. Да уж, раскистый капитан Журавлев, хотя считал, что можешь быть как камень. Камень, камень, камень. Где скорбящий камень? Мир вокруг начал подрагивать. Сначала едва заметно, по краям обозреваемого пространства, потом сильнее. Краски смазались, и я услышал хриплый голос Кастера. — Саня! Это я, Сань! А вокруг темнота. Теплая, звенящая. Кажется, словно лицо мне прикрыли огромной ладонью. Не гляди на этот мир, сынок. Но мне нужно посмотреть. Я слышу голос погибшего давным-давно товарища. Он не может быть жив. Не может быть здесь, потому что... — Потому что я умер? — весело спросил Кастер. — А сколько раз ты был на моей могиле, Саня? — Ни разу, — подумал я и почувствовал, как сухие губы, вопреки моей воле, шепчут. — Ни разу. — Говорят, когда умирает твой товарищ, в тебе самом что-то умирает. Навсегда перестает крутиться какой-то маленький, но важный винтик. Продолжал спокойно вещать Кастер. — Ты мутант! — зашипел я. — Псионик! — Разве? — Чернота вокруг меня вдруг истончилась, сквозь нее стало видно подвал и человека, стоящего передо мной, связанным, скрученным в три погибели. Черная пелена перед глазами становилась все тоньше, мир вокруг светлел, и, перепрыгнув через минуту томительного молчания, я увидел Кастера. А затем я услышал. — Узнаешь, Саня? — Любить твою... Я беззвучно выматерился. Это был он, без сомнения. Те же вихрастые рыжие волосы, лукаво прищуренные глаза, острый с горбинкой нос. Кастер не изменился за долгие месяцы, прошедшие с нашей последней встречи. Сейчас он был облачен в черный армейский свитер. Руки, сведенные на кожаном ремне со звездатой бляхой, покрыты шрамами от застарелых ожогов. — Как ты выжил тогда? — спросил я, чувствуя, что не только губы, но и вся гортань иссохла. Качнулся вперед, попытавшись подняться с холодного пола, но в дальнем углу подвала что-то двинулось. — Мутант. — Выходит, если он там, то Кастер не иллюзия. — Любить вашу душу. Он был реален. Также я оставил умирать пару месяцев назад ученого по фамилии Шилов. — Да, капитан Журавлев, ты редкостный мудак. Дважды мудак. Меня скинули в яму и присыпали землей. Баклан и эти его ссыкуны мелкие. Испугались, что мутанты попрут. Наскоро так присыпали. Кастер опустился на корточки, с тоской посмотрел на меня. А потом пришли мимикоримы. — Саня, знаешь, что бывает, когда ты лежишь переломанный, в яме, а над тобой нависает двухметровая скотина, которой хочется крови? Я молчал. Да и разве нужны были слова в такой ситуации? Прав был легендарный болотник, когда говорил, что однажды все наши поступки, все метания судьбы приведут нас в одну точку, и случайности окажутся неслучайными. Мои пропавшие бойцы убиты и съедены сектантами, потому что я просчитался. Профессор Шилов мертв, потому что я просчитался. И Кастер. Прости, друг. Прости. Я обмочился, — цедил сквозь зубы сталкер. И начал звать маму. Вот так. Он запрокинул голову и, печально подвывая, позвал. — Мамочка, родная, помоги мне, спаси! Я попытался отвернуться, но не тут-то было. — Смотри на меня, гнида! — рявкнул бывший напарник и, обращаясь к клубящейся по углам темноте, воскликнул. — Заставь его смотреть на меня! Притаившийся мутант недовольно заворчал, но выполнил просьбу. Я почувствовал, как по шее растекся холодок, будто пробежал после ливня рядом с кустом, и за шиворот вылилась скопившаяся на листьях дождевая влага. Голова повернулась к собеседнику. Тело не слушалось. — Знаешь, что было потом, Саня? Пришло спасение. Не Баклан и его межеумки. Пришел посланец хозяев. Мутанты разбежались, а я лежал в этой яме, обоссанной, в слезах и соплях, жалкий, как использованный тампон. Он спросил. — Ты звал мать? Мать-зону? Как же я плакал! Там, на дне ямы. — Сука, Жора! Ты бы знал! В глазах бывшего друга блеснули слезы. Ты представить не можешь, как страшно умирать! А мой спаситель достал из контейнера на поясе артефакт серп и бросил его в яму. Сам он сел на край ямы и начал рассказывать. Долго и о многом. Пока артефакт меня лечил, он все рассказывал и рассказывал. О том, что служит матери-зоне, и о хозяевах, ее верных детях. Он спросил, хочу ли я присоединиться к нему и стать волком, тенью зоны, зверем. Конечно же, Кастер согласился. Мне представилась страшная картина. Изломанный мутантом сталкер, которого все приняли за покойника, и человек в балахоне, лидер секты «Ветер». Старик шепчет что-то умирающему, и тот говорит «Да». Баклана я встретил через пару недель. К тому времени раны затянулись, я пообвыкся в лагере братства, и грешник позволил утолить голод мести. Братья нашли его у машинного двора, и я встретил эту мразь. «Если от пяти хаток идти на юг, можно увидеть разрушенный дом. Мы там с тобой однажды ночевали, помнишь?» Я попытался что-то прохлепеть. «Неважно. Встретились мы с ним там, побеседовали. Этот куреныш испугался, начал что-то лепетать. Квохтал, квохтал, пока я ему в грудь пулю не засадил». Меня прошиб пот. Вот, значит, кто убил Баклана, о гибели которого судачили все сталкеры два года назад. Ни мародеры, ни зомби, а восставший из мертвых напарник Валерий Власов. Кастор. «У него знатный ствол был», — продолжал изливать душу сектант. «Кольт. Вцепился? Не отодрать. Пришлось ножичком пальцы ему отчекрыжить и взять трофей. Я с тем пистолетом долго потом ходил». «Подарил по большой дружбе Максиму Звереву. Знал такого?» «По глазам вижу, что знал». «Жаль пистолет. Этот полумутант его посеял где-то. Я тебя хотел из этого ствола грохнуть. Теперь не стану». «Поч... М-ху!» Закашлялся я. Слова давались с трудом. Ментальная хватка мутанта не ослабевала. Так туго скручивались в один клубок все события и встречи моей жизни. Кастер, Зверев, Шилов, Баклан. Так свистит снаряд за мгновение до взрыва. Я уже тут. Я уже скоро. Почему не грохну? Да потому, что и ствола того нет. Да и слишком великодушно получается. Ты ведь, Жора, меня умирать оставил. Я тебя тоже оставлю. Чтобы ты обгадился от ужаса. Чтобы мамочку звал. Землю жрал. И когда ты попросишь «Валера, застрели меня!» Я отвечу «Нет». Иванов сказал, что после того, как мутант вытянет из тебя нужную информацию, я смогу отвести душу. Так что советую поскорее сдаваться. И мы начнем веселье. Я придумал для тебя пытку, через которую прошли многие. Твои друзья военсталкеры, Максим Зверев, сталкер Батрак. Теперь и ты пройдешь. — Знаешь, о чем я? — Думаю, знаешь. Посажу всех троих в бункер и заставлю жрать друг друга. Как же я радовался, когда узнал, что тебя изловили. Он зло сплюнул, махнул рукой. — Продолжай. Он твой. Поплыл, голубчик. А потом мир рассыпался на отдельные цвета и звуки. Голос мутанта зазвучал в голове. — Сталкер прав. — Ты слабеешь, чувствуя вину за его судьбу. Мы нашли лазейку в твой разум, Журавлев. Глава девятая. Тремя годами ранее. Никто не хочет геройски идти в бессмертие. Бессмертие шагает навстречу. Вот ты. Да-да, ты. Ржеволосый. Длинный. Масластый. Шаг вперед. Сейчас станешь героем. — Не хочешь? А кто тебя спрашивает? — И зашиворот его из толпы. — Пошел. Спам не рвался в героя. По глупости приехал в Надеждинск. По наивности решил, что в зоне его ждет удача. Та самая сталкерская удача. Ведь лотерейные билеты с выигрышем ему попадались пару раз. Однажды с крыши дома, мимо которого на беду проходил парень, свалилась ледяная глыба, достойная Титаника. В паре сантиметров пролетела. И ничего. Тогда он был еще не сталкером, лишь обычным студентом Сашей Вороновым. Забитым, замученным. Предложение насчет работы поступило неожиданно для самого Саши. Поздним вечером позвонили на мобильный, и хриплый голос спросил, может ли поговорить с Александром Ивановичем. — С кем? — не понял выдернутый из полусна Саша. — С Александром Ивановичем Вороновым. — Да, это я. На другом конце провода оказался человек по фамилии Стеценко, руководитель организации под названием «Рубеж». Военный, одним словом. Высокому чину требовался специалист для работы с армейской информационной сетью. — Я наслышан о ваших талантах, Александр Иванович. Саша поднялся с дивана, прошел к окну, почесывая затекшую ногу. Он был не то чтобы жалок в этот момент, но как-то по детски смешон. Высокооплачиваемая работа? Почему именно ему выпал шанс? Лишь прибыв с двумя чемоданами в город Надеждинск, был огорошен тем, что паренька из глухой провинции там не ждут, а Валерий Стеценко и слыхом о нем не слыхивал. Сначала Саша думал, что все это лишь прикол друзей. Жестокая шутка. Сорваться и за три тысячи километров примчаться в закрытый городок на окраине зоны отчуждения — самый безрассудный поступок в его жизни. Пару часов ошарашенно слонялся по городу, пока патруль не заприметил странного человека с баулами. Сашу скрутили и доставили в комендатуру — крупноблочное трехэтажное здание, в чеканенное между жилых массивов. Еще час разбирались, кто он и откуда. Матерились, трясли документами, а дознаватель, усталый и сморщенный, как курича задница, даже шарахнул кулаком в ухо, когда ничего не соображающий Саша по неосторожности попытался съязвить. Но парень не расстроился. Его обидчик был и без того наказан жизнью. Зол, некрасив, словом, вымещал злобу на тех, кто моложе и толковее. Наконец дверь распахнулась, и в кабинет, где мариновали Воронова, вошли двое. Сидящие в мягких креслах дознаватель и офицер рубежа подобрались, принялись складывать в хищно-яркие пластиковые папки бумажную требуху, коей трясли перед парнем несколько минут назад. — А ну, пошли нахрен отсюда! — зло рыкнул на них вошедший первым толстяк в причудливом камуфляже. — Эттрихомудию все заберите! Офицер раскланялся, пулей выскочил из кабинета, а дознаватель принялся было что-то объяснять, но толстяк оглоушил его очередной болючей репликой, и тот выбежал вслед за напарником, будто ошпаренный. Новоявленные дознаватели уселись на место предыдущих, напротив съежившегося от ужаса Саши. — Моя фамилия Стаценко! — буркнул толстяк и ахнул о стол сложенными в замок пальцами. Громко клацнул браслет дорогих часов. Второй, на которого Воронов поначалу не обратил внимания, худощавый, с по-голливудски правильными чертами лица, заговорил тихо и спокойно. — Верещагин, замначальника особого отдела. — Не скажу, что рад знакомству. — Вы сталкер? — Я не... — попытался было возразить парень, догадавшийся, что его вот-вот в чем-то обвинят. — В говне! — бесцеремонно срифмовал Стаценко. — Как ты попал в Надеждинск? Что делал в здании управления? — Я... — Саша замялся. — Мне позвонили. Предложили работу в зоне. По специальности. — Кто? — вновь рявкнул Стаценко. В глазах толстяка плясало бешеное пламя. — Вы... — отозвался Саша. Ошарашенный таким ответом или же наглостью предполагаемого лгуна, Стаценко промолчал, а вот его молодой спутник захохотал в голос. Толстяк метнул на парня рубящий взгляд и, едва удерживаясь от смеха, спросил, — как попал в Надеждинск? — Нанял в радостном машину, заплатил, меня и довезли. — О, как! — Верещагин скривился. — А в радостном комендатура совсем не работает, кажись. — Да никто не работает! — зло прошепел Стаценко. — Разболтались, что там, что в Надеждинске. Как будто не зона под боком, а пляж с голыми бабами. Он длинно и смачно выругался, потом перевел взгляд на Сашу. — А теперь с тобой побеседуем, работничек. — Валерий Степанович, разрешите идти? Стараясь не засмеяться, вновь попросил молодой. — Я говорил, к другу на свадьбу. — А кто друг, напомни. — Журавлев, лейтенант. — А-а-а, помню, помню. Стаценко довольно кивнул. — Это который при прорыве из пулемета кучу мутантов настрогал. — Ты с ним между делом поговори, может, ко мне пойдет. В военсталы. На таких толковых сейчас спрос. Верещагин кивнул. — Ты ему скажи, — продолжал Стаценко, явно оседлавший любимую тему, — что молодым сейчас туго, а у военстала зарплата хорошая. Ты бы он тоже мог ко мне вместо того, чтобы у Сапунова на посылках быть. — Спасибо, я подумаю. — А что тут думать, а? Толстяк крякнул. — Жена у тебя когда рожает? — Осенью? — Вот и будет ребеночек с богатеньким папкой при страховке. — Или сиротой. Стаценко поморщился. Я же тебя не вредовую группу зову, а аналитикам. Ты своему этому Журавлеву скажи. — Скажу, скажу, — пообещал Верещагин. — Так я пойду. — Иди, иди, — хохотнул толстяк. — А то жена убьет тебя от злости. С беременными такое бывает. Гормоны там. Застрели ты стабильного. Особист, не оценивший шутки, натянутый улыбнулся и выскользнул за дверь. Тяжелая, словно танковая башня, голова Стаценко медленно развернулась в сторону Саши. — Ну, а ты что за фрукт? Говори, что умеешь. — Я... Я программист. — Служил? — Саша кивнул. — В диванных войсках? Вспомнив недолгую службу, парень отрицательно мотнул головой, выпрямился на жестком стуле и отрапортовал. — Никак нет. Связист. В бункере сидел. Был ответственным за обеспечение связи между гарнизонами. Стаценко не перебивал, кивал после каждой реплики. — Это все хорошо, — наконец проговорил он лениво. — А нахрена ты мне тут такой связист нужен? У нас связь через спецспутник. Штат укомплектован по самую Маковку. Куда мне еще один такой? — Может, ты хакер? Хакеры бы взял. — Нет, — Саша отрицательно замотал головой. — Я информационной сетью могу заняться. — Какой сетью? — Не понял Стаценко. — Ну, информационной сетью рубежа. Толстяк немного помолчал. Потом, поняв, что ему втолковывает неожиданный гость, махнул рукой. — Это не ко мне. Я на рубеже отвечаю за военных сталкеров. А сети и прочая лабуда — это к генералу Заречному. Правда, он в Надеждинске бывает как прыщ на лбу. Никогда не угадаешь, когда изволит заявиться. — Так что тот, кто тебе звонил и сюда звал, ни хрена не понимает, как у нас тут все устроено. — Сейчас мы узнаем, откуда вызов на твой номерок был. Он ухмыльнулся. — У нас, знаешь ли, спецы такие, что с тобой на одном поле посрать не сядут. Элита! — Номер телефона, на который звонили, дознавателю говорил? Саша потер отбитые ухо и кивнул. — Ладно, посмотрим. Стеценко сунул правую руку под стол, принялся стучать ладонью по столешнице снизу. — Где эта чертова кнопка? Ладонь еще пару раз хлопнула по дереву, потом послышался тонкий писк, и из динамика, вмонтированного в стол, донеслось. — Слушаю, товарищ полковник. — Калинин, что там со звонком? Отследили? — Так точно, товарищ полковник. — Вот как значит. — Полковник. Вызов поступил 6 апреля. — Чего же не первого? — сквозь зубы зло процедил толстяк. — Со стационарного номера. Аппарат располагался в здании комендатуры. Точнее, смогу сказать, после детального анализа всех исходящих звонков. — Работай! — устало отозвался полковник и вновь забарабанил по нижней поверхности столешницы. — Не служба безопасности, а ведро дырявое! — в сердцах воскликнул Стеценко и присовокупил к своему праведному воплю ругательство в пару этажей. Саша в тот момент мало что понимал. Пытаясь выстроить в уме картину происходящего, он то и дело напарывался на границы здравого смысла и возвращался к исходному. Кто-то позвонил ему, представился полковником Стеценко. Вернее, переврал звание и должность толстяка. Но не в этом суть. Некто, устроивший подобный розыгрыш, звонил не откуда-нибудь, а из здания комендатуры. — Зачем? Почему именно ему? — Да из какого города, парень? — прервал затянувшуюся паузу, полковник. — Ноябрьск. — Задница мира, — констатировал Стеценко. — И какого хрена кому-то понадобилось тебя сюда тащить? Он снова замолчал. — Хороший у меня город, — насупился парень. — Может, я смогу пригодиться, раз уж приехал? — Уж, — Стеценко тяжело вздохнул, — что же мне с тобой делать? Снова пауза, на этот раз вдвое дольше предыдущей. — Вот что, — наконец принял решение полковник, — сходи в бар, выпей, купи у торгашей какой-нибудь дребедени, вроде клыков сикоча, чтобы на родине все девки давали, и дуй в свой Ноябрьск. Мои люди тебе еще позвонят потом, когда выяснят все обстоятельства. Так и становятся героями. Бессмертие шагает навстречу. — Вот ты. Да-да, ты. Тощий, мелкий, сгорбленный. Шаг вперед. Сейчас станешь героем. — Не хочешь? — А кто тебя спрашивает? — В Ноябрьске ждут? — Подождут. И зашиворот его из привычной реальности. — Пошел! Многим позже Саша узнал, что Валерий Стеценко — серый кардинал на рубеже. Что в прежние времена он руководил частной военной компанией «Резец». Но правительство наняло варягов Стеценко охранять Надеждинск, и постепенно Валерий Дмитриевич врос в армию, из которой когда-то выпрослался в мир больших возможностей. Стал полковником, а после успешной нейтрализации террористической группировки, а точнее одной из сталкерских групп, генералом. Но и после всего вышеописанного ходили упорные слухи, что Стеценко сформировал из своих наемников несколько отрядов, действующих в зоне, и даже якобы легендарные головорезы Рашид и Дециматор, в прошлом его люди. Всякое говорили. Но это спам узнал потом, спустя годы скитаний по зоне. В день своего освобождения из комендатуры Саше было не до рассуждений ни о глобальной гегемонии в мире и зоне, ни о том, почему его выдернули телефонным звонком из родного Ноябрьска, и, главное, почему он поехал. Позже Болотник рассказал, что случившееся называется зовом. Эта зона собирает нужных людей. Мистика. А тем утром он шел по Надеждинску, ежась от пробирающего до костей, чужого ветра, хлюпал носом и совершенно случайно остановился у здания с яркой вывеской «Пьяный мутант». Позже Болотник уверил парня, что в зоне нет случайностей. Но тогда... Черт возьми, тогда все было случайным. Жизнь пестрела совпадениями, и нужные люди оказывались в нужном месте, как по мановению волшебной палочки. Двухэтажное здание бара выделялось на фоне бетонных коробок домов своей необычной раскраской. Темно-зеленые и малиновые полосы, завитки, стрелки покрывали все его стены до самой крыши, вырисовывая причудливые картины. На правой от входа стене полосы и завитки складывались в портрет азиата, монголоида, как помнил Саша из уроков истории. Слева виднелось точенное лицо славянина. Стена со входной дверью представляла собой изображение огромной оскаленной морды, где глазами были окна второго этажа, а разверстой пастью — двустворчатая дверь. Жуткое впечатление. — Пуле ты мнешься! — поприветствовал Воронова, вышедший из бара испятой мужичок. — Да я... зайду! — растерялся парень. Мужик пожал плечами и двинулся прочь от бара по замеящейся между домов улочки. — Подождите! — окликнул его Саша. Алкаш напружинился, правая рука утонула в кармане плаща, и парень был готов поклясться, что услышал щелчок предохранителя. — Чё надо? — Я в Надеждинске впервые. — Подскажите, кто нарисован, изображен? — Саша замялся. — Тот, кто узкоглазый, монгол, а второй — хем. — Легенды зоны, ёпта! — Не ссы, не ты первый о них спрашиваешь. Доходя к сплюну, развернулся на месте и направился по своим делам. Руку из кармана он так и не вынул. Зона не прощает ошибок. Не заметил мутанта — смерть. Не спрятался от выброса — смерть. У любой ошибки здесь один итог — гибель. Но, несмотря на это, сотни людей рвутся в аномальные земли, надеясь на легкую наживу. Возвращаются единицы. Александр Воронов часто видел в баре таких возвращенцев, жалких пьянчук, желающих забыть прошлое с помощью спиртного. Они — те, кого зона пощадила по одной ей ведомой причине — разжевала и выплюнула. Он не уехал из Надеждинска в родной Ноябрьск, как советовал Стеценко. Однажды, войдя в бар, понял, что отныне стал частью зоны. Боялся себе признаться, что ничего, кроме этой безрассудной поездки на границу зоны отчуждения, не было в его жизни. Родители и сестра в далеком Новом Уренгое у них своя жизнь, а он в холодном Ноябрьске оставался один. Личная жизнь не ладилась, хотя Саша был красив, достаточно мужествен, чтобы ловить на себе взгляды симпатичных девушек. Но как будто печаль одиночества лежала на нем. За два месяца до прихода в зону он расстался с Машей. Встречались больше полугода, и вот в один совершенно непрекрасный день она сообщила, что уезжает в Питер к подруге, а он, эдакий тюфяк, если не научится рисковать, так и останется с задницей, примерзшей к сугробу. И Саша рискнул. Нет, не сорвался сей же час в Надеждинск. Сел вечером на кухню, положив на холодный стол мобильник, взглянул на свое отражение в черноте потухшего экрана и долго раздумывал. На следующий день он купил в книжном магазине бестселлер книгу «Зона, как она есть» некоего Бориса Шарова, прочел от корки до корки и только после этого поехал. Он много читал в книге Шарова про смелых солдат, глядящих в глаза смерти сквозь перекрестия прицела, про дерзких сталкеров, про страшных псиоников. На деле же видел отрешенные лица вернувшихся и как маленький ребенок, обманутый красивой сказкой, вновь и вновь проклинал лживого писаку. Саша устроился работать в пьяный мутант, обязавшись наладить систему видеонаблюдения и превратился в завсегдатый бара на долгие месяцы. В конце июля в бар зашел широкоплечий человек лет сорока и попросил налить всем сталкерам за его счет, ведь сегодня он сорвал куш. Услышав слово «сталкер», посетители уткнулись в свои стаканы, будто за спиной вот-вот появится особист и арестует за незаконное проникновение в зону отчуждения. Вроде бы так это у них называлось. Скучавший за дальним столиком Саша приободрился. Наконец-то он видел настоящего сталкера, не нытика, а крепкого мужика, который способен научить многому стать примером. «Я присяду», поинтересовался он, подойдя к столику, за которым сидел незнакомец. «Падай», дружелюбно разрешил тот и сделал бармену знак. «Налей этому пареньку». «Меня зовут Артист». Он поднял свой бокал и прокричал. «Выпьем за зону, кормилицу нашу». Все посетители вновь уткнулись в свои тарелки, а сталкер после небольшой паузы обратился к Воронову. «Видишь этот сброд, парень?» «Думаешь, это сталкеры?» «Нет». «А ты знаешь, что отличает сталкера от таких вот алкашей?» «Нет». «Риск». «Сталкеры живут риском. Пан или пропал. Понимаешь?» «Кажется, да». «Так вот, я кричу всем и вся, что я сталкер. Рискую попасться, но какой сталкер не рискует?» «Скажу по секрету, вчера я рискнул жизнью и выиграл столько, что никакому мародеру не снилось. А эти...» «Он с досадой сплюнул. «Даже голову поднять боятся». «Тоже мне, охотники за артефактами». Артист сделал еще несколько глотков и продолжил. «Мой тебе совет, парень. Не надо гнить здесь, как эти. Рискни. Кто знает, может, из тебя выйдет толк». Сашу пробрал озноб. «В зону?» «Э, нет». «Пусть здоровые, как быки, артисты, монголы и хемы идут в зону, а он останется. Рано или поздно Стеценко решит взять парня к себе и тогда...» «Тебя хоть как зовут?» «Молчаливый собутыльник». Артист широко улыбнулся и Саша увидел, что желтозубая улыбка Сталкера насчитывает две пробоины по нижнему ряду. «Саня», стараясь придать голосу хриплую мужественность, сообщил он. Артист отхлебнул пиво, отчего на недельной щетине остались забавные пенные усы. «Дай-ка догадаюсь», Сталкер выудил из-за пазухи пачку сигарет. «Ты ни разу не был в зоне, но очень хочешь туда пробраться, так?» «Не угадали». «Ну, значит, ты ищешь смысл своей никчемной жизни здесь, у рубежа. Вариантов-то всего два. Счастливые и на голову здоровые сюда не приходят». Саша потупался. «Знал я одного паренька твоих лет». Артист покрутил в пальцах сигаретную пачку и с силой хлопнул ею о стол. Посетители начали оборачиваться, скользить по гостю опасливыми взглядами. «Даже младше». Моро его звали. Так он за год в зоне ни царапины не получил. Ни одна пуля его не черканула. «Знаешь, почему?» «Потому что рискнул?» «Неа», — артист пришурился. «Хотя и это тоже». Он просто понял, что такое жить на грани. Все остается в прошлом. Сомнения, радости, горести есть только ты и зона. В противостоянии с ней весь смысл. Моро это понял. «Немец какой-то или итальянец?» «Почему?» — удивился артист. «Татарин?» «Это у него просто кличка такая в зоне была. Позывной. Прозвище, короче». «Вот тебя, как здешние приятели зовут?» Саша пожал плечами. «Приятелей он себе не нажил. Врагов, впрочем, тоже. Разве что с барменом, Денисом и хозяином пьяного мутанта общался, да захаживал временами к Наде, матери-одиночки с улицы Кирпичной. Надя звала его Шуриком, потому что замечала в парне странные сходства с персонажем советских комедий. А мужики звали просто Саша или Саня. Вот у Дениса Ромова было прозвище Ром, да и то, потому что он, разливая посетителям бара пиво и водку, приговаривал. «Ничего-ничего, скоро тут будут пить виски со льдом». А завсегда то и шутили. «Ага, и ямайский ром от Ромова». «Спам!» — ляпнул он первое, что пришло на ум. «Громкое и звучное, как змей, крюк, ром». «Это вообще что значит?» «Надоедливая почтовая рассылка». «Ну, так-то да, есть в тебе легкая надоеденка. Главное, в зоне своим реальным именем не называйся. Это плохая примета». Саша уже не удивлял, что собеседник спроваживает его в зону. «А почему плохая примета?» спросил он, стараясь поддержать разговор. «Не знаю». Артист принялся катать измятую сигаретную пачку по столу. «Всегда так было». «Ты вот что, парень, приходи завтра на пустырь к черным березам. Побеседуем подробнее о зоне. Чувствую, тебе такой разговор нужен». Странный диалог в странном месте, на границе величайшей тайны человечества. Если до встречи с артистом Саша был уверен, что смысл существования слушать разговоры подвыпивших сталкеров, следить за камерами наблюдения и доставлять корреспонденцию в ожидании прихода Стаценко, то теперь ему предложили другой путь. Что, если взять автомат и уйти в зону? Отец сказал бы, узнав о таком решении, «Идиот, куда ты суешь свою голову?» Мама расплакалась бы. А сестра? «Да мне насрать», вспомнился Саша ее подростковый писклявый голос. А потом раз за разом в мозгу звучал голос артиста. Даже голову поднять бояться. Он не боялся, потому утром оказался в условленном месте на заросшем бурьяном пустыре. Здесь, на южной окраине города, откуда прекрасно просматривались четырехполосные автострады и бетонная стена с караульными вышками, рос жженый березняк. Говорили, что однажды во время прорыва в березовую рощу забежали то ли сталкеры, то ли мутанты. И рощу перепахали несколькими точно пущенными ракетами. Вот нисколько не сомневался, что ты придешь, улыбнулся артист при виде Саши. Столько народу в баре, но за последнее время ты единственный, кто согласился испытать себя зоной. С годами, знаешь ли, появляется потребность передать свое мастерство другим. Не тупому быдлу, лезущему через рубеж, чтобы на бутылку заработать, не идиотам, которые гибнут у каждой аномалии, а тому, у кого взгляд, как у меня. Я не знаю, хочу ли в зону, честно признался парень. Какой у него был взгляд, что прочел в этом взгляде артист? Хочешь, спам, в зону, артист усмехнулся, а зона хочет в тебя. Поселиться внутри и не вытравишь потом. Потянулись дни, недели, месяцы кропотливой подготовки. Дождливыми августовскими вечерами артист и спам сидели в доме сталкера на окраине Надеждинска, чистили оружие. Артист экзаменовал ученика, задавая вопросы о группировках зоны и аномалиях. А этой книгой про зону, которую Шаров написал, задницу подотри, зло парировал сталкер вопрос Воронова о полезной литературе. В середине сентября спама уволили из бара. Он повздорил с одним из посетителей и, если весной снес бы оскорбительное «Эй, ргота!» и постарался бы избежать конфликта, то осенью он уже был готов бить в ответ. От прежнего застенчивого паренька Саши в нем, конечно, осталось многое, но навыки, приобретенные в спарринге с артистом, требовали выхода. Пьянчуга, назвавший его «рыготой», получил пару хлестких ударов, а Саша пинок под задницу от хозяина бара. «Ты молодец», говорил ему Ромов. «Я бы смолчал». Наверное, именно в этот момент случилось то, отчего артист предостерегал молодого подмастерья. Саша слишком высоко задрал нос. Он уже чувствовал себя сталкером. Трижды они с артистом совершали вылазки в зону, забретали на территорию АТП «Труженик» и однажды участвовали в перестрелке с бандитами. После того ночного боя Воронов неделю ходил по Надеждинску «Грудь колесом». «Ерунда это, а не бой», по обыкновению лукаво прищурившись, сломал артист крылья пафосу. «Темно, холодно, как в заднице у Деда Мороза. Ничего не видно. Мы ни разу не попали, и они тоже. Попугали друг друга, и все». Но холодок оружия в руках и запах пороха пьянили. Саша, коего посетители бара уже называли спамом, мог зайти в заведение и заявить «Выпьем за зону, кормилицу нашу». Разумеется, это случалось в отсутствии артиста и других матерых сталкеров, которых Воронов научился безошибочно находить в пьяной толпе, отличать по взгляду и не выпускать из виду. Все, как учил артист. В остальное время он был простым работягой в грузовом терминале Надеждинска. Двоих новеньких посетителей спам заприметил сразу же. Они заняли его привычный стол, за который Ром по дружеской просьбе никого не сажал. Оба высокие, крепкие, одетые в серый камуфляж. С ними алкаш, назвавший спама рыготой. Он что-то шептал на ухо то одному, то другому сталкеру и бросал короткие злобные взгляды на своего недавнего обидчика. «Ты бы поаккуратнее с этими», кивнул на угловой столик Денис, когда Саша подошел к барной стойке. «Это какие-то знакомцы хозяина». «Да я уже понял. Эта псина поломанная на меня настучала, наверное». Ромов пожал плечами. «Дескать, может и он, а может и нет. Кто же разберет?» Воронов нарочно устроился за столиком напротив пугающей компании. Заказал пиво, и когда напуганный Ромов принес кружку, прошипел в самое ухо бармену. «Не ссы, братан, они в баре беспределить не будут». А поджилки тряслись. Ох, как тряслись. Саша пил пиво нарочито мелкими, долгими глотками, а зубы стучали о стеклянную кромку. Казалось, через его тело пропустили электроразряд, но он должен был показать, что не испугался. На второй кружке Воронов потерял из виду хлыща со сломанным носом. За столом напротив остались лишь двое в камуфляже. Они пили дорогой коньяк, а тот, что сидел ближе, пару раз помахал Воронову. Оставив недопитые пиво на столе, Саша двинулся к туалету. Его пошатывало. Казалось, мизер впитавшегося в кровь алкоголя опьянил его в мгновении ока. Зайдя в отдельную кабинку, парень принялся шарить по карманам. Нащупал небольшой складной нож. Успеет ли он в случае нападения достать китайскую безделицу из кармана? Не успеет. Дверь туалета хлопнула, совсем рядом послышались голоса. От неожиданности Воронов чуть было не уронил нож в унитаз. Руки дрожали, к горлу подкатывала тошнота, как обычно бывало в случае опасности. Так было в армии, когда дембеля говорили «Кабзда тебе после отбоя, душара!» Вся бравада и напыщенная серьезность слетели разом. «Эй, спам! Ты там проссался!» — пророкотался всем рядом хриплый бас. «Выходи!» Саша вжался в стену кабинки. Ему было стыдно, что он, практически сталкер, вдруг струсил и в то же время зло брал. «Да, противников двое, они крупнее и сильнее его. Это не испитому утырку в сапатку съездить. Но ведь эти двое не зомби, не мимикрим или какая иная нечисть!» «Спа!» — затянул было тот же голос совсем рядом у кабинки. И Саша решился. Он, что было сил, ударил ногой в дверь, та распахнулась, шарахнув в плечо того самого камуфлированного, который пятью минутами ранее махал ворону из-за столика напротив. Парень с воплем ринулся на своего обидчика, занеся руку с ножом. Второй здоровяк держал закрытую дверь туалета, куда время от времени ломились недовольные посетители бара. Скривившись от боли, любитель размахивания руками ловко ушел от ножевого удара и одним коротким хуком впечатал новоявленного сталкера обратно в кабинку. Быстро вошел внутрь и скомандовал напарнику «Открывай!» Затем закрыл за собой дверь, шелкнув шпингалетом. «Только, сука, пискни!» рыкнул он. На зажатого в угол Сашу пахнуло коньяком и селедкой. В туалет тем временем вошли несколько человек, послышались недовольные голоса. «Какого хера?» «Да заклинило!» «Разборки устраиваете?» «Сам посмотри!» «Тогда за грохот!» Бзгнул я громко, дверь открылась, завершила допрос реплика второго камуфлированного и грянул смех нескольких луженых глоток. С минуту в туалете шумела вода, гудела сушилка для рук, переговаривались руки. Потом все стихло. Здоровяк, зажавший Воронова в угол кабинки, ослабил хватку и просипел. «Короче, так, ты нашего кореша обидел и теперь торчишь артефакт. Серб называется, понял?» Саша закивал. Он понятия не имел, что за артефакт и как достанет его, но кивал, соглашаясь. «А за то, что ты меня на перо хотел поставить!» Учитель выдержал паузу. «Еще высверк должен!» «Понял!» Снова щедрые кивки. «Но мы добрые!» Хищно оскладился здоровяк. «И позволим тебе выйти из ситуации красиво!» «Сыграешь с нами!» «Если выиграешь, простим долг!» «Проиграешь, к долгу приписываем еще два высверка!» «Лады!» Испам ухватился за этот шанс на спасение. Полчаса спустя они вчетвером сидели за его угловым столиком. Мучитель тасовал карты, его напарник корчил бабуиньи рожи, а Даходяга со сломанным носом блаженно улыбился. «Никаких замут!» пояснил тасующий. «Играем в двадцать одно! До трех побед!» «Ты против нашего друга!» «Меня Сеня зовут!» прогнусавил Даходяга. «Да нам наплевать!» клацнул зубами мучитель. «Если просрешь ему сейчас, торчишь два серпа и два высверка!» «Усёк!» И незадачливый противник спама закивал. Все врал писатель Шаров в своей книжонке о зоне. Нет никакой сталкерской удачи, ведь спам проиграл два раза подряд, а противник воодушевленной близкой победой беззвучно шептал «РЫГОТА!» Сашу трясло от ярости и обиды. Хотелось плакать. «А может быть сталкерская удача существует?» «Только я, не сталкер!» Как только эта нелепая детская мыслишка повисла в прокуренном воздухе над изрезанным ножами, грязным и выщербленным столом, мучитель в камуфляже произнес «Сталкерская удача на твоей стороне, Сеня!» «Не зря я в зоне неба коптил», согласно кивнул тот «И я, и друганы мои!» Второй здоровяк с презрением взглянул на доходягу «Зря, Сеня!» бросил он и оба «Понял, что нужно тянуть время, а еще лучше позвать Ромова, чтобы тот позвонил артисту. Старший товарищ придумает, как помочь в сложившейся ситуации». «Или Стаценко? Ведь полковник тоже может все разрулить». «Эх, хорошо бы!» «Можно мне водки?» Громко, чтобы заглушить смех, спросил спам. Здоровяки, двое из ларца, не иначе, насторожились. «Думаешь, бухло выручит?» «Выпить!» процедил сквозь зубы спам. «Можно?» «Да пей ты на здоровье!» «Эй, бармен!» «Или официант!» «Пофиг, короче!» «Мужик, водочки, принеси грамм сто!» «У моего субтильного приятеля карты без водочки не идет!» Из-за барной стойки показался Ромов. Бледный, как полотно, перепугавшийся должно быть сильнее Саши, он поставил перед ним графин и рюмку. «А не дофига ли ты ему принес?» поинтересовался мучитель. «Чтобы карта шла!» стараясь не выдать волнение в голосе, сообщил Денис, не сводя с вороного влажного взгляда. «Артист!» с горькой усмешкой произнес Саша. «А?» не понял Сеня. Камуфлированные тоже насторожились. «Говорю, ну и артист же этот бармен!» Все выглядело как неудачная шутка, но Ромов понял. Он быстрым шагом направился к барной стойке, затем скользнул в подсобку. Номер артиста был вбит в его мобильник и поставлен на клавишу быстрого набора под номером четыре. Сколько времени нужно артисту, чтобы из дома добежать до бара? А если он не дома, а на пустыре у черных берез? Или вообще в зоне? Хотя нет. Со дня на день обещали выброс. В зону при таком смертоносном прогнозе никто не суется. Все сидят по барам. Сидят и играют в карты. «Пи резче, да будем заканчивать!» недовольно загундосил Сеня. Воронов снял стеклянный набалдашник с графина, аккуратно наклонил графин, и рюмка в мгновение переполнилась. Водка потекла по столу. «Ты че творишь?» недовольно зашипел мучитель, хотел было схватить парня за грудки, но вовремя одумался. Делать подобное в переполненном баре чревато. «Раздаем карты!» наконец лунные прямоугольники, на углах которых уже виднелись влажные следы от водки. Артиста все не было. Дверь бара отворилась. Нет, не он. Не пришел наставник и тогда, когда Саша вдруг выиграл у доходяги, а потом повторил свой успех, заставив того перемениться в лице. «Понял, да?» весело захохотал он, схватил рюмку, наполнил ее и опрокинул в себя обжигающуюся в уху. Артисту же был не нужен. Сталкерская удача пришла. «Поняли, да?» «Понял я, понял», тихо, вкратчиво произнес в ответ Сеня и выложил карты на стол, прямо в образовавшуюся на столе лужицу. «Двадцать одно». И водка стала колом в горле у Саши. Его девятнадцать, все равно, что ничего против двадцати одного у противника. «В общем, так», подвел итог мучитель. «Спам торчит нам два высверка и серп». Сеня как победитель, только серп. Саша сидел опьяневший и ошарашенный, тупо глядя на стол, где по картонным прямоугольникам карт расплывалась сорокоградусная сырость. «У меня есть серп, и я в понедельник принесу», запричитал радостный Сеня. «Послезавтра, чтобы оба принесли то, что должны. Ясно?» «Не-не-не, я не успею». Сеня не побледнел даже, позеленел. «Я ведь и просил это только припугнуть его. Почему такая большая плата?» «Послезавтра», повторил молчавший до этого момента напарник мучителя. «Иначе...» «Они ведь не смогут достать артефакты», раздался совсем рядом голос артиста. «Ты же понимаешь, до выброса сутки от силы, как они успеют найти артефакты?» Мучитель ничуть не смутился. «За кого вписываешься, сталкер!» Артист указал на спама. «За него!» Оба камуфлированных с интересом воззрелись на парня. Тот вдруг понял, что этим двоим не важны артефакты. Они упиваются властью над людьми, чужими страхами и болью. «Твари!» Спам хлебнул из графина пару раз и зашелся в кашле. «Два высверка и серп», отчеканил мучитель. «Послезавтра, чтоб были артист знал. А вот соплевый юнец, которого он пригрел, обучил всему и принял как сына, понятия не имел. Не знал он и о том, что связался с отъявленными головорезами, на чьем счету множество жизней. Пьяного Воронова оставили отсыпаться в подсобке у Ромова. Там он провалялся сутки. Первым вопросом было, где артист? «В зоне», сообщил Денис. «Твой долг отрабатывает». «И как ты умудрился попасться на удочку этих?» Саша, спамом он себя называть стыдился, едва оторвал от подушки тяжелую голову, ощупал набухшую свежим синяком скулу, куда прилетел один из легких ударов мучителя в камуфляже. Тот, что потяжелее, должно быть, оставил ровный отпечаток кулака на ребрах. «А что я мог сделать?» простонал Воронов, садясь и оглядывая подсобку. Он понимал, что артист разочаровался в своем ученике, и спасение из лап вымогателей последний дружеский шаг с его стороны. Все, кончилась дружба. Сталкер тренировал парня, видя в нем себя. Таким же пришел он когда-то в зону, возмужал и теперь хотел передать опыт сталкерскую эстафету, но Воронов эстафету не принял, лишь в дерьме извалял доброжелателя. Вечером грянул мощный выброс. Отлеживающийся в подсобке спам вскочил стопчина и выбежал в основной зал. Немногочисленные посетители ошалело смотрели друг на друга. «На сутки раньше», выдохнул один из пенчук, «как же ребята, которые в зоне, они же и укрыться не успели». Не успели многие. Как позже узнал Воронов, десятки сталкеров попали под выброс, обратились в бессловесных зомби и побрели к линии рубежа. Страшное было зрелище. Молодой Летеха, командир пулеметного расчета Журавлев, отдал приказ стрелять и гавкающие очереди срезали зомби одного за другим. Изорванные пулями тела внесли на территорию блокпоста, куда уже спешили со всего города растрепанные женщины, жены и матери сталкеров, ушедших накануне в зону. Они выли над окровавленными покойниками, проклинали военных. Спам не решился подойти. Он боялся увидеть среди мертвецов артиста. Час спустя пришел мучитель. «Жаль твоего друга», сообщил он бесстрастно. «Зомбак был». «Теперь мне за артефактами идти», тоном смертельно больного поинтересовался Воронов. «Не зачем. При зомбаке сумка была, а в ней все требуемые артефакты». «Если бы не выброс». «В общем, живи, парень, но не забывай артиста». И ушел, позволяя Саше Воронову остаться наедине со своими кусачими мыслями. Погибших во время выброса кремировали тем же днем, а прах развеяли по ветру над черными березами, куда все сталкеры Надеждинска приходили перед уходом в рейд. Стихийное прощание всколыхнуло город. Сотни жителей Надеждинска стекались мрачный, погруженный в свои мысли спам натолкнулся в толпе на Верещагина. Тот выглядел озадаченным, но явно узнал Воронова и теперь пытался вспомнить, где с ним пересекался. Наконец протянул парню руку, вопреки сталкерским суевериям. «Воронов, верно?» Саша кивнул. «Ничуть не изменился». Потом, словно извиняясь, сказал «Там есть вакансии, загляни в комендатуру, как время будет». «Вот, к Калинину зайдешь», указал на одного из дознавателей, который возник рядом, будто из-под земли. Спам кивнул, а Верещагин, обернувшись к кому-то из предыдущих к окраине, принялся втолковывать. «Да все прекрасно понимают, что тут полгорода сталкеры с семьями, но ничего сделать не можем». Заречный обещал новый пропускной режим сделать, может, удастся отсекать. А так сотнями гибнут каждый год. Сумеречным сентябрьским вечером Саша перебрался через оживленную магистраль, пересек небольшой хвойный лесок, отделяющий линию рубежа от мира живых, и направился к разведанной артистам тропке. Ночью он пробрался в зону, оставив свою потасканную личность, риготу, по ту сторону, окончательно став спамом. Он не хотел становиться героем, желал лишь разобраться в себе, но зона дохнула смрадом. Ты! Да-да, ты! Тощий, с пустым взглядом и синяком на скуле, шаг вперед, за линию рубежа, за шиворот тебя и в пекло. В бункере у торговца гривы пахло свежей хвоей и сосновой смолой, а еще мандаринами. К Новому году готовишься, поинтересовался широкоплечий сталкер, протискиваясь в узкий дверной проем. Его, тридцатилетнего прибалта, все называли юргенсом. Типа того, хохотнул вышедший навстречу торговец, мужик лет сорока с пышной бородой и копной рыжих волос вместо стандартного сталкерского ёршика. Домофон видел? Сталкер кивнул. Вот, домофон установил, ковер на пол постелил. Ты, кстати, разувайся. Кресло поставил, торшер. Зачем в бункере торшер? Чтобы ощущать себя как дома. Задолбался я сидеть в подвале. Зато никакой мутант тебе башку не оттяпает. И то верно. Но заедает все. Заказал тот сталкер недавно ковер, кресло, книги. Сижу, кофе варю. Кофеварку, кстати, тоже приволокли. И книжки читаю. Знаешь такого Шарова? Юрген с отрицательным узнал головы. Сказочник феерический. Читаю его талмуд про зону. Об аномалиях мужик вообще ни черта не знает. О мутантах слышал через десятые уши и пятый язык. Мрак, в общем. Красивая сказка. Знаешь, как твое ползание в грязи называется у этого писаки? Приключение. Во как. Сталкер фыркнул. Ага. Я сначала обалдел. Какое нафиг приключение, когда каждую минуту тебя убить могут? Хочешь почитать? Юргенс смирил торговца взглядом. Ладно, шучу. Проходи, я же елку поставил. Чтобы ощущать, иронично поинтересовался сталкер. Ага. Не наряжал, правда, еще. Гриво прошел в просторное помещение, уставленное ящиками и тюками. Посреди комнаты, упираясь в потолок, стояла пушистая ель. Счетчиком Гейгера проходился по ней, недоверчиво спросил Прибалт. Обижаешь, это из-за рубежа. И в какую сумму тебе обошлось провести через блокпосты елку? Торговец иезуитски улыбнулся. А я не одну елку провозил. Четыре. Одну себе, а три на блокпосты военным. Юргенс с опаской покосился на ель, окинул взглядом захламленное помещение с двумя креслами и ворсистым ковром в дальнем углу. Так сентябрь же тут самые интересные. Торговец словно ждал этого вопроса. Я раздобыл несколько артефактов морозка, положил их в погребок, чтобы температура была минусовая. Туда же елки, сосны, в общем, колючесть всякую. Они замерзшие там пролежат до следующей весны, если потребуется. Не осыплются, вновь подверг сомнениям доводы собеседника сталкер. А если и осыплются, невелика потеря. Ты чего пришел-то? Купить? Продать? За жизнь потрещать? Юрген смолча протянул торговцу прорезиненный чехол. Наметанным глазом Грива тут же определил, что принесли ему упакованную в шкурку винтовку Л-85. Продаешь? В залог хочу оставить. Сумма нужна такая же, как обычно? Юрген скивнул. Он не любил залезать в долги, а тем более закладывать свои вещи, но сейчас был экстренный случай. Давний срочно требовались деньги, которыми располагал разве что Грива. А может артефакт есть? Серп? Серпа нет, извиняй. Других хоть попой кушай, а серп разбирают махом. Редкость большая. Ну да, ну да. Юрген сложил чехол на сложенные штабелем ящики, заменявшие торговцу стол, расстегнул молнию и протянул в восхищенном Гриве бельгийскую штурмовую винтовку. Практически новенькую, тщательно смазанную. Я ласково зову ее Эля. Че? Грива озадаченно взглянул на собеседника. Ну, имя такое, женское. Прибалт потупился. Ты пушке имя дал? Я так, чтобы не скучно было. Торговец не то хохотнул, не то хрюкнул. Скучно? В зоне мне ему скучно? Может срок возврата продлишь? Грива важно прошествовал к продавленному креслу, уселся поудобнее и медленно по слогам протянул. Все по-старому. Мне хоть Эля, хоть Юля, все одно. Либо давай ствол и бери деньги, либо проваливай. Харитон тебе и того меньше даст. Юргенс с полминуты помешкал, потом обреченно махнул рукой. Хрен с тобой, Грива. Жив буду, выкуплю. Торговец расстегнул молнию на штормовке, извлек из внутреннего кармана, перетянутую резинкой пачку банкнот и кинул Юргенсу. Тот ловко поймал, принялся пересчитывать, суетливо что-то нашептывая. Ты зачем с ними связался, дурень? С кем встрепенулся Юргенс? С наемниками. Падис задолжал. Видел с тобой этого Сеню Барабаса. Стал киркевну. Вроде того. Сеню вляпался в неприятности. Задолжал артефакт серп. Ищет деньги, чтобы рассчитаться. Сеня? Грива хохотнул. Он же легенда живая. Чуть живая. Ты его давно видел? Мужик совсем спился. Ходит по всяким тошниловкам, нарывается на драки. Рыготой называет тех, кто ему не нравится. За такое и втащить могут, согласился Грива. А ты почему для него деньги собираешь? Вон и Элю свою не пожалел. Юргенс пожал плечами. Эля это только винтовка. Можно другую купить. Это если совсем честно. А человека спасать надо. Говорят, вчера во зал. Они его, представляешь, погнали в зону перед выбросом. Многих вчера не стало, согласно кивнул Грива. Я вот тоже хотел пройтись по зоне, да не смог. А потом, как сверху придавило. Жуть! Ты то сам как? Деньгами вижу не богат, как отдавать долг думаешь? Деньги будут. Через две недели железно, раздраженный придирчивостью торговца, сообщил могильники искать идешь, по указке Харитона. Сталкер поморщился. Лучше. Мне Стыценко, ну, ты его, знаешь, предложил подзаработать. Какой-то богатенький старикан хочет пройти к скорбящему камню. Мне нужно отряд собрать и снарядить. Так что, к тебе приду за оружием. Приходи. А что за отряд? Юргенс что-то прикинул в уме, потом сообщил. Наемники. Старикан денег не жалеет. Ему элиту подавай. Ну, им не обещали отвалить немало. Угу. Григо пожевал губами. А где они этот камень искать будут? Он же, по легенде, где-то на просторах зоны, а просторы у нас сам знаешь какие. Меня не касается. Беру деньги, Вику в охапку и проч из зоны. Вика это тоже винтовка? В холодных глазах сталкера полыхнула ярость. Вика эта женщина. Извини, извини. Григо примирительно выставил перед собой открытые ладони. Просто ты у нас весь такой одинокий. Любовь, наверное. Наверное, согласился торговец. Глава десятая. Двумя годами ранее. Болото. Научный лагерь. Сверху зона была как на ладони, и капитан Калинин пожалел, что не взял с собой фотоаппарат. За снимок с борта летящего вертолета журналисты заплатили бы ему гораздо больше, чем платит правительство за службу. Начиная служить в комендатуре, он и представить не мог, насколько прекрасной и одновременно пугающей может быть зона. Сейчас, когда зеленые луга и сети автострад сменились серым полотном земли и рваными клочьями тумана, он словно попал в другой мир. Примерно так капитан и представлял себе последствия ядерной войны. Удивлен, командир отряда прикрытия майор Мартюшов хлопнул бойца по плечу. Не ожидал такого, капитан кивнул. Я тоже, когда впервые зону сверху увидел, удивился страшно. С рубежа она ведь, как любая заброшенная промзона, а сверху жутковато смотрится. Я на рубеже не был, Калинин покачал головой. Не был на рубеже? Сразу в охранение попал? В штабе сказали, что не хватает бойцов для охраны вертолетов, квалифицированных кадров нет. То-то и оно, майор пришурился. Всех квалифицированных кадров упырей снизу позбивали. Я вот тоже, если бы не летел на внеплановую проверку, отсиживался бы в штабе, там спокойнее. А что за упыри? Калинин взглянул на непроглядный полок тумана, словно мог увидеть там хоть что-то, кроме серого сумрака. Упыри ну, мы так между собой сектантов из легиона зовем, тех, которые в глубине зоны кучкуются. Люди? Ошарашенный капитан не мог поверить своим ушам. Он, конечно, слышал, что порой в зону ходят люди, но что кто-то рискнул остаться там надолго и помыслить не мог. Не люди, отморозки. Накупили у военсталкеров с рубежа ПЗРК и дава вертолеты сбивать. Правда, стреляют они так же, как и живут. Хреново, так что все живы остались. А вот в ноябре сбили какую-то важную делегацию из Америки. Так те еще до столкновения с землей сгорели. Калинин кивнул, фиксируя в памяти сказанное, после чего вновь посмотрел на полосу тумана. Да не боись, парень, они вечером не стреляют. Почему? Молитва у них там какая-то. Собираются всей толпой и начинают усердно прославлять матерь-зону и скорбящий камень. Аномалия такая? Капитан неопределенно пожал плечами. Но это ведь легенда. Легенда, Мартюшов усмехнулся. Я лично одного парня знал, который у этого скорбящего камня побывал. Монголом звали. Может, слышал о нем? Нет. Толковый был мужик. А может, и сейчас живой, кто же знает. Давненько не доводилось с ним пересекаться. Последний раз виделись, когда тот самый вертолет сталкера сбили и меня с отрядом направили на зачистку места стрельбы. Так Монгол нам. Командир прервал рассказ и поглядел вниз. Сквозь белесые полосы тумана уже не было видно ни земли, ни деревьев. Он повернулся к пилотам, что-то сказал одному из них и, достав из кармана КПК, принялся разглядывать карту местности. Что-то случилось? настороженно спросил Калинин. Случилось. Мартюшов указал на мини-компьютер. Мы потерялись. Голос его смолк и рокот лопастей стал нарастать, словно винтокрылая машина вырывалась из разверзающейся под ней бездны. Держи выше, иначе в воронку влетим, рявкнул Мартюшов, перегибаясь через кресло пилота и добавил, развернувшись к сидящим салоне ученым. Держитесь, сейчас нас тряхнет. И правда, секунду спустя вертолет резко ушел вниз, а потом также стремительно всмыл в небо. «Выравнивай!» вновь завопил Мартюшов. Пилот кивнул и принялся щелкать по кнопкам, расположенным на панели индикации. Усилия увенчались успехом. Вертолет дрогнул и вернулся в исходное положение. «Так и держи!» скомандовал майор. Только теперь Калинин заметил, что лицо офицера стало бледным, как полотно. «Товарищ майор, вы в порядке?» донесся из глубины салона голос одного из ученых, который тоже заметил неестественную бледность его лица. «В норме!» Мартюшов кивнул. «Правда, мы только что чуть не попали в аномалию, а так, все в норме. Проверьте ваши часы и коммуникаторы». Ученые принялись расчехлять ноутбуки и мини-компьютеры. Через пару минут офицер вновь обратился к ученым. «Ну что, работает ваша аппаратура?» «Не у всех», ответил один из ученых. «У некоторых есть сигнал, но слабый». «Значит так, те, у кого электроника работает, лагерь сообщения с просьбой, чтобы включили на крыше главного корпуса сигнальные огни, а то мы из этого тумана никогда не выберемся». Ученые, поняв приказ Мартюшова, принялись отправлять на базу сигнал бедствия, а майор придвинулся к Калинину. «В общем, сейчас на базе научников должны зажечь сигнальные огни, и тогда наши пилоты быстро сориентируются». «А если сигнал не дойдет до базы, что тогда?» задал вопрос капитан. «Тогда?» «Тогда придется искать лагерь самим, без чьей-либо помощи, но вряд ли мы найдем его сами. Во-первых, туман очень густой, а во-вторых, горючего может не хватить. Но это если мы будем искать базу слишком долго». «Ты понимаешь, парень, придется садиться в зоне». «А ну-ка, подожди, посмотри в иллюминатор, вон туда». Калинин повернулся к иллюминатору и начал вглядываться в густые клубы тумана. Почти сразу же он увидел вдалеке пульсирующую красную точку. Нетрудно было догадаться, что это такое. Затем из кабины пилота послышался голос «Вижу ориентир, справа большой лагерь, минут через десять будем на месте». «Давай, родимый, не подведи», ответил пилот у мальчушев и хлопнул того по плечу. «Зона, зона, что ж ты с нами делаешь?» Вот оно счастье. Просто увидеть деревья, почувствовать запах сухой травы, прижаться к земле и жить. Радоваться каждому моменту этой странной, этой опасной и в то же время такой замечательной жизни. «Вы в норме?» Ученый, не так давно интересовавшийся здоровьем майора, теперь подошел к Калинину, который стоял облокотившийся хвост вертолета, глядя в туманную дымку. «Я только сейчас понял, как это страшно умереть», офицер обернулся к собеседнику. «Может, валерьянки? Это помогает?» «Нет», — капитан отрицательно покачал головой. «А вы, видно, привычны к такому?» «К опасности?» «Привык уже давно. И вы привыкнете. Главное, почаще говорить о себе «Я Алиса, которая попала в Страну Чудес». «Да, конечно. Я просто наслушался рассказов про зомби, которые бродят у озера». «Ну, до озера еще километров семь по прямой», — доктор указал в туман. «Вот там, в большом лагере, действительно жарко. Зомби так и лезут на пролом. А здесь спокойно, как на курорте». Ученый хлопнул себя по бедру, где располагалась кобура с пистолетом. «Против зомби?» «Против не их родимых», — собеседник улыбнулся. «Меня зовут Афанасий Александрович. Фамилия Митяев». Он протянул капитану руку, и Калинину на миг показалось, что в глазах доктора нет ни доли искренности. И руку подал лишь, чтобы успокоить разволновавшегося военсталкера. «Да и какого к черту военсталкера? Калинин ведь и в зону впервые попал». «Калинин, капитан Калинин», — он пожал жилистую ладонь собеседника. «Ну что же, капитан Калинин, рад знакомству». Опытный врач Афанасий Александрович Митяев понимал, что пережив такое потрясение, Калинин замкнется в себе. Он тоже переживал подобное, попав в зону. «Ничего, пройдет». «Идемте, капитан, нам пора», — Афанасий Александрович указал Калинину в сторону лагеря. Большой лагерь, форпост науки на мертвых землях зоны, располагался в полукилометре от вертолетной площадки и представлял собой одноэтажное здание, собранное из массивных бетонных блоков и облицованное стальными и свинцовыми пластинами, которые должны были, как понял Калинин, экранировать излучение. Весь научный комплекс, включавший в себя главное здание, два сооружения не поменьше, и кучу строительного мусора, оставшегося после сборки основной базы, был обнесен трехметровым забором из толстой листовой стали. Ну и наверняка подключен к мощному генератору, чтобы местная живность держалась подальше от ограждения, через которые пущено напряжение. Почему вертолетная площадка и несколько хозяйственных построек находились не в периметре лагеря, осталось для Калинина загадкой. Он пристально посмотрел на ушедших далеко вперед пассажиров вертолета, задержав взгляд на пилоте, который чудом посадил винтокрылую машину. Мысленно поблагодарив идущего к лагерю доктора, капитан двинулся следом за колонной. Плотные клубы тумана, подобные бутафорскому дыму, используемому при съемках фильмов ужасов, подступали к самым ногам, но когда Калинин делал очередной шаг, туман расступался, открывая взору асфальтированную дорогу. Через полминуты доктор Митяев уже скрылся из виду, а вертолет едва заметно вращающемся до небес тумане. Жуткое ощущение. Такой туман стоит перед рассветом над реками в мире живых. Да что же за мысли лезут в голову? Калинин вновь оглянулся, но плотные белые клубы уже скрыли и вертолет, и оставшегося около вертолета человека. В мире живых. А тут смерть. Зло без масок и вкраплений. Во всем здесь чувствуется злая сущность. Ну вот, на бесовщину потянуло. заговорил капитан, но собственный голос показался ему тихим и испуганным. Теперь он не видел ни вертолета, ни лагеря с ушедшими к ограждению людьми. Различим был лишь участок дороги на 2-3 метра в обе стороны и больше ничего. Капитан развернулся лицом туда, где должен был быть лагерь, и замер, увидев, как из белесой пелены к нему приближается чья-то неясная тень. Человек этот ступал по земле так тихо, что капитан не слышал его шагов. А может, это сердце колотилось так громко, что он не услышал. — Афанасий Александрович? Капитан прищурился, пытаясь разглядеть приближающегося. И разглядел таки. Дыхание перехватило. Калинин не мог ни вскрикнуть, ни выдохнуть. Рука, метнувшаяся была к кобуре, замерла, и лишь кончики пальцев теперь нервно подрагивали. На офицера надвигался рослый человек в сером камуфляже, поверх которого был нацеплен грязный бронежилет с лифчиком разгрузки. В руках незнакомец держал автомат Калашникова. Но не это заставило Калинина замерить от ужаса, а взгляд неестественно бледного человека. Бездонные черные глаза буквально пронзали капитана, увлекая его в дьявольскую бездну. Время от времени по окружности зрачков пробегали голубоватые блики, и как только это случалось, незнакомец вздрагивал. — К-кто? — только и успел прошептать капитан, прежде чем странный человек шагнул к нему. — Назад! — истошный вопль справа вывел офицера из ступора. Рядом с ним возник человек в экзоскелете. Сжимая на сгибе локтя спецавтомат Вал, незнакомец, что было сил, толкнул Калинина в сторону и выстрелил в Черноглазого. Незнакомец с Калашниковым опрокинулся назад, и еще две пули вошли ему в грудь, прижимая к земле. — Ты совсем сдурел? — человек в экзоскелете свободной рукой поднял Калинина на ноги. — Надо ведь додуматься, стоять перед зомбаком и глазами хлопать. И кого только Дугин к себе в охранении набирает. — Вы... вы местный? — капитан Ашарашина смотрел на своего спасителя. — Да и спасители ли? — А ты откуда такой? — теперь насторожился закованный в броню собеседник. За стеклом маски блеснули огоньком интереса карие глаза. — Я... мы на вертолете прилетели. Первый раз в зоне. — А, ну да. Новая смена научников. Теперь понятно. Ты, стало быть, в охранении большого лагеря будешь трудиться? — Я сопровождающий. Дар речи понемногу возвращался к капитану. — Сопровождающий? Тогда понятно. Ты в зомби-то почему не стрелял? С этими словами человек в экзоскелете подошел к покойнику, бесцеремонно сорвал с того разгрузочный жилет и, повесив калаш на плечо рядом с валом, обернулся к Калинину. — Я... в зомби. — А вы кто вообще такой? — Ну, здрасте. Приехали. Незнакомец картинно всплеснул руками. Ты поди и про сталкеров не слышал. — Так вы сталкер? — изумленно спросил капитан. — Он самый. Потеряв интерес к Калинину, человек в экзоскелете развернулся к покойнику и, присев на одно колено, принялся рассматривать его лицо. Опознание продолжалось с минуту, после чего сталкер сказал. — А я ведь его знаю. Колька-музейщик из пепла. Ушел в центр зоны с месяца назад. Твердил, что знает путь в обход энергопоста. — В обход чего? — У-у-у, да ты, брат, совсем ничего о зоне не слышал. Ты хоть знаешь, что такое аномалия? — Знаю. — Ну, и то хорошо. — Ладно, герой, пошли в лагерь, а то у научников сегодня картошку с котлетами дают. Не хочу опоздать. — Вас пускают в лагерь? — И кормят, и поят, и деньги мне за артефакты платят. Я здесь, можно сказать, свой человек. — Ясно. Калинин покосился на покойника. — А его мы разве тут оставим? — А ты его с собой потащишь? — в голосе собеседника читалась укоризна. — Нет, конечно, я просто спросил. Надо ведь доложить, куда следует. — Никуда не надо докладывать, — отмахнулся сталкер. — Это уже третий за сегодня. — Вы убили троих? — Ну за что? — Ты совсем дятел? Или прикидываешься? Человек в экзоскелете остановился и обернулся к капитану. — Работа у меня такая. Наняли зомби отстреливать. Только теперь Калинин понял, каким огромным этот закованный в броню сталкер выглядит по сравнению с ним, облаченным в комбез военстала. Такой раз полбу хлопнет и голова в желудок провалится. — Я просто не знаю, какова оперативная обстановка. — Оперативная обстановка? А я тебе расскажу. Ты только не отставай, иначе еще на кого-нибудь нарвемся. В общем, обстановка такая. Из-за энергопоста к озеру прут зомби, а иногда сектанты заглядывают, пострелять в ученых. — Упыри, — вспомнил Калинин слова майора. — Ну да, вояки их так зовут. Они из Легиона и Ветра. Это секты такие. Я, правда, особой разницы не вижу, разве что в степени отмороженности. — А зачем им все это? — Верят, что призваны очистить земли матери зоны от людей. Шагай резвее. — Кстати, моя фамилия Калинин. Капитан выбежал на тропу перед человеком в экзоскелете и протянул тому руку. — Спам, — отозвался сталкер, не подавая руки в ответ. — А имя у вас есть? — В зоне нет имен. — Для конспирации? — Спам усмехнулся. — Сталкеры считают, что зона убивает тех, кто пришел в нее под своим именем. Такое поверье. — А вы верите в... Да что ты заладил? Верите, верите. Не важно, верю ли я. Важно, что пока у меня такое прозвище, я жив. — Ясно. Калинин, понимающий, кивнул. — Один мой знакомый, Валера Вальтер, точно так же говорит. Он военный сталкер. — Все, пришли. Сталкер махнул рукой, завидев впереди взметнувшуюся из тумана сторожевую башню. Им махнули в ответ. — Нас пропускают, — заявил Спам. — Пошли. По мере их приближения все отчетливее проступал из белизны забор, вырисовывались из молочной бездны ржавые островы автомобилей, расставленные кем-то по границе лагеря. Вокруг каждой железяки виднелись гильзы, и Калинин понял, что это еще один охранный рубеж. Наконец, бетонное полотно уперлось в створки ворот. Часовой поднял рацию. — Прибыл Спам, — продекламировал он. — Пропускай, — донеслось из динамика. — Но пусть сперва зайдет на прививку. — Отчего прививаем на этот раз? — весело спросил Спам, глядя в сторону расположившегося на вышке часового. — От какой-нибудь африканской лихорадки. Ты же Дугина знаешь. Заскрипели ворота, подчиняясь сложному запорному механизму, и перед Калининым открылась потрясающая картина. Большой лагерь во всем его великолепии. — Чего встал? — Спам толкнул капитана в плечо. — Насмотришься еще. Но сперва надо поесть. Столовая на первом подземном уровне, если ты не в курсе. — Опасные аномалии, анархисты и бандиты не остановят пепел победоносной поступью идущей жрать. Боец на вышке захихикал. — Пусть только попробуют, — хохотнул Спам. Калинин шутки не понял. — На первом подземном, — повторил Спам, видя, что Калинин его не слушает. — Э, друг, ты жрать пойдешь или нет? — Мне надо своих найти. — А тут все свои, — часовой на башне усмехнулся. — Все, кто с вертолета, сейчас в столовой, так что вам лучше поторопиться. — Да, конечно. Надо найти майора и рассказать ему обо всем случившемся. Калинину все еще не верилось в то, что странный сталкер до конца с ним честен, и поэтому он проследовал к зданию. Вокруг основного корпуса суетились люди в защитных костюмах кислотно-желтого и ярко-оранжевого оттенков. Они то и дело что-то замеряли и негромко переговаривались. Как показалось Калинину, говорили ученые не на русском, а на каком-то неведомом ему языке. Все шестеры были настолько заняты своими расчетами, что не замечали прошедшего перед их носом офицера. — И что они делают? — спросил сам себя капитан. — Замеры проводят. Рядом с ним возник часовой, впустивший его и спама на территорию лагеря. — Это ребята из Индии. Минут через двадцать их заберет вертолет, и они отправятся продолжать свои изыскания. — Наш вертолет? — Нет, что вы! Часовой улыбнулся и поправил берет со странной витиеватой символикой. — Они по зоне ходят в костюмах и требуют для себя специальный транспорт. — Ученые, что тут скажешь? — А наши не такие. Наши и в трусах готовы по рыжему лесу носиться. — Согласился меня подменить у ворот, чтобы я смог показать вам путь в столовую. — Согласился подменить? А ведь только что спам рвался в столовую, чтобы не пропустить очередную кормежку. — А вы ему доверяете? — спросил капитан, когда часовой отперк кодовый замок и впустил гостя внутрь здания. — Спаму? Доверяю? Как себе, товарищ капитан? А что-то не так? — Да нет, все в норме. Калинин огляделся. Они шли по обшитому металлам коридору. Под ногами похрустывали ворсинки странного ковра, напоминающего скорее вотманутый щетиной вверх веник. — Чтобы всю грязь с ног убрать, сказал часовой, перехватив взгляд Калинина. — Это после того случая сожгучий повеликой. Но он замер на полуслове, указывая в конец коридора. Там, освещенный голубоватым свечением диодных ламп, располагался лифт, напомнивший капитану душевую кабину. Калинин даже подумал, что сейчас его будут мыть с мылом, чтобы пыль не проникла внутрь. Никакой принудительной помывки не последовало. Лифт со стеклянной дверью доставил капитана на первый подземный уровень, где он распрощался со своим проводником и продолжил путь самостоятельно. — Вы из вертолета? Человек с хищным, словно крысиная морда, лицом вынырнул из-за изгиба коридора, как только лифт с часовым ушел наверх. — Да, Калинин кивнул. — Тогда прошу за мной. Странный человек, облаченный в зеленый халат, поманил капитана за собой. — Прежде чем попасть в столовую, вы должны надеть на ноги специальные бахилы, снять снаряжение, надеть такой же, как и у меня, халат. Только после этого вы сможете пройти в столовую. Вам рабами своего режима было, наверное, не лучшим поступком с их стороны. Один конвой насменился другим, и вот теперь этот конвоир требует надеть бахилы. — Ну что ж, раз надо, то выполню. Калинин проследовал за человеком в халате и вскоре был лишен своего оружия, брони и разгрузочного жилета. На капитане остался лишь легкий камуфляж, который он надевал под мощный ратник. Не обращая внимания шапочку наподобие врачебного колпака. Разве что маску на лицо не надели. Ну да ладно, не в этом дело. Капитану было вовсе не до переодеваний. На протяжении всего времени, пока они с человеком в халате шли по коридорам и комнатам, он не уставал восхищаться размерами этой лаборатории. Огромные подземные галереи уходили на сотни метров, теряясь там, куда свет ламп уже проникнуть не мог. На границе освещенного пространства виднелись ящики с надписями USA, UK, RF и странными незнакомыми Калинину аббревиатурами. Наконец, после десятиминутного пребывания в раздевалке, капитану позволили пройти в столовую, и вот тут Калинин ахнул. Перед ним предстал огромный зал с десятками металлических столов. В таком помещении могло одновременно принимать пищу больше сотни человек, но вместо этого капитан увидел лишь группу ученых, занявших крайний правый столик и более многочисленный контингент за ближайшим к выходу столом. Среди облаченных в халаты людей капитан с трудом узнал своего командира, воинсталкеров из охранения и пилотов. Мартюшов тоже увидел подчиненного и махнул ему, предлагая сесть рядом. И где тебя носило? встретил он Калинина вполне ожидаемым вопросом. «Налетел на зомби», отозвался капитан, стараясь, чтобы его реплика звучала как можно более буднично. «И как успехи?» Мартюшов аккуратно поднес к губам ложку с супом и подул на аппетитное варево. «Зомби убит сталкером. Этого парня Спам, кажется, зовут». «Ага», Мартюшов отправил в рот одну за другой сразу две ложки супа и с блаженной улыбкой кивнул капитану. Он наверстал упущенное. Съел огромную тарелку борща, тарелку картошки и две огромные котлеты. Запив все это компотом, по-хорошему позавидовал ученым, которые имеют возможность питаться совсем как дома. В этот момент снаружи послышался едва различимый шум, приглушить который не смогли ни бетонные стены, ни толщи земли над столовой. «Кармаран», со знанием дела прокомментировал пилот, определяя марку приземлившегося около лагеря вертолета. Индийских специалистов забрали. «И нам пора». «Пора», согласился Муртюшов. «Хорошего помаленьку». И уже громче добавил «Господа профессора и академики, готовьтесь к отлету». Насколько был осведомлен Калинин, на озере в большом лагере работал постоянный персонал из 30-40 ученых, которые каждые два месяца сменялись другими. Такой вахтовый метод был выгоден прежде всего правительству. Заселять комплекс сотни ученых дело затратное и хлопотное. «Эти упыри из правительства», говорил как-то Калинину подвыпивший военный сталкер, «они, чтобы не платить научникам надбавки за вредность и прочее, каждые два месяца меняют персонал. А сколько надо проработать, чтобы получить надбавки?» «Правильно, два месяца с копейками подряд». Капитан не знал, почему ему вспомнился этот разговор. Может быть, проснулась жалость к лишенным надбавок научникам, а может, съеденные только что котлеты могли не пережить обратный перелет внутри желудка. Как бы не попросилось обратное первое блюдо. Когда тарелки были составлены рядом с посудомоечной машиной, рокот винтов на улице стих. «Улетели», пилот поравнялся с Калининым. «Сейчас и мы рванем». Они оба вошли в раздевалку. Еще несколько минут ушло на то, чтобы облачиться в тяжеленные костюмы, взять оружие и подойти к лифту. К этому моменту подтянулись и ученые, группу которых следовало вывести на большую землю. Лифт поднял их откуда-то снизу, с одного из подземных уровней. А потом все вместе они поднялись наверх и через десять минут подошли к воротам лагеря. «Уже?» стоящий на вышке часовой качнул головой, мол, «Понимаю, служба». «Уже!» Марчушев кивнул и шагнул в открывающийся створ ворот. Белесые клубы тумана захлестнули всю группу. На погрузку в вертолет ушло еще около получаса. Задержка была вызвана тем, что один из ученых забыл в своей комнате записи экспериментов и вернулся за документами. Потом не могли найти доктора Митяева, который не явился в столовую и лишь через 10 минут обнаружили его почти у самого забора старого производственного комплекса в двух километрах от лагеря. Как объяснил Афанасий Александрович, он решил прогуляться и заблудился. Марчушев категорически отказывался в это верить, обещая сообщить обо всем Шарову или Дугину. А вот Калинин вполне поверил в историю с прогулкой в тумане, потому как сам не так давно чуть было не потерялся, идя по прямой. Наконец доктор Митяев был отправлен в лагерь, а все оставшиеся загрузились в вертолет. Хлопнула дверца и запах прелой листвы сменился ароматом освежителя воздуха, который болтался в салоне вертолета. Поехали! Выдал напоследок второй пилот и мотор винтокрылой машины заработал. Со свистом принялись рубить туман огромные лопасти. Казалось, вот-вот земля под брюхом вертолета исчезнет и они снова взмоют в небо, паря над этой проклятой землей. Ничего не понимаю, внезапно сказал первый пилот и двигатель заглох. Что не так? Марчушов, расталкивая набившихся в вертолет людей, перегнулся к пилотам. Топливо на нуле, пояснил вертолетчик, постукивая по мигающей красным табличке на панели индикаций. Так было же выше крыши! Было и сплыло, пилот пожал плечами. Выгружаемся! Придется заправлять вертушку заново. Вот так и рушатся мечты о скором возвращении домой. Видно было, как расстроились ученые и как взбесился Марчушов. Вдвоем с первым пилотом они несколько минут бродили вокруг вертолета, после чего майор приказал всем возвращаться в лагерь, а двух военсталкеров отправил на склад за горючкой. Подошел неизвестно откуда взявшийся спам, перебросился с майором несколькими фразами и, помрачнев, направился к складу. Что-то случилось? Не выдержал Калинин, когда майор прислонился лбом к холодному борту вертолета. Случилось, Марчушов кивнул. Кто-то слил топливо. Слил, удивился Калинин. Но зачем это кому-то понадобилось? Не знаю. Но не в этом дело. Спам сейчас рассказал мне кое-что похуже пропажа топлива. Видишь, что с облаками? Калинин запрокинул голову, пытаясь разглядеть проступающие из тумана небо с рваными клочьями туч. Вот только небо это было каким-то странным. До полудня оставалось еще три часа, а на северо-востоке уже плясал багрянец заходящего солнца. Хотя, стоп, какого солнца? Солнце, вот оно, а красные облака совсем в другой стороне. Видишь, майор пришутился. Калинин кивнул. Будет выброс, причем очень скоро. Минут через сорок вдарит. Мы при всем что нам придется задержаться в лагере еще как минимум на пять часов, пока будет бушевать стихия. Невеселые перспективы. Калинин обернулся в сторону склада, откуда уже возвращался спам в сопровождении двух военсталкеров. Бочки пусты, выкрикнул сталкер, не доходя до вертолета. Горючку слили оттуда. Бледный, как полотно Мартюшов, перевел взгляд со спама на Калинина и прошептал. Всех «Командуйте, капитан». Я бросил курить несколько лет назад. Врачи сказали, что иначе я умру. Мартюшов достал из кармана сигаретную пачку. А это я нашел сегодня у вертолета. Получается, что пачку мог выбросить тот, кто слил топливо. «Ну, не знаю, товарищ майор». Калинин пожал плечами. Они шли по дороге в сторону лагеря, немного отстав от остальной группы. «Но тот, кто слил горючку среди нас? Согласен?» «Определенно», капитан кивнул. «У меня пока только три кандидатуры». «Ну и кто же, по-твоему, мог успеть все это?» «Во-первых, это доктор Митяев. Он оставался у вертолета, когда я уходил, и у него было вполне достаточно времени, чтобы слить топливо. Зачем ему это, я не знаю. Может, хотел потянуть время до вылета вертолета, чтобы закончить какое-нибудь дело». «Этот мог». «А кто еще?» «Караульный с башни. Он оставил спама сторожить подступы к лагерю, а сам пошел меня в столовую провожать. Теоретически он мог успеть. Дождался, пока я уйду, и доктор смотается, а потом сделал все, что было нужно. О мотивах я также молчу». «Ну, а третий?» Марчушев спрятал сигаретную пачку в карман. «Третий это сам спам. Он оставался на вышке и мог все провернуть. К тому же он сталкер, а у сталкера найдется куча поводов для задержки вертолета. Может, у них вообще сговор был?» «Возможно». Майор кивнул. «Вот только было еще много тех, кто мог провернуть это дело. Ты об индийцах забыл». «Так и вы забыли. Это пилот вертолета, который индийцев забирал, мог сигареты выкинуть». «Вот и я о том. Любой мог это сделать. Включая тебя». «Меня?» «Да ладно, шучу я». «Если честно, под подозрением всех, кроме тех, кто был на момент инцидента, в столовой. А это половина персонала лагеря и все охранение». Майор замер на полусловие, удивленно глядя в сторону лагеря. Оттуда к нему семенил доктор Митяев. Пропустив основную группу, доктор дождался, пока капитан Калинин и Мартюшов поравняются с ним и проговорил. «Вижу, вы заметили, что топлива нет?» «Да». Пораженный таким началом разговора майор кивнул. «Вы, наверное, думаете, что это я сделал. Но я ни при чем. Зато я видел, кто это сделал». Доктор опасливо огляделся. «Вы знаете, кто это сделал?» Мартюшов схватил Афанасия Александровича за плечо и притянул доктора к себе. «Кто?» «Не здесь. Приходите ко мне в комнату, когда все разместятся, и я вам скажу. Иначе у меня могут возникнуть неприятности». Мартюшов посмотрел на входящих в лагерь людей и кивнул. «Ждите меня, я приду». Раскрасневшийся доктор поспешно протиснулся за ворота. «Вот и разгадка тайны близится», произнес майор, когда щупал и фигурой доктора замелькал его входа в основной комплекс. «Осталось лишь ждать. Ты, главное, оружие держи на готове». «Доктор», майор Мартюшов постучал в дверь костяшками пальцев. К этому времени все уже разместились в своих комнатах, и он, как условились, пришел к Фанасью Александровичу за ответом. На стук не отреагировали. Тогда майор постучал снова. За дверью по-прежнему было тихо. «Доктор, это майор Мартюшов. Вы просили зайти». Тишина. «Да что он, уснул там?» Майор толкнул дверь, и та распахнулась. Секунды хватило Мартюшову, чтобы понять, что произошло. Доктор Митяев лежал на полу, в луже собственной крови, на животе, ногами к двери. Под лопаткой у доктора торчал армейский нож. Мартюшов восстановил картину событий за одно мгновение. Кто-то пришел. Доктор открыл дверь и повернулся спиной к вошедшему, но тот вонзил в спину Митяева нож. «Да не простой нож, а армейский. Такие здесь только у военсталкеров и офицеров». Значит, прав был Калинин насчет причастности к случившемуся с вертолетом странного часового, дежурившего на сторожевой башне у ворот лагеря? Возможно. Майор аккуратно вытащил лезвие из тела покойника, покрутил идеально подогнанный под ладонь кинжал и оцепенел от ужаса, увидев выгравированные на рукояти слова «Март». Это был его позывной и его нож. В панике майор закрыл дверь комнаты и похлопал себя по ножнам. Клинка там не было. Но как нож попал сюда? И тут же появилась другая мысль, более яркая и страшная. «Теперь во всем могут обвинить меня. Меня подставляют». Все то время, пока майор Мартюшов шел по коридору к основному залу, где приказал собрать всех для разговора, его трясло. Сжимая окровавленными руками завернутый в платок нож, он шел к двери зала и каждый шаг отдавался в мозгу набатом. Шаг сердце бьется в такт глубкому эху, пружинящему от стены потолка. Уходящий в бесконечность коридор, озаренный редкими лампами, будто бы отвечает на каждый шаг человека громкими овациями. Он шел. В голове вертелись тысячи вариантов развития событий. Ну, разве его командира могут обвинить в убийстве? А почему нет? Выброс вот-вот грянет, а именно в такое время перед катаклизмами чаще всего сходят с ума. А может, я и впрямь убил? Помешательство. Секундная слабость, и в спину доктора уже втыкается нож. Так, а куда было воткнуто резвие? Не между лопаток ведь? Нет, не между. В районе сердца. Кто-то всадил нож в сердце. А кто мог? Да кто угодно. Все военсталкеры охранения прекрасно обучены таким приемом, а каждый второй ученый в этом лагере владеет скальпелем не хуже, чем самурай обращается с катаной. Мог почти любой. А мог ли я? Время. Неумолимо. Неумолимо, как песок шуршащий из одной части часов в другую. Мы пытаемся его задержать, но песок просачивается между пальцами и все же достигает цели. Нам остается лишь неприятные ощущения. Прах времени у нас на ладонях. Майор замер, глядя на дверь с повлескивающей табличкой зал заседаний. Помедлил, глубоко вздохнул и шагнул внутрь. От нестерпимо яркого света Мартюшов на секунду зажмурился. Кровь. Вот он, прах времени, шутка старухи с косой, метка смерти. Не от этого ли так громко колотится сердце, не поэтому ли шумит в голове? время. Время. Как будто кто-то в одно мгновение оборвал последнюю нить, дающую майору ощущать ход времени. Мгновение за мгновением. Нет, это уже не секунды. Пять, шесть, семь секунд, и он вновь очнулся. Майор, голос Калинина долетел словно через толщу воды, а потом из слепящей белизны вырвались краски. Зрение вернулось. Слышите меня? У него кровь, другой голос, скрипучий и неуверенный. Что у него в руках, говорил третий. Мартюшов едва заметно подался назад, потом широко открыл глаза и поглядел на собравшихся. Никакого слепящего света. Зал представлял собой огромное помещение, уставленное диванами и креслами. На устланном ковролином полу стояли журнальные столики с кипами документов, а в углу, где пол резко уходил вверх, превращаясь в невысокий помост, располагалась кафедра с ноутбуком и проектором. Единственным источником света была странная лампа. Внутри пластмассовой трубки, идущей вдоль всего потолка, медленно курсировали белые и синие огоньки, будто заточенные в недро осветительного прибора оторвавшись от созерцания странного осветительного прибора, он опустил глаза и в очередной раз поглядел на нож. «У вас кровь!» Шаров тоже подскочил к Мартюшову. «Нужно позвать доктора!» «Не нужно!» глухо отозвался майор. «Доктор мертв!» Толпа охнула, и два десятка человек уставились на Мартюшова, ожидая очередной фразы. «Мертв!» повторил майор, и люди зароптали. «Что с ним?» вырвался из толпы чей-то низкий скрипучий голос. «Это от выброса!» возвещал второй. Мартюшов качнулся. В левой стороне груди начало нестерпимо жечь. Он выронил нож, шагнул вперед, хватаясь за стоящий перед ним стол. «Майор! Майор!» звенел над духом голос Дугина. «У вас больное сердце? Выброс действует на сердечно-сосудистую систему!» Вновь накатила волна жара. Рокот выброса уже ощущался каждой клеткой тела. Мартюшов попытался вспомнить, что он слышал о воздействии выброса на организм. «Ну да, что-то такое», говорил врач, когда запрещал майору курить, «мол, нельзя ему находиться в зоне во время выброса. Видите ли, выброс может повлиять на его сердечный ритм или даже довести до безумия?» «Его убили моим ножом», через силу выговорил Мартюшов и, оттолкнувшись от блестящей столешницы, выпрямился. «Кто его убил?» Будто из глубины мутного водоема, из яркого слепящего света вынырнул человек, провожавший всех в столовую. Его крысиные черты на миг мелькнули перед Мартюшовым, а еще через мгновение до майора долетел возглас. «Это он убил!» «Бред! Они ведь еще не видели тело! Как смеют это утверждать?» «Меня подставили!» завопил майор пятись к двери. «Все словно в кошмарном сне! Не хватает воздуха! Да еще болит голова!» «Отберите у него оружие!» внезапно выкрикнул кто-то, и Мартюшов увидел спама. Сталкер стоял неподалеку от ученых. Он-то наверняка знал, что бывает во время выбросов, знал и поэтому просил людей Дугина лишить майора оружия. А если причина в ином? Вдруг именно он убил доктора? Вся абсурдность происходящего вернула Мартюшова в реальность. Он глубоко вздохнул, сделал еще один шаг назад и, выдернув из наплечной кобуры пистолет, единственное оружие, которое было разрешено проносить военсталом на территорию лагеря, нацелил в порядке. Воздействие псиэнергии ослабло и он мог спокойно все обдумать. «Меня подставили!» Он снял пистолет с предохранителя. «Я почти уверен, что виновен этот сталкер!» Ученые обернулись в сторону спама. Сталкер невозмутимо стоял, не двигаясь с места. «Да что вы его слушаете?» негромко произнес он. «Его ведь выбросом поджарило. Зомби он натуральный». «Я не убивал!» Голос Мартюшова сорвался. «Это не я!» «Может и не вы!» Продолжил спам. «Опустите пистолет, майор! Давайте все обсудим!» Он как будто не реагировал на наличие оружия в руках Мартюшова, но это лишь на первый взгляд. Стоящий слева от сталкера Калинин заметил, как по виску спама текут крупные капли пота. «Было ли сталкеру страшно в этот момент?» «Возможно». «Нечего тут обсуждать! Это не я!» «Это вы!» выкрикнул человек в халате, проводивший Калинина в столовую, и майор не выдержал. Стоило бы понять, к чему все идет, но из всех находящихся в зале людей лишь спам пытался вести с майором не ультимативный диалог. «Это не я!» Мартюшов резко поднял пистолет, прижал его дулом к виску и нажал на спусковой крючок. Багровый фонтан брызнул из простреленного черепа. Потухли искрящиеся жизнью глаза, и окровавленное тело майора рухнуло на ковер. Тело майора унесли почти тут же. По приказу Дугина явились двое военсталкеров и, завернув покойника в плотную ткань, вынесли тело из зала. Только теперь спам вытер с олба холодные капли пота и глубоко вздохнул. «А почему вы потребовали отобрать у него оружие? Бывали случаи, когда сталкеры, пережидающие выбросы, просто сходили с ума и расстреливали тех, кто прятался от катаклизма рядом с ними. А иногда и гранаты взрывали. А причина? Что-то насчет болезни сердца. Ты же знаешь, что со слабым сердцем в зоне делать нечего». Калинин кивнул. «Вот поэтому. Что-то там насчет снабжения мозга кислородом. Я точно не знаю, но среагировал сразу. Удивительно, что твой командир нас всех там не положил». «Не положил бы», боркнул капитан. «У него всего восемь патронов было». «Ну, брат, да ты, значит, не видел местных зомбарей? Эти твари такие шустрые, что перезаряжают стволы раза в жмет. Рефлексы активизируются». «Значит, вот так становятся зомби?» «Если снаружи остаются во время выбросов, то да». «А я думал, что зомби это живые мертвецы. Мне рассказывали, что в зоне мертвецы из могил выбираются». «Бред». Спам махнул рукой. «Я в зоне уже несколько лет, и за это время не видел ни одного мертвеца. Просто иногда зомби, ну, то есть люди с спроси». «А Мурчушев становился зомби?» «Наверное». «Знаешь, во время выброса всякое бывает. Мы вот прошлой зимой пережидали как-то выброс у барахолки с двумя сталкерами. Забрались в склеп, ну, это мы так бункеры называем. Там уже один сталкер прятался. Ну, мы накатили по сто грамм, чтобы выброс на мозги не давил. Разговаривать начали. А ну, знаешь, значит, а наш знакомец к автомату потянулся. Глаза, как у твоего командира, блестят, шепчет что-то, а сам за ствол. Предохранителем щелк и выстрелил. Одного из моих попутчиков сразу в голову. Помещение-то небольшое, десять квадратов. Ну, мы от выстрела, значит, оглохли, повалились на пол и слышим, выброс закончился. Наш знакомец ствол опустил и побрел к выходу. Открыл дверь, вышел и потопал к озеру. Только потом нам рассказали, что у некоторых сталкеров сердце слабое и они даже под землей во время выброса могут зомбарями стать. Не знаю уж от чего, но могут. Вот я и запаниковал, когда майор... Ну, чтоб застрелиться... В этот момент явился Шаров. Вытирая платком струящийся салбопот, он жестом позвал Калинина и Спама за собой. Через несколько минут все трое стояли перед распахнутой Настеж дверью комнаты доктора. Люди Дугина, поспешившие после инцидента в зале проверить свои догадки, уже накрыли тело Афанасия Александровича простыней, и теперь сквозь белый саван то тут, то там проступали пятна крови, занимая все большее пространство. «Зомби!» донесся до Калинина голос профессора Дугина. Глава научного лагеря шел по коридору со стороны хозблока в сопровождении двух воинсталкеров и тучного мужчины лет сорока. «Некроник в моем исследовательском центре!» Он развернулся к своему спутнику. «Вы понимаете, Марк Семенович, что я теперь буду жаловаться руководству. Я потребую, чтобы была проведена тщательнейшая проверка всех офицеров подразделений военных сталкеров на профпригодность. У меня сотрудника убили!» «Конечно!» Собеседник кивнул. К этому времени они уже поравнялись с дверью комнаты, и Толстяк, расталкивая собравшихся, вошел внутрь. Бесцеремонно, словно только что он не был свидетелем убийственного спектакля, разыгранного зоной, собеседник Дугина приподнял пропитанную кровью простыню и тяжело вздохнул. «Убедились?» Дугин схватил Толстяка за плечо. «Непрофессиональные действия врачебной комиссии привели к человеческим жертвам. А что, если бы у этого военного сталкера была граната? Или если бы выброс застиг их в воздухе?» «Если бы выброс застиг их в воздухе», вмешался в разговор с ПАМ, «то все пассажиры были бы мертвы». «А, ну да». Дугину будто наскучил этот диалог. «Тело нужно перенести в лабораторию на четвертый подземный уровень». «Марк Семенович, я надеюсь, вскрытие обоих тел будет проведено незамедлительно». «Конечно, профессор». Толстяк явно прибалт, поскольку говорил он с характерным акцентом, кивнул и указал военсталкерам на тело доктора. «Берем». Из рюкзака, закрепленного на спине одного из военсталкеров, тут же были извлечены компактные телескопические носилки, на которые положили тело доктора. Ни слова не говоря, военные и Толстяк удалились, а следом направились и Дугин с Шаровым. Разошлись и другие ученые. Теперь перед распахнутой дверью остались стоять лишь Калинин и Спам. «Кто это был? Тот Чернявый?» Спам усмыхнулся. «Да, патологоанатом исследовательского центра. Это он вот уже несколько лет препарирует мимикримов и зомби. А отец нашего литовского друга возглавляет службу медицинского контроля военных сталкеров, то есть является тем, кто отбирает персонал для хранения баз по врачебным характеристикам». Мог ли сталкер убить доктора? Калинин сопоставил факты. Нож Спам мог без труда умыкнуть, когда разговаривал с майором у вертолета, а в зал для общего заседания он пришел незадолго до самого Мартюшова. Мог ли? «Я знаю, о чем ты думаешь», нарушил тишину сталкер. «Ты думаешь, что я убил доктора?» «Ну, вы ведь сами говорили, что не надо верить тому, что видишь». «Ну да, ну да. Вот только в зоне все гораздо сложнее». «Не хочется тебя расстраивать, но я к этому делу не имею никакого отношения. Твой командир пренебрег сразу несколькими правилами, и зона его наказала». «Зона неживое существо». «Живое». Спам наклонился к самому уху Калинина и в лицо капитану пахнуло табаком. «Живое». «Она дышит». «Она злится». «Вы курите?» внезапно прервал реплику спама Калинин. Капитану вспомнилась сигаретная пачка, которую Мартюшов подобрал у вертолета. Он потянулся к кобуре, но сталкер заметил этот жест. «Вы мне не верите», начал было спам, но в это время где-то внизу раздались одиночные хлопки, и из динамика, расположенного над дверью, долетел встревоженный голос. «Внимание всем! Лагерь атакован! Противник находится на четвертом подземном уровне! Всем военным сталкерам из гарнизона охранения срочно прибыть вниз!» Калинин и спам переглянулись. «Не ждал!» процедил сталкер. «Не верь всему, что видишь!» Выстрелы слышались в глубине бесконечных коридоров нижнего уровня. Стрекотали автоматы в руках бойцов охранения, а им отвечало пять или шесть натовских стволов. Все звуки, слышимые поначалу отчетливо, в итоге сливались в один непрекращающийся громовой раскат. «Меняюсь!» долетел из темноты голос одного из военсталкеров. «Прикрываю!» вторил ему другой. По перевернутой каталке, за которой укрылся патологоанатом лагеря, застучали пули. Толстый металл прогнулся в сантиметре от виска литовца. «Когда я скажу, вы должны будете бежать к лифту», глядя в черноту коридора, проговорил военсталкер, сидящий рядом. «Когда будете наверху, скажите, чтобы Дугин поднимал по прикрываясь трекот калаша. «Ну!» Толстяк, пригибаясь, бросился к лифту, но добежать так и не сумел. Короткая очередь срезала его уже в кабине лифта, и тело рухнуло в дверях. Чертыхнувшись, военсталкер, не сумевший прикрыть ученого, перекатился за ящики и выпустил в темноту еще одну очередь. Выстрелов со стороны противника больше не доносилось. Неужели все военсталкеры, находящиеся на нижнем уровне, мертвы? Пятеро! Да не может быть! Сержант Рахимов перевел взгляд на распластавшегося во дверях лифта ученого. С шипением ударялись о его грузные бока двери лифта, а значит помощи сверху ждать не стоило. Труп литовца просто заблокировал с собой подъемник. Есть грузовой лифт в другом конце этажа, но до него еще надо добраться. Высунувшись из укрытия, военсталкер выстрелил вновь. Ведь только сегодня прибыл, еще не успел привыкнуть и на тебе. Рахимов поглядел на автомат. Он в составе группы майора Мартюшова должен был лишь присутствовать в вертолете и после того, как сменятся научники на янтаре, тем же бортом вернуться обратно. Не повезло. Внезапно выстрелы стихли, застучали о кафельный пол тяжелые ботинки и в темном коридоре раздались голоса. Рахимов лег на холодный бетон, отложив автомат и поглядел в сторону недавнего побоища. Из темного коридора, не таясь, шли трое. Все, как один, одетые в черные комбезы без опознавательных знаков с приборами ночного видения на шлемах. Двое из них были вооружены краткоствольными пистолетами-пулеметами-сглушителями, а третий держал в руках спецавтомат ВАЛ. Словно прогуливаясь по проспекту крупного города, все трое шли в сторону лифта, негромко переговариваясь. Наверное, они решили, что и ученые с военсталкером мертвы. Хорошо идут, ровно, можно одной очередью срезать всех троих. Имея разряд по стрельбе, сержант Рахимов был уверен в своей победе. Расстрелять этих троих будет довольно просто, а вот двоих или троих оставшихся? Хотя почему именно двоих или троих? Вооруженных бесшумными пистолетами и пулеметами бойцов могло быть сколько угодно. Значит, пустить очередь, оттащить тело ученого и застопорить лифт на третьем подземном уровне, чтобы эти гады не смогли подняться. Рахимов уже дважды бывал в этом лагере и поэтому прекрасно знал, что в лифте есть специальная кнопка, чтобы можно было остановить подъемник на одном из этажей, отрезав тех, кто ломится сверху. Сверху. А откуда вообще выбрались эти супермены? Из подземелий? Слышал сержант истории про то, что в подземельях под озером есть множество ходов, некоторые из которых замуровали практически сразу же после постройки. Военные докопались до чего-то страшного или тоннели заполонили мутанты? Не верил он в эти байки. А зря. Аккуратно, чтобы не шуметь, сержант подтянул к себе автомат, выпрямился и, не дожидаясь, пока трое незнакомцев подойдут ближе, дал очередь справа налево на уровне голов. Вспышка на мгновение застлала ему глаза, а потом совсем рядом отрывисто хлюпнул одиночный из вала. Опустив ствол автомата, Рахимов изготовился добивать стрелка и... Его удивлению не было предела. Все трое стояли как вкопанные там, где их настиг свинцовый шквал. Ну, чего встали? Из темноты за спинами нападавших показался один из ученых. У него патроны холостые, кончайте с ним. Рахимов шагнул назад. Только сейчас он понял, что все это время стрелял холостыми патронами. Но почему не заметил? Еще одна пуля вырвалась из ствола вала, черкнула о броню и с шипением вошла в тело воинсталкера. Сержант повалился назад, на труп литовца выронил автомат. А почему он не понял, что стреляет холостыми? Долетел до Рахимова голос одного из нападавших. Выброс, отозвался предатель. Не до того людям во время выброса. Это ты здорово подгадал, Палыч, вновь заговорил нападавший. Хозяева все помнят. Поблагодари хозяев от меня за оказанное доверие. Как вы своего спама мочить собрались, если простого солдафона пришить не в состоянии? Почему не в состоянии? возмутился нападавший. Потому что он еще живой. Добей, суку! Над Рахимовым нависла чья-то тень, лязгнул затвор. Пожалуйста, не надо, зашептал сержант. У меня дети. Пожалуйста. Не надо бояться, ласково прошелестел бархатистый голос совсем рядом. Ты станешь частью зоны. И все звуки утонули в грохоте выстрела. Глава одиннадцатая «Пошли!» остановитесь!» неуверенно бросил ему вслед капитан, но спам не реагировал. Поправив кобуру, Калинин двинулся за ним. Уверенный тон сталкера не заставил капитана ему поверить, но выбора сейчас действительно не было. Кто бы ни устроил стрельбу в подземной лаборатории, они угрожали и возможному убийце, и всем прочим обитателям лагеря. Разборки нужно было отложить. Шаров встретил их возле лифта. Взъерошенный, словно попавший под ливень щенок, он выскочил из ближайшего к лифту помещения и кинулся к Калинину. «Наемники!» выкрикнул он. «Я все видел!» «Ты там был?» чеканя слова выдал спам. Калинин отметил про себя, что, не разбирая званий и возраста, сталкер ко всем обращается на «ты», словно ему дано такое право. Как командир к подчиненным, властно и вместе с тем уважительно. «Я был в комнате охраны. Все видно на мониторах». «Это там?» сталкер кивнул в сторону комнаты, из которой только что выбежал Шаров. Отстранив ученого, спам вошел в дверь. Следом протиснулся Калинин. Комната охраны оказалась небольшим помещением, уставленным мониторами и мягкими креслами. Отсюда, как понял капитан, осуществлялся контроль за обстановкой. Из комнаты можно было наблюдать за тем, что творится снаружи, на каждом этаже, в каждой лаборатории. Еще отсюда можно было перекрыть любую дверь, нажав нужную кнопку на длинном пульте, встроенном в стену напротив двери. «Где?» резко оборвал размышления капитана спам. «Восьмая камера. Я включил запись». Шаров вошел в помещение и тут же занял место за одним из компьютеров, переключился на нужную камеру. «Вот». На экране возникло черно-белое изображение, передаваемое с одной из камер наблюдения. Чернильная тьма коридоров, поблескивающая в свете редких светильников стены и двое одетых в темной комбезы людей. «Наемники!» прошипел сквозь зубы спам. «Я тоже так подумал», Шаров закивал. «Вот только не знаю, зачем они пришли». «Не зачем?» «А за кем?» Сталкер шумно втянул воздух. «Сколько их?» «Около десятка. Точно сказать нельзя». «А камеру можно повернуть?» «Нет, это старая модель, ее нельзя вращать». «Понятно». Спам опустился в кресло рядом с Шаровым. «Ну, а света почему нет?» «Распределительный щиток, откуда регулируется подача света на этаж, находится у грузового лифта. Кто-то отключил свет». «Они и отключили». Калинин ткнул в маячущую на экране фигуру. На голове незнакомца был виден шлем ПНВ. «А можно отсюда возобновить подачу электричества на этаж?» Спам слабо улыбнулся. «Ну, в принципе можно», Шаров кивнул. «Вон с того пульта. А что?» «Да и есть одна идейка». Сталкер расстегнул клапан нагрудного кармана и извлек из него два странных предмета, напоминающих по своему строению шариковые ручки. «Это сигнальное устройство вроде рации», проговорил Спам. «Одно и оставляю тебе, профессор. Сейчас ты закроешь за нами дверь, чтобы ее нельзя было открыть снаружи, и будешь сидеть тихо, как мышь». «А вы?» Шаров «А мы с капитаном прогуляемся до раздевалки, где лежит мое оружие, и спустимся вниз». «Я», хотел было возразить Калинин, но Спам жестом остановил реплику. «Слушай внимательно, профессор. Когда я нажму на эту кнопку», он указал на устройство, которое держал в руке, «второй передатчик, который я ставил тебе, подаст звуковой сигнал. Как только это произойдет, ты должен будешь включить свет на нижнем этаже. Когда устройство запищит вновь, ты выключишь свет во всем очереди». «Понятно?» «Ну зачем?» «Хочу сравнять шансы», Спам скривил губы в ухмылке чеширского кота. «Все ясно, профессор». «А мы пошли». «Нет, не пошли», Калинин положил руку на кобру с пистолетом. «Я останусь здесь и дождусь помощи». «От кого?» «Капитан». «До конца выброса еще четыре с половиной часа. Потом случится прорыв, и часов на пять вояки будут заняты прущими из центра зоны мутантами. Транспортников вылетел с базы, нужен снимок со спутника, на котором обозначены все опасные для воздушных судов аномалии. «А спутник, капитан, будет наведен на цель не раньше, чем через двадцать часов». «Ясно?» «Помощи не будет». «Так что же нам делать?» «Нам?» Спам хмыкнул. «Я иду за своим оружием, а ты достаешь ствол и смотришь, чтобы меня не подстрелили по пути. Ясно?» «Ясно». Калинин кивнул. «Тогда пошли». Мощная фигура помедлив немного, Калинин шагнул следом. Двери поста охраны закрылись за ним, пискнул блокируемый шаровым кодовый замок. Он не издавал ни звука. Двигался тихо, словно не ступал по полу, а парил над ним. Спам первым заметил идущего по коридору навстречу им бойца и тут же дернул Калинина в сторону стены. «Тихо!» Укрывший за выступом опорной плиты, прошепел он. «Приготовься!» Человек в черном тем временем скрылся в одном из помещений. «Надо стрелять!» выдавил капитан. «Нельзя!» Спам аккуратно высунулся из-за укрытия и, не заметив противника, двинулся по коридору. Тоже бесшумно. Тоже нечеловечески быстро и осторожно. А потом Калинин увидел, как блеснула в руке сталкера стальная вилка, которую обезоруженный на входе спам наверняка прихватил из столовой. Сталкер метнулся вслед за странным наемником и секунду спустя до капитана долетел громкий вскрик, прерванный грохотом падающего тела. Спам вышел из помещения еще через минуту. В руках он держал трофейный бизон. «Давай быстрее в раздевалку!» просипел он, но направился не к лифту, а в противоположную сторону. «Но лифт там!» Капитан нагнал сталкера около двери с табличкой «Зал заседаний». «Если мы воспользуемся лифтом, нас быстро вычислят». Спам обернулся и опасливо оглядел пустой коридор. «Мы будем двигаться по аварийной лестнице, так они нас не засекут. Хотя, если это те, о ком я думаю, они будут ждать и там». «Кто они?» Калинин схватил спама за плечо. «Почему вы так уверенно сказали, что они наемники? И зачем они пришли?» «Слишком много вопросов». Сталкер приоткрыл дверь основного зала и махнул Калинину. «Много вопросов? Ответьте хотя бы на один. Зачем они здесь?» «Они пришли за мной. Такой ответ тебя устроит?» «За вами!» Калинин растерялся. Он ожидал услышать от сталкера что угодно, но никак не признание в том, что странные наемники явились по его душу. «Да, за мной. Я сделал все, чтобы меня не вычислили, но кто-то в этом лагере явно работает на синдикат. А зачем вы им? У меня есть вещица, которая очень нужна людям, называющим себя хозяевами. Что именно? Они уже шли через зал к сцене. Артефакт. Слезы камня. И из-за этого погибло столько людей?» растерянно проговорил Калинин. «Если артефакт попадет в руки хозяев, погибнет еще больше людей». Капитан взобрался на сцену вслед за спамом и теперь двигался к стене зала. «Куда мы идем?» «Сюда». Сталкер резко остановился и указал на стену. «Здесь аварийная лестница. А вы откуда знаете?» насторожился Калинин. «Я бывал здесь не один раз. Мне доверяет Дугин, и поэтому я знаю самые сокровенные тайны этой лаборатории. Подержи». Спам протянул Калинину бизон, а сам шагнул к стене и... После его касания часть стены мягко сместилась в сторону, словно это был тайный подземный ход из княжеской усадьбы. За стеной оказалась ведущая вверх винтовая лестница. пепла и анархии, словно оправдываясь, заговорил спам, потому что группировки тоже хотят завладеть артефактом. Решил отсидеться в научном лагере. Несколько дней перед выбросом связь барахлит, ученые сидят в подземных лабораториях, никто бы не выдал меня. Но оказалось, что на рубеже сменили график полетов, и прилетел ваш вертолет. Мне пришлось слить горючее, чтобы вы не смогли улететь, а значит и предупредить людей-хозяев на большой земле о моем присутствии в лагере. Так топливо слили вы? Это преступление! Я мог сбить вертолет из РПГ, а вместо этого все остались живы. Не все, вы убили одного и заставили другого застрелиться. А вот тут я ни при чем, сталкер развел руками. Он уже добрался до верхних ступеней лестницы и теперь пытался открыть вмонтированную в стену дверь. Я вам не верю. Твое право, спам вздохнул. Но согласись, я бы не отдал тебе оружие и не был бы столь откровенен, будь я преступником. Ты и так преступник, Калинин обхватил руками приклад бизона и нацелил оружие на сталкера. Можешь думать что угодно, но я не убивал доктора. Во время смерти этого научника я был в кабинете у профессора Дугина. Если тебе не надоело играть в пинкертона, можешь сейчас спросить об этом у самого Дугина. Мягко отъехала в сторону дверь и спам шагнул в расположенное за ней помещение. Калинин вылез следом. Помещение оказалось довольно большим кабинетом с письменным столом в центре. За столом, неумело вытянув перед собой руку с пистолетом, сидел профессор Дугин. А я-то думал, что это бандиты лезут в мой кабинет, прошептал он, глядя на спама. Как я рад вас видеть. Он опустил оружие и глубоко вздохнул. Что происходит там, внизу? Наемники, пояснил спам, не обращая внимания на Калинина, который все еще держал его под прицелом. Я не понимаю только одного. Как они попали в комплекс? Через шлюзы должно быть. На нижнем уровне есть вход в подземелье милитари. А, ну да. Но без помощи сотрудников лаборатории никто не сможет попасть в комплекс извне, верно? Дугин кивнул. Я думаю, профессор, кто-то из ваших людей открыл наемникам шлюз и впустил их внутрь. Спам помолчал. Не знаете, кто на такое способен? Профессор, вы? Калинин улыбнулся. Нашелся таки человек, к которому непоколебимый спам обращается на вы. Я могу ручаться за каждого сотрудника. Профессор провел ладонью по лицу. Ох, ну за что мне все это? Профессор, этот сталкер был у вас в то время, когда убили доктора Митяева? Внезапно спросил капитан Калинин. Что? Дугин будто не расслышал вопроса. О чем вы, молодой человек? Калинин. Вы можете подтвердить его алиби на момент смерти доктора? Вы в своем уме? Дугин глубоко вздохнул. Внизу идет бой, а вы решили расследовать смерть доктора? Это важно. Это не важно. Важно, что сейчас наемники расстреливают мой персонал. Я отдал приказ всем прятаться по кабинетам, но не факт, что это остановит налетчиков. Не остановит. Спам отрицательно качнул головой. Я прикончил одного из них, когда тот обшаривал комнаты на втором подземном уровне. Значит, они никого не пощадят. Дугин откинулся на спинку кресла. Боже, за что мне это все? Значит, вы отказываетесь разговаривать с представителем силовых структур? Калинин не отставал. Был спам у вас во время убийства доктора или нет? Был, рявкнул Дугин. И прекратите заниматься ерундой. Добродушный с виду старик ударил кулаком по столу. Я просто должен был спросить, примирительно проговорил капитан, чувствуя, что зря затеял разговор об убийстве доктора. Надо было просто забыть на время о том, что произошло, и сконцентрироваться на проблеме наемников. Но разве недавние откровения спама способны уйти из памяти так быстро? Наверное, они решили, что все было именно так. Трое наемников действовали по отлаженной схеме. Сначала они вырубили свет на всем этаже, потом разошлись по коридорам, нацепили ПНВ и принялись прочесывать помещение за помещением. Профессор, вам нужно оставаться здесь. Спам прикрыл дверь и указал Калинину на аварийную лестницу, по которой они поднялись. Закрой, чтобы не видно было. Понял. Капитан тут же захлопнул потайную дверь, приставил к ней кадушку с широколистым цветком и вернулся к сталкеру. Действуем так, начал спам. Ты отвлекаешь их на себя, полишь во все стороны и шумишь, а я тем временем обойду их по служебному коридору. Понял? У нас нет шансов против троих, капитан замотал головой. И не такое бывало. Сталкер распахнул дверь. Как говорит мой друг Монгол, однофикс ли на сколько их будет? Пошел. Калинин выбежал первым. Дважды выстрелив в воздух, он кинулся по темному коридору навстречу наемникам, а спам обогнул служебное помещение, пробежал на кухню и, вытащив из кармана странный передатчик, нажал на кнопку. Сигнал ушел на приемник Шарова. Только зашедший в тыл к противнику спам успел увидеть, как один из наемников срывает с лица бесполезный ПНВ и тут же выстрелил, прошивая противника очередью от груди долба. Не успело тело рухнуть на пол, а спам уже метнулся к противоположной стене коридора, подхватив выроненный покойником ПНВ. У стены он вновь достал из кармана передатчик и повторно нажал на кнопку. Свет в комплексе потух. быстро. Нацепив ПНВ он выскочил в коридор и полоснул очередью на уровне ног, разглядел впереди радужную фигуру на фоне зеленоватых стен и выстрелил вновь. Последний боеспособный противник отшатнулся назад, но тут же рявкнул пистолет в руках Калинина. Зашелестел вал нападавшего, закричал капитан. Не дожидаясь развязки, спам бросился через весь коридор к напарнику. Капитан и здоровенный наемник сцепились у самых дверей кабинета Дугина. Человек в черном, прижав Калинина к полу, давил локтем на горло военстала и, несмотря на попытки Калинина освободиться, выигрывал в этой схватке. Спам оказался рядом как раз вовремя. Ударом ноги он скинул наемника с обездвиженного капитана и пустил очередь в догонку недругу. Тело черного выгнулось и он рухнул на пол. Какого хрена, капитан? Спам не собирался ждать, пока Шаров включит свет. Я думал, военсталов готовят к рукопашной. Он сорвал с лица ПНВ и включил примотанный к стволу бизона фонарь. Луч яркого света вырвал из темноты бледное лицо Калинина, который пытался отдышаться, стоя на четвереньках. Криворукий засранец, мать твою, почему ты не стрелял? Стрелял, попал бы. На таком расстоянии я стрелял. Капитан, оклемавшийся после смертельных объятий наемника, подобрал свой пистолет и, вытащив магазин, протянул спаму. Два патрона, еще один в патроннике. Значит, помимо двух пуль, выпущенных в пустоту, капитан трижды стрелял в наемника. Не попал? Неужто Калинин так плохо стреляет, что не мог выпалить на вспышку? Спам аккуратно извлек из обоймы один из патронов, положил его на ладонь, поднеся к фонарю и произнес. Холостые. Что? Калинин, уже надевший на отвизор убитого наемника, держал в руке спецавтомат. Патроны у тебя, говорю, холостые. Я перед отправкой проверял, все нормально было. Значит, уже здесь тебе их заменили. Спам резко опустил ствол бизона и весь свет тут же сфокусировался у ног капитана. А вот у них боевые. Спам пнул разбросанные на полу гильзы. И что? Калинин пытался понять ход мыслей сталкера. Значит, кто-то специально разрядил ваши стволы перед тем, как началась заваруха. Но ведь воинсталкеры стреляли, возразил капитан. А воинсталкеры не были в столовой, Спам усмехнулся. Единственное место, где и ты, и я расставались со стволами, это раздевалка перед столовой. И командир твой оставлял там всю амуницию и нож. Значит, это тот ученый, который нас провожал в столовую? — Палыч, — Спам усмехнулся, — да Палыч ему ухи не обидит. Он мужик добрый. А вот другие ребята с этажа могли вполне. Вот сколько нужно времени, чтобы разрядить стволы? У меня был автомат и вот этот пистолет. У Мартюшова пистолет. С нами были еще пилоты, у которых тоже ПМ были, и воинсталкеры из сопровождения. Мы были в столовой минут двадцать, а Мартюшов и остальные и того дольше. Мы с вами ведь еще на сектанта отвлеклись, а они уже ели. Верно. Спам извлек из кармана передатчик и снова надавил на кнопку. Давай-ка соберем стволы и прогуляемся до раздевалки. Меня эта история заинтересовала. Автомат Вал, Найтвизор и пистолет Юэспи, принадлежавшие некогда громиле в черном, перекочевали к Калинину. Спам снял с одного из покойников разгрузочный жилет, набил кармашки гранатами и магазинами к Бизону, разрядил один из пистолетов пулеметов и, разобрав корпус, оставил оружие у тел наемников. Второй Бизон и все имеющиеся у бойцов в черном боеприпасы он растолкал по карманам, лишив обоих ПНВ и пистолетов Грач, которые тут же нашли место в наплечной кобуре, снятой с первого покойника. Как бы смешно не выглядело сие зрелище, Калинин ничуть не усомнился, что при необходимости спам без труда сможет разом выдернуть оба Грача и уложить с двух рук хоть целую армию. Автомат зачем выкинул? Калинин указал на разобранный спамом Бизон. У меня и так их два. Тот, который я у Гаврика внизу отобрал и который сейчас взял. Третий будет лишним грузом, а оставлять ствол наимитом я не намерен. После всего вышеперечисленного сталкер умудрился разместить под каждым из трупов по гранате, а когда Калинин поинтересовался, зачем ему такой дешевый прием, пояснил, что наемники не подумают, что у кого-нибудь хватит тупости заминировать трупы в замкнутом помещении. А если даже они поднимут один из трупов и извлекут гранату, то наверняка не сообразят, что под двумя оставшимися тоже есть сюрпризы. Разумно. Капитан даже позавидовал смекалке спама. Минуты через две Шаров включил свет. Немного позже, чем ожидал спам, но и это для ученого было достаточно быстро. Уже при свете капитан сумел рассмотреть изрешеченный коридор и только подивился боевым навыкам напарника. Да если б все сталкеры так круто обращались с оружием, мир давно бы стал их вотчиной. Пошли, рявкнул тот, иначе не успеем. Калинин кивнул. Они вновь шли по ярко освещенным коридорам, время от времени ныряли в темные переходы и арки. Здесь, наконец, остановил капитана сталкер и указал на дверь. Калинин кивнул. Именно тут он вошел в раздевалку пару часов назад. Пара часов. А, кажется, промелькнула целая вечность. Господи, как же медленно тянется время, когда отовсюду стреляют, а голову будто сжимают в тиски энергии выброса. Мне нехорошо, внезапно проговорил капитан. Это потому, что мы на этаж выше, чем следует быть. До поверхности всего несколько метров вот тебя и плющит. Ничего, хлебнешь водочки и все пройдет. Шутите, капитан усмехнулся. Вовсе нет. Спирт лучшее средство от выбросов и воздействия мутантов-псиоников. Сталкер аккуратно приоткрыл дверь и именно в этот момент со стороны основного коридора раздался гулкий хлопок и раскатистое эхо прокатилось по этажу. Схватившись за голову, Калинин повалился на пол. Рядом рухнул спам. Это выброс, прошептал капитан. Все плохо. Наоборот. Спам улыбнулся. Это моя граната сюрприз, которую мы под жмурами оставляли. Давай быстрее внутрь. Надо срочно найти нашу броню и оружие, а потом уже идти воевать. И водку не забудь. Обыскивать раздевалку не пришлось. Спам сходу указал настоящий в глубине комнаты сейф. Там обычно складывают все оружие, когда сталкеры приходят в лагерь. Научники боятся, что сталкеры и бойцы охранения сцепятся внутри исследовательского центра. Не безосновательно, надо сказать, боятся. Спам постучал костяшками пальцев по тяжелой двери. И как мы его откроем? Нужна магнитная карта-ключ. Сталкер расщупал сложную систему запирания. А ключ-карта у завхоза. А завхоз Владислав Палыч Кривошеев. Неужели это он? Да нет, не мог Палыч. Мог, раздался со стороны входа скрипучий голос. Калинин и Спам одновременно обернулись и замерли, глядя, как в раздевалку входит Палыч. Тот самый завхоз с крысиными чертами лица. Правой рукой завхоз сжимал скальпель, а левой сдавливал горло профессора Дугина. Палыч, ты чего? Спам шагнул вперед, но скальпель в руках завхоза тут же прижался к сонной артерии Дугина. Оружие бросить! Палыч шагнул вправо от двери. Бросить, я сказал! Владислав Палыч, ну зачем же так? Спам послушно опустил Бизон и кивнул Калинину, чтобы тот тоже сложил оружие. Зачем? Крысиные глазки завхоза блеснули злобой. Я двадцать лет горбатился в чертовом НИИ, чтобы потом бездать Дугин получил причитающееся мне место. Это я должен быть профессором, главой большого лагеря, а вместо этого я разоружаю сталкеров и меняю перегоревшие лампочки в сортирах. Но все же не так, зашептал Дугин. Так, профессор, так. Вы никогда не ценили мой труд. Мою диссертацию по псионическому воздействию выбросов вы присвоили себе, хотя знали, как эта работа для меня важна. Вся моя жизнь была в этой работе, а вы уничтожили все мои надежды. Теперь-то вы за все заплатите кровью. Хозяева мне рассказали такое. А где вы так хорошо научились владеть ножом, Владислав Павлович? Калинин пришурился. Спасибо профессору Дугину. Я много практиковался на зомби, когда уходил на вылазки за пределы лагеря. Завхоз прижался спиной к стене. Что, поняли мою затею, да? Если бы не ТСПАМ, лагерь бы давно перешел к наемникам. Если бы не я, наемники вообще не пришли бы в лагерь. И то верно, Павлович усмехнулся. Но, согласись, я рассчитал все гениально. Выбрал время, когда открыть шлюзы и впустить наемников. Разрядил ваше оружие, капитан Калинин. Я оставил лишь один боевой патрон в пистолете майора Мартушева, потому что, в отличие от некоторых, знал, что у майора проблемы с сердцем и что подозрение в убийстве доктора падет на него. Я знал, что он застрелится, спам. А доктора ты зачем убил? Сталкер едва заметно согнул руки в локтях, чтобы в случае чего удобнее было достать пистолеты. Чтобы отвлечь всех вас. Пока мои коллеги во главе с профессором Дугиным охали и ахали над трупами Мартушева и доктора, я открыл шлюз и впустил отряд. И сколько же тебе заплатили хозяева за мою голову? Спам распрямил пальцы, готовясь выхватить оружие. Много. Но не в деньгах дело. Дело в том, что я получил шанс отомстить человеку, который присвоил работу всей моей жизни. Это не так, Владислав, Дугин замотал головой. Ты ведь просил опубликовать свои исследования, но никто бы не стал публиковать их под твоим именем. А под моим именем их издали. Ложь! Все ложь! Вы хотели унизить, растоптать меня, профессор! Но я не терплю обид. Я принял тебя в свой лагерь, когда тебя уволили из НИИ. Опомнись, Владислав, я дал тебе работу. Прислуживать аспирантам и ассистентам Шарова это все равно, что убить. Рука со скальпелем вознеслась вверх. Завхоз, похоже, настолько увлекся рассуждениями, что не замечал, как подставляет себя под пули. А вот спам это заметил. Миг и руки сталкера сомкнулись на рукоятих грачей. Стволы легли крест-накрест, и две пули одновременно ударили в сомкнутую кисть правой руки. Скальпель исчез в ореоле кровавых брызг и тут же вперед выступил Калинин. Он схватил извивающегося от боли Владислава Павловича за левую руку и помог Дугину освободиться от цепкой хватки завхоза. Но не тут-то было. Извернувшись, Палыч ударил Калинина сложенной пятерней в горло и капитан полетел на кафельный пол, ударяясь затылком. Уже падая, он услышал два хлопка. Не могу поверить! Дугин сокрушенно мотал головой, не переставая ощупывать затылок капитана Калинина. А ведь это я перевел Владислава в наш лагерь, когда все только начиналось. Мы с ним работали бок о бок столько лет. Товарищ капитан, здесь не больно? Больно. Голова болит. Калинин поморщился. А мог ведь и убить таким ударом? Дугин покачал головой. Выходит, и доктора он убил. А ведь и не скажешь по нему. Такой спокойный, рассудительный. Профессор поглядел на лежащего без движения крепко связанного Кривошеева. Его ждет суд. Если хотите его прикончить, я не буду возражать, прокомментировал спам и многозначительно взглянул на Калинина. А я против. Капитан коснулся пальцами окровавленного затылка. Если мы займемся самосудом, то будем ничем не лучше этого гада. Ох, блин, голова раскалывается. Мне сегодня точно шею свернут. Он слабо улыбнулся. Никто не знает, что нас ждет, отозвался спам, открывая сейф. Внутри огромного металлического шкафа обнаружилось большое количество оружия, тяжелая броня военсталкеров и экзоскелет спама. Ну, наконец-то! Сталкер достал из шкафа ВСС, проверил патроны и удостоверившись, что все в порядке, положил оружие на придвинутый стол. А что теперь, прервал его Калинин, опять стрелять? Нужно закончить начатое, отозвался сталкер. Он извлек из шкафа тяжеленный экзоскелет, разложил на столе уже имеющиеся бизоны и грачи, оглядел все это великолепие и добавил. Мы убили как минимум четверых. Плюс Палыч теперь не вояка. Плюс, возможно, ранили кого-то гранатами. Профессор, вы не знаете, кого-нибудь из наемников зацепило гранатой? Не видел, Дугин покачал головой. Но Владислав был очень зол. Скорее всего, кого-то взрывом убило. Ну, значит, уже минус пять наемников. Всего их было около десятка. Не так уж и много осталось, верно? Мы с тобой, капитан, их в два счета перещёлкаем. Конечно, Калинин кивнул и тут же обхватил голову руками. Теперь возразил Дугин. Нет, ни в коем случае. У капитана травмированы шейные позвонки, возможно, травма черепа, ему нельзя ввязываться в очередной бой. Что ж, Спам глубоко вздохнул, понимаю, что к чему. Я и один справлюсь. Он снял с запястья наручные часы, с минуты вертел их в руках. А вот это, капитан, я оставлю здесь. Сталкер встал на стол, снял с петели решётку воздуховода и, положив туда часы, поставил решётку обратно. Пусть это будет моя маленькая тайна, капитан. Он улыбнулся. Если я погибну, то эти часы не должны попасть к хозяевам. Поклянись, капитан, что этого не случится. Клянусь, офицер поморщился, касаясь затылка. Я думал, артефакт больших размеров. Он крошечный, размером с таблетку аспирина. Даже поместился в корпус часов. Спам положил винторез на колени. Помогите мне экзу надеть, профессор. Вы уверены? Дугин покосился на вытащенный из сейфа экзоскелет спама. Уверен. Наемники пришли со мной, и они сделают всё, что угодно, лишь бы меня заполучить. Сталкер застегнул замок комбеза, попрыгал, настраивая механизмы экзоскелета, и в это время, словно крадя у него преимущество, заголосил динамик над входом. Меня зовут Брайль, я командир отряда наёмников. Я обращаюсь к Сталкеру по кличке Спам. Сталкер, ты убил многих из моих людей, но ты должен понимать, что тебе не скрыться, и чтобы не подвергать опасности жизни моих бойцов, я решил подстраховаться. Сейчас мои люди согнали всех яйцеголовых в главный лабораторный комплекс. Там находится специальная камера для мутантов, кислород в которую поступает через трубки. Если через сорок минут ты не сложишь оружие, мы пустим в камеру с учёными газ. Выбирай, Сталкер. Щёлкнуло переговорное устройство, и лабораторный комплекс вновь окутала тишина. Приплыли. Наконец нарушил молчание спам. А эти наёмники не так просты, как нам казалось. Профессор, о какой камере он говорил? Это на нижнем этаже, лабораторный комплекс на четвёртом подземном уровне, рядом со шлюзами. Туда можно пробраться отсюда, минуя лифты. Только по этажам. Отсюда, через мой кабинет, по лестнице, в зал, тем путём, каким вы с капитаном поднялись сюда. Но в экзоскелете вы не пройдёте, да и лифт вас не поднимет. В нём есть специальные ограничители, запрещающие подниматься на лифтах людям в тяжёлой броне. Но есть ведь ещё и грузовой лифт. Да, но тебя будут ждать. Они будут меня ждать в любом случае, так что выбор у меня невелик. Я думаю, этот Брайль выходил на связь из помещения охраны, которое находится этажом ниже. Если это так, то наёмники уже схватили руна. А вы забыли, что из того помещения можно следить за всем, что происходит в лагере, да и лифт наёмники могут тормознуть между этажами. Тоже верно. Но раз они ещё не здесь, то вломились в комнату охраны недавно. А это значит, что у нас всё ещё есть преимущество. Хотя какое нахрен преимущество? Один сталкер как-то сказал, что безвыходных ситуаций не бывает. Спам был с этим сталкером полностью согласен. Он не искал лёгких путей, просчитывал всё на пару ходов вперёд и даже если все варианты отпадали, не терял надежды. Тогда поступим так. Я спущусь на грузовом лифте вниз, перестреляю всех и если останусь жив, освобожу учёных. Если меня убьют, вы спуститесь по лестнице через кабинет профессора и сами понимали, что открыто идти на стволы наёмников самоубийство, но остановить спама было уже невозможно. Сталкер рвался в бой. Едва протиснувшись в дверной проём, он шагнул в сторону грузового лифта. Тяжёлый шлем, водружённый на голову сталкера, укрыл от капитана и профессора лицо спама. Средоточие мощи и смертоносности появилось из тьмы неосвящённого грузового лифта, как только тот коснулся пола. Со свистом распахнулись створки и в коридоре показался облачённый в экзоскелет человек. В каждой руке у него было по пистолету пулемёту бизон, а за плечами болтался винторез. По ступью терминатора человек двигался по коридору, не обращая внимания на направленные в его сторону камеры. Едва слышно шипели механизмы мощного каркаса. Его встретили уже около зала заседаний. Двое стрелков с автоматами, пустив по одной очереди, укрылись в расположенном напротив зала помещении. Они тщетно пытались скрыться от ходячего танка. Стена комнаты вместе с дверным проёмом превратилась в каменную крошку после первого же удара, закованного в экзоскелет сталкера. Следом влетел веер пуль. Как и говорил Калинин, за сталкером неотрывно следили из комнаты охраны. Двое, облачённый в экзоскелет наёмник и его подчинённый, человек в чёрном комбезе, молча глядели на разворачивающуюся в коридоре картину боя. «Зря ты его на понт брал, Брайль», проговорил наёмник в чёрном. «Теперь точно не остановим». «Ну что ж», собеседник, одетый в экзоскелет, усмехнулся. «Так даже интереснее. Открой дверь, я встречу нашего друга сталкера». Наемник в чёрном кивнул. «Остокостью» и мог избить ослушивавшегося бойца до полусмерти. «Такого командира врагу не пожелаешь». Сталкер перебил половину его отряда, а он, как типичный злодей американского боевика, рвётся лично схлестнуться с героем. Отряд. Да, от всего отряда остались лишь они из Брайля и двое бойцов, которые стерегут учёных. Фигура в экзоскелете мелькнула в дверном проёме, и уже через секунду Барабас наблюдал за своим командиром через монитор компьютера. Коренастый наёмник в броне медленно двигался к краю обозреваемого камеры пространства, потом остановился, замер, ломанулся в сторону, уходя от очереди пущенной из-за пределов видимости. Барабас уже готовился к зрелищному бою, но в этот момент в лицо Брайля ударило тяжёлой пулей из ВСС, и главарь наёмников рухнул на пол. Вот тебе и голливудский противник Брайля. Сталкер в схожем экзоскелете с винторезом в руках шёл в сторону укрытия Барабаса. Умирать не хотелось. Наемник внезапно ощутил всю неправильность ситуации. Лёгкая работёнка? Ну уж нет, Брайль, соврал тебе твой заказчик. Дверь распахнулась. Слишком много понтов. Легендарный наёмник, прозванный сильно и броско Брайлем, оказался слишком самонадеянным. Вышел без оружия навстречу противнику, опустив автомат на расслабоне, как говорит дворовая шпана. Чего он ожидал? Думал, что сталкер бросит стволы и схлестнётся с ним в равном бою? Как бы не так. Надо было думать о честном противостоянии, когда просили Палыча поменять патроны на холостые. Нет, господа наёмники, лимит благородства исчерпан. Спам пустил две короткие очереди, отсекая с плеча бал. Мгновение и затянутые в перчатке руки коснулись приклада оружия. Оружие, из которого спам стрелял лучше всего. Рамочный приклад уперся в плечо и сталкер нажал на спуск. С шипением вылетела из ствола пуля. Звякнула об пол одна единственная гильза и в следующее мгновение командир наёмников опрокинулся на бетонный пол. В момент выстрела спам словно перенёсся в то время, когда стоял у чёрных берёз над местом памяти и плакал о погибшем наставнике артисте. Учитель сгинул в зоне потому, что спившийся наёмник Ксения Барабас решил наказать спама за сломанный нос. Если разобраться, наёмник Ксения и сталкер Саша Воронов виноваты поровну, и эта чужая половина вины жгла, не давала покоя. Свою вину спам был готов носить в себе. Она отбирала силы и придавала сил, доводила до озноба и согревала. Но чужая вина требовала отдачи. Отдачей был удар прикладу в плечо. Пусть не Сеня Барабас получил пулю между глаз, но стало легче, когда в мире оказалось одним наёмником меньше. Ствол спецавтомата опустился. Закованный в броню сталкер шагнул вперёд. Шёлкнул замок на двери комнаты охраны. Со свистом распахнулась последняя преграда и спам шагнул внутрь. «Не стреляй!» наёмник в чёрном комбезе поднял обе руки. «Пожалуйста, не надо!» «И почему я должен тебя пощадить?» «Мы знакомы, сталкер!» «Мы знакомы!» Сквозь мутное забрало тяжёлого шлема спам не мог различить черты лица человека, стоящего перед ним. Судя по голосу и росту, мужик лет сорока. «Назовись!» рявкнул сталкер. «Барабас!» с едва скрываемой насмешкой сообщил наёмник. И спам задохнулся от ярости. Он много раз повторял вслед за артистом и монголом непонятную мантру. «В зоне нет совпадений. Каждое совпадение узелок на нити твоей судьбы». Спам шагнул вперёд, ухватил противника за горло, чтобы тот и не думал рыпнуться, снял шлем и лишь теперь узнал в наёмнике своего давнего карточного противника. Посвежевший, помолодевший даже, крепкий мужик лет сорока, гладко выбритый, с острым цепким взглядом. Мало в нём осталось от прежнего забулдыги. «Я думал, ты сдох под забором или те двое тебя ухлопали». Сеня пожал плечами. «Те двое сгинули в здешних краях, пошли искать скорбящий камень и погибли. Сам видел их в прошлом месяце зомбаками. Не повезло, знаешь ли, сталкерской удачи у них не оказалось». «А у меня этой удачи хоть залейся». Спам сжал горло барабаса и тот захрипел. «Где сколько человек там?» Барабас молчал, но ответ и не требовался. На мониторы в комнате охраны транслировалось изображение с камер, натыканных по всему лабораторному комплексу. Крайний верхний монитор показывал подвальное помещение, в центре которого был установлен огромный куб из бело-голубого стекла. Рядом суетились двое наёмников, таскали какие-то шланги, переругивались и размахивали руками. «Зачем этот короб, а?» Спам встряхнул Барабаса. «Ты же умненький, догадайся!» «Они пустят газ!» едва слышно произнёс сталкер. Сеня улыбнулся. «Брайль ведь предупреждал, что сделает это! А он даже после смерти своё слово...» Сталкер тяжело приложил наёмника закованным в металл кулаком, не дав тому договорить. Бесчувственное тело кулем повалилось в ближайшие кресла, с Барабасом Спам намеревался поговорить по душам, но позже, когда будут спасены учёные. А сейчас нужно было торопиться. Он добежал до лифта за полминуты, нажал на кнопку нижнего уровня и принялся ждать. Не успеть. Не успеть. Спам вновь и вновь колотил по кнопке, но лифт опускался слишком медленно. Многотонная махина со скрипом ныряла вниз, минуя этаж за этажом. Вот вверх ушёл лабораторный комплекс с прозрачными стенками из полимерных материалов, неотмеченный на основном плане технический уровень и, наконец, показался четвёртый подземный. Может, нужно было сдаться? Мелькнула предательская мысль. Нет, тогда наёмники не пощадили бы никого. Им свидетели не нужны. Всё сделано правильно. Двери лифта отворились. Непроглядная чернота коридора на миг окутала спама, но в следующее мгновение загорелся размещенный на правом плече экзоскелета фонарь. С каждой минутой спама всё сильнее била нервная дрожь. Подумалось, что нужно было надеть шлем, оставленный в комнате охраны, ведь в нём прибор ночного видения. Нет, поздно, одёрнул себя Сталкер. Я и так могу не успеть. Вырывая из мрака полоски света, Сталкер бежал в сторону нужных ему помещений. Он уже понял по конструкции подземного комплекса, где должна находиться камера с учёными. Он видел её на одном из мониторов. «Зона не прощает ошибок», — зарокотал в динамиках множесть и рассыпаясь на эхо голос барабаса. «Зря ты меня не убил, рыгота! Ох, зря! Я так не ошибусь!» Шелчок, фоновый шум, снова щелчок и тишина. Спам продолжал бежать. Удар! Распахнулась одна из дверей, в зияющий провал ушли две пули, но в ответ не раздалось ни единого выстрела. Спам вбежал в комнату, ринулся вправо, где за огромными створками располагалась герметичная камера, избранная в качестве места заточения учёных. Одна из створок была приоткрыта. Сквозь неё, в помещении, где находился сейчас спам, струился мерный зеленоватый свет. В этом призрачном свечении он видел распластанные на полу тело воинсталкера, сжимающего автомат, хаотично разбросанные стулья и книги. Ступая по бетонному полу, Спам подошёл к створкам, прислушался, надеясь различить хотя бы один звук. Было тихо, мертвецки тихо. Выскочив из-за укрытия, сталкер вбежал в помещение, и руки его безвольно опустились. Справа от него располагался огромный стеклянный куб со сторонами в пять метров. Верхняя грань конструкции упиралась в потолок, а боковые усиливались металлическими уголками. «Поздно!» едва слышно проговорил Спам. По другую сторону застеклённых граней куба за плотным слоем конденсата виднелись лежащие в повалку тела. На запотевшем стекле ещё были видны кровавые разводы. Люди били в стекло кулаками, пытаясь освободиться, но у них не получилось. «Поздно!» Спам поглядел влево, где располагался шлюз, ведущий в катакомбы под озером. Огромная створка была распахнута, и Сталкер мог видеть уходящий на несколько сотен метров вперёд тоннель. Последние наёмники всё-таки выполнили приказ Брайля и ушли, убив всех заложников. Спам упал на колени, прижался лбом к холодному полу и заплакал. Впервые за несколько лет. Но почему зона не позволила ему спасти этих людей? Почему сгинула в расплату за чужие прегрешения артист? Почему доходяга-сень жив и здоров, а тот воинсталкер с автоматом остывает изодранной пулями? Артист любил говорить, что добро всегда побеждает, что нужно вытряхивать из души мерзость и грязь. Но по чистой душе так легко протопать в измазанных кровью сапожищах. Крабас, сука! Кривошеев, сука! Зона, сука! В коридоре позади сталкера раздались шаги. Говорил что-то профессор Шаров, ему вторил Калинин. Шаров! Значит, все-таки жив! А не он ли написал тупую книгу про зону, мелькнула мысль? Надо бы спросить. Черт, какая несвоевременная и глупая, ужасно глупая была мысль! Вот он! Радостно выкрикнул капитан, вбегая в помещение. А мы вас уже похорони... Он осекся, проследив за взглядом сталкера. Все мертвы, глухо проговорил спам. Я не успел. Пошло не очень много времени, то можно провести реанимационные мероприятия. Шаров быстро защелкал по клавишам компьютера, и вскоре герметичное стекло чуть сдвинулось. У них отравление газом, теперь в дело вступил Калинин. Нужен артефакт серпа, чтобы возобновить сердечную деятельность. Я читал, так можно, они мертвы! Спам вновь ударил кулаком об пол. Вместо того, чтобы горевать, помог бы. Шаров вытащил из камеры одного из ученых, пытаясь нащупать пульс. А что за газ-то? Не знаю. Калинин поглядел на монитор компьютера, пытаясь отыскать спасительную подсказку, и добавил таким же тоном, каким до этого говорил спам. Я думаю, реанимационные мероприятия уже не нужны. Почему? Шаров выглядел недоумевающим. Они принесли баллоны с газом с собой. Не знаю, что это за гадость, но... В общем, все. Вот оно что. Шаров сел на пол рядом со спамом. Вы правы. Мы опоздали. А наемники ушли, добавил сталкер, немного помолчав, и указал на шлюз. Надо их догнать. Не стоит, профессор поморщился. Скоро закончится выброс, и от центра попрет всякая нечисть. Наемникам не уйти живыми. Давай-ка закроем шлюз, а то мало ли и принялся помогать Шарову, который уже сдвигал тяжеленную дверь. Со скрипом массивная створка встала на место и щелкнул замок. Одновременно с этим из глубины тоннеля донесся истошный вопль. Только теперь Калинин подивился, как изменился спам за последние несколько часов. А ведь ему тридцать с копейками. Тридцать! Но теперь сталкер словно бы постарел еще лет на тридцать. Особенно глаза. Они и без того серые потускнели, выгорели. А над озером все еще гудели потоки ветра, метались листья и грохотал выброс, заглушая все прочие звуки. Реквием по всем, кто не дождался его окончания. Что с Кривошеевым? Отрешенно спросил спам, но ответил ему ни Калинин, ни Дугин, ни Шаров. Ушел! прозвучал над духом голос синего он был теперь не в подземной лаборатории, а в каком-то грязном с заблесневелыми стенами подвале. Как много было вопросов, верно? усмехнулся Сеня, вдруг возникнув перед сталкером. Ты не настоящий, ты иллюзия. Может, да, а может и нет. Ты ведь хочешь у меня что-то спросить, да? Спам отрицательно замотал головой. Она была тяжелая, наполненная ворохом мысли, извиняющей тысячу колоколов мигренью. Сдайся, сталкер! Голос сыне дрогнул меняясь, и я отвечу на все твои вопросы. Теперь это был голос артиста, тихий и спокойный голос человека, заменившего Саши Воронову отца. Ты не должен сопротивляться, говорил артист, но спам зажмурился. Он не хотел видеть выстроенную мутантом иллюзию. Я не верю тебе, написанникам образ. Быть может, я не твой учитель, но его образ я выдернул из твоей памяти. Это сложно объяснить, но память человека для таких, как я, открытая книга. Я листаю воспоминания, где... Голос поменялся вновь. Мы вместе, любимый Сашенька. Помнишь, чей это голос? Помнишь Машу? А может... Снова смена голоса. Ты помнишь отца? Помнишь, как мы ездили в Сургут на соревнования? Ты еще сломал ногу, а я нес тебя в медпункт. Ты плакал, плакал. Прекрати! Сколько боли и обиды, сколько невыплеснутой ярости. У тебя в душе столько всего, сынок. Но я помогу тебе очиститься. Впусти меня в свой разум, позволь узнать то, что ты скрываешь от всех, а я отвечу на вопросы. Спам рухнул на грязный бетонный пол, звопил, срывая голос. Я не хочу! Пожалуйста, перестань! Не надо! Я не хочу! Я перестану, только когда ты откроешься. А ты откроешься обязательно, рано или поздно. Ты ведь хочешь услышать ответы на свои вопросы? Нет, не хочу! Не будь капризным ребенком! Голос сменился, словно лопнула струна, и ловкие пальцы музыканта перескочили на соседнюю. Ты узнаешь меня? Я это ты. Удивлен? Все потому, что, придя в зону, ты убил в себе того Сашу Воронова, хилого и трусливого мальчика. Тот мальчик хотел услышать ответы на вопросы. Так слушай, я твой черный человек. Я не он. Я изменился, захрипел спам, но мутант исчез без следа профессор Дугин, пропал Кривошеев, а вместе с ним Сеня Барабас. Ты ведь знаешь, что произошло после того, как ты оставил наемников живых? Знаешь, бедолагу Дугина, которого оставили сторожить Кривошеева, схватил Сеня. Они вместе с Кривошеевым и плененным Дугиным ушли по одному из подземных тоннелей. Почему про тоннель никто не знал, кроме наемников? Как думаешь? Мне кажется, мутант хохотнул точно так же, как это делал спам в прошлой жизни до зоны, что Дугину просто навешали лапши на уши, мол, шлюз намертво запечатан. Но ты и об этом знаешь, ведь месяц спустя ты забрался в опечатанный лабораторный комплекс, спустился в подземелье и отпер шлюз. Что ты желал там увидеть? Зачем шел? Отомстить? Потешить свое любопытство? Мутант вдруг перешел на хриплый бас Монгола. Ты шел туда, потому что был уверен, катакомбы ведут к скорбящему камню. Ведь так? Можешь не отвечать. Я чувствую, что эти воспоминания заблокированы, и пока ты сам не откроешь мне сознание, я не смогу их прочесть. Но я близко. Чувствуешь холодок в голове? Я выпотрошу тебя, спам. Я узнаю все, что знаешь ты. Часть третья. Время вернуться. Глава двенадцатая. Спам нырнул в очередное воспоминание. Правда, увидел все происходящее глазами Монгола. Это давало надежду. Быть может, мутант устанет, запутается, и тогда... Костер прогорал, щедро отдавая тепло холодному ветру, радиоактивной земле и людям, греющимся его живым дыханием. Я не сталкер. Монгол принялся ловко откупоривать банку с тушенкой, продолжая говорить. Найду сына и тут же вернусь домой. Зона и есть дом. Ты пока этого не понял, но однажды придя сюда, уже невозможно вернуться в мир живых. Да-да, я слышал все эти сопливые бредни, вроде кусочек зоны останется внутри, тебя потянет обратно, усмехнулся монгол и подцепил на кончик ножа немного содержимого банки. Что там еще? Про сталкерскую судьбу и нелегкую долю героя? Собеседник лишь пожал плечами. Поверишь позже. Ты врастаешь в зону с каждой минутой пребывания здесь, и скоро не останется азата Хусаинова, будет лишь сталкер монгол, часть зоны. Скоро не останется тушенки, усмехнулся Хусаинов, отправляя в рот очередную порцию мяса. Хищно поблескивало в свете костра широкой лезвии ножа, которым он, словно лопатой, подцеплял куски говядины. Поняв, что собеседник не собирается продолжать свое философствование, монгол вновь заговорил. Да что вы все такие бесхребетные-то, готовы гнить на этом радиоактивном болоте, веря во всякую нелепую хрень. Это наш дом. Это огромное недоразумение с кучей полоумных, которые едут со всего света. Артефакты им подавай, мутантов. Один такой придурок промыл мозги моему сыну, убедил, что быть сталкером предел мечтаний для мужика. Может, он и прав. Мужики все там, монгол указал на восток, где над макушками ели разовел, как свежая ссадина, рассвет грядущего дня. Мужики работают, воспитывают детей, обнимают любимых женщин, а тут сборище неудачников. Выходит, и я неудачник. Ты бы так не обобщал, среди людей живешь. А я прямой, как лом. Что думаю, то я говорю. Если вижу сопливый бред, то сопливым бредом и называю. У вас в Казани все такие прямые. Монгол с тоской посмотрел на опустевшую банку, немного помолчал, потом процедил зло, каждое слово с подсвистом пуская сквозь зубы. Кроме тех, кто детей в зону заманивает. Совсем рядом за сплошным кустарником захрустели сучья, и Хусаинов вскинул автомат, но тут же опустил. На поляну к костру вышел шприц. Пришел, чтобы доложить, что все готово к встрече гостей. Монгол, ты с кем тут разговаривал? Недоверчиво поинтересовался здоровяк. Да так, сам с собой. Сталкер огляделся. Ты был прав насчет Рамиля. Он вошел в тоннель. С ним трое наемников. Спам и медведь на месте? Да, ждут. И спам вспомнил этот рейд. Неделю спустя после событий в научном лагере они с Монголом вычислили, кто мог охотиться за часами со слезой камня. Как выяснили, другой вопрос и явно отдельная история. Но все же в один не слишком прекрасный для него момент Монгол сообщил. Это Рамиль. Позже Хусаинов рассказывал сталкерам, что он следил за наемниками Барабаса, те вывели его на самого Сеню, а тот на Рамиля, то есть адепта. И вот привычным составом они придумали план, как возьмут Рамиля и наемников. План простой и действенный. В подземных катакомбах на Проклятой Топе у служителей хозяев был устроен своего рода лагерь. Места мало кому известны, скрытые за стеной аномалий. Годом ранее Монгол и Спам умудрились повоевать там против хозяев и даже схлестнулись с их хваленными воинами, зомбированными сталкерами с артефактными сборками на поясах. Теперь проклятая Топе пуста и безжизненно, а после очередного выброса ведущую к ней тропу затянуло аномалиями. Единственный путь оставался через подземелье научного лагеря, опечатанного и законсервированного. С помощью профессора Шарова удалось проникнуть на объект. Именно от него сталкеры узнали, что на следующий день после налета наемников на лагерь пропал профессор Дугин. Подозревали, что Барабас вернулся Волшаров. Он здравомыслящий человек. Разве он пошел бы с ними? Светлая голова. Это все равно, что Калашникова и Оппенгеймера им подарить. Скорее всего, он шел не сам. Его вела чья-то воля, предположил монгол. Но он успел перед своим исчезновением передать мне дневник и попросил в случае беды отдать все записки болотнику. Мы передадим, заверил спам и спросил о том, что давно не давало есть. Шаров отрицательно замотал головой. Просто тезка. А дневник оказался занятным. Дугин вспоминал в нем о возникновении зоны и о том, что все случайности, происходящие с нами, вовсе не случайны. Из дневника профессора Дугина, директора НИИ аномалистики. Вопрос у всех один. Что такое зона? Люди обращаются с ним к ученым. «Ребята, что такое зона и как она возникла?» В ответ тишина, постыдная, глухая. Тогда люди обращаются к религии. «Святой отец, что такое зона?» Но и религия молчит. А люди остаются на перепутье между рационализмом и слепой верой, не найдя ответа ни в храме Божием, ни в храме науки. Впрочем, ученые говорят, что зона это выплеск ноосферы, пространственная аномалия, результат ядерного взрыва, падение метеорита. Священники уверяют, что зона кусочек ада, не спосланный нам, чтобы показать весь ужас грядущего. Они говорят, но слова их тишина не более. Ни толики уверенности в их речах, потому что никто не знает, что такое зона. Знаю только я. Вспомните бредовые, почти фантастические истории о том, что вода запоминает наши эмоции, что все мысли чувства людей составляют энергетическую оболочку Земли, ноосферу. Вспомнили? А теперь поверьте мне, все это правда. Наши эмоциональные всплески, будь то радость или злость, это особый вид энергии. С экранов телевизоров по оптоволоконным и беспроводным маршрутам идет к нам информация. Мир напичкан ею. Любая информация вызывает наш эмоциональный отклик. Падение цен на нефть, страх, злость, победа любимой спортивной команды, радость, и все пространство вокруг нас словно колба, заполненная эмоциональной энергией. От эмоции к эмоции выстраиваются связи, тянутся невидимые нервные волокна. Когда происходит чудо, мы говорим, что Бог спас, что Вселенная помогла. На деле же ноосфера откликнулась на наши мольбы. Если мои записи кто-то прочтет, в чем я сомневаюсь, не спешите сжигать их. Я не безумец. Быть может, я единственный в мире, кто знает, что сейчас творится с планетой. Помните, вам еще в школе говорили, что все живое родилось из неживого, из первичного бульона. Так появилась жизнь на планете. Зона возникла так же. В огромном океане эмоций, бушующем, меняющем под себя пространство и время, не осталось места. Слишком много информации сошлось в одной точке, слишком много эмоций, просьб, слишком много людской боли и ярости. И однажды мертвая ноосфера взорвалась, породив зону. Так из неживого появилась она. Случайность, вероятность которой менее ничтожна, чем вероятность появления человека. Я не религиозен, но порой ловлю себя на мысли, а ведь божий промысел объяснил бы все. Мне кажется, зона была всегда. В детстве читал роман братьев-фантастов, где по мистической зоне, огибая аномалии, бродили храбрые сталкеры. Когда рвануло на нашей АЭС и с экранов телевизоров понеслось зона отчуждения, мне сделалось не по себе. Когда в 95-м далекое эхо кликало беду фразой «зона антитеррористической операции», я начал понимать, что события складываются в строгую цепочку. Тогда я считал ноосферу выдумкой, но натяжение межчеловеческих связей чувствовал кожей. Восточная Европа трещала от напряжения, готовая взорваться. Там над Европой набирал силу чудовищный энергетический вихрь. Монстр, готовящийся сожрать ее. А мы с каждым годом подкармливали монстра. Мы говорили «зона», мы звали ее. Так появилась компьютерная стрелялка, в которую ночи напролет играл мой сын и некоторые коллеги из НИИ. Все думали, вот ведь находка группы программистов. Но я понимал, что это первый звонок, первый сигнал к началу конца. Потом появились книги. Сотни. Их читали в поездах метро и в тенистых скверах, в пыльных библиотеках и с экранов смартфонов. Сталкеры звучало всюду. Мутанты, аномалии, зона. Черт побери. Да, зоны знали все. Знали еще до ее возникновения. Сотни тысяч детей грезили появлением зоны, чтобы сталкерами уйти на ее пустынные земли. Миллионы жителей почившего советского колосса с содроганием вспоминали апрельскую ночь 86-го. Миллиарды человек ежеминутно разносили из уст в уста в зоне АТО. Иноосфера не выдержала, лопнула, взорвалась. Она породила то, чего боялись и о чем мечтали. Мне возразят, что были катастрофы страшнее, что энергетическая оболочка могла лопнуть в годы Второй мировой, когда пылал Сталинград. Могла, но сдюжила. Все случилось в апреле. Ночью, в час, когда мы с внуком сидели на крыше многоэтажки и смотрели на мириады звезд. Весеннее небо, в жизни не видел ничего прекраснее. Помню, Темка тогда говорил мне, деда, звезды нужно смотреть в августе. А я возражал. Мы видели все. Сначала мир оглох. Там, где мгновением ранее холодно мерцали красные гиганты и белые карлики, вдруг потемнело. Полыхнуло многоцветие северного сияния. Темка задрал голову, с восторгом смотрел наверх, что-то спрашивал у меня. Мне никогда не было так страшно, как в тот момент. Я почувствовал, что сейчас случится непоправимое. Сияние разлилось по небу. Оно было куда ярче, чем под нами. Куда там ночному мегаполису? Небо разбросало звездную пыль. Казалось, вот сейчас цветные бусинки начнут срываться и падать к нам под ноги, но сияние вдруг поблекло, и в той стране, где дремал еще неизвестный никому городок Неман, начало закручиваться в воронку. Казалось, что кто-то собрал веником светящиеся тенета с потолка и тянет вниз. А потом вернулись звуки. «Деда, давай я сгоняю за зеркалкой». Я прижал внука к себе, чтобы он не смотрел в направлении чудовищного катаклизма. Чего в ту секунду ожидал? Конца. Я был уверен, что в следующий миг мир рухнет. Но свечение погасло, целиком стянутый с неба на землю, и все прекратилось. Телефон был в кармане куртки. По-прежнему крепко прижимая Темку к себе, достал смартфон, ткнул пальцем в экран. Нужно было срочно звонить напарнику по работе в НИИ, брать машину и ехать на место катастрофы. Тогда я уже догадывался, что произошло, но и подумать не мог о последствиях. На касание телефон не ответил. Нажал на кнопку питания безрезультатно. Лишь на следующее утро я узнал, что в радиусе 700 километров вышла из строя мобильная техника, сгорели ретрансляторы на вышках сотовой связи. Летом того же года я был в Москве, разговаривал с одним специалистом по электронике, и он по секрету сказал мне, что в момент катастрофы телефонная сеть была перегружена, как и каналы доступа к интернету. Мы потом проверили. Оказалось, что кто-то тянул в этот момент с серверов личную информацию пользователей социальных сетей. Американские хакеры, наверное. Я не стал разубеждать парня. В мою версию он бы все равно не поверил. Представьте на секунду, что в результате энергетического выплеска безумное количество информации с телефонов и компьютеров пользователей попало в общее поле ноосферы, туда же, к эмоциональной энергии. Но ведь ноосфера неразумна, и читать чужие смс не будет, сказал я как-то коллегам и тут же спохватился. Стоп! Ведь данные пользователей это топливо, корм для зоны. Она кормилась информацией, неважно какой. И холодок пробежал по спине. А если нет? Если зона нашла способ понимать информацию? В таком случае она знает о нас все? Знаете, есть такая легенда, что люди, которым суждено встретиться вновь, связаны красной нитью, которая порой спутывается, растягивается, но не рвется. И эти двое встретятся непременно. Я предположил, только лишь предположил, что при определенных процессах, протекающих в ноосфере, которые я назвал штормами, люди со схожими судьбами собирались в определенных местах, рядом, что помогало ноосфере отдыхать, давало ей разрядку. Мой ученик и коллега, талантливый ученый Владислав Кривошеев, настанет день и мир узнает о нем, предположил, что ноосфера должна концентрировать энергию непосредственно на земле и наверняка существует энергетический узел в том месте, где случился выплеск. Физический накопитель эмоциональной энергии. Дневник сталкеры передали болотнику, а Шарова попросили проводить их на территорию лагеря и помочь разблокировать спускающиеся в подвал лифты. У меня, конечно, есть ключ-карта для доступа, сообщил тогда профессор. Но там ведь еще автоматические турели на входе. Что, если они начнут стрелять по нам? Турели отключили весьма простым и оригинальным способом. Погнали на них стадо кабанов, подорвав у Лешки свинорылых светошумовую гранату, а сами забрались за бетонные блоки и заклинили узлы управления механизмом. И две турели стоимостью пять миллионов баксов каждая не могли больше двигать плюющимися свинцом башками. Потом Шаров вскрыл комплекс своей карточкой полного доступа, попутно объясняя, что в Надеждинске на экране компьютера диспетчера высветится, кто и когда заходил в комплекс, а камеры наблюдения все запишут. Вояки не сунутся сюда до утра, а нам нужно попасть на ту сторону. Это куда? В проклятую топь. Шаров непонимающе заморгал. Тот шлюз из подвала ведет к проклятой топе, в схрон к наемникам, которые напали на научный лагерь. Шаров задохнулся от восторга и процитировал стихи Полякова, пожалуй, самого популярного в здешних местах министре Лизоны. «На проклятой топе горючее время и то замедляет свой ход». Поляк никогда не был на топе, ухмыльнулся монгол. В шестером они прошли по полутемному комплексу, моргали в разных концах пустых коридоров люминесцентные лампы, хрустело под ногами бетонное крошево и стекло, громко гудел воздухоочиститель, запущенный Шаровым. Шутка ли, неделю это помещение было без свежего воздуха. А как наемники попадают на топе, если воздухоочиститель заработал только после того, как профессор приложил карточку, не понял спам? Не знаю, может на вертолете прилетают. Монгол явно нервничал. Незваные гости спустились на лифте на нижний уровень, вошли в помещение со шлюзом. «Когда вас направили работать в лагерь?» обращаясь к Шарову, спросил спам, что сказали по поводу шлюза? Куда он ведет? Для чего служит? Ничего не сказали. Сообщили, что он заварен намертво, и нам лучше не знать, что находится по ту сторону. Не удивлюсь, если вояки вырыли тоннель специально, чтобы на топь был прямой доступ из лаборатории. А что, удобно? Прошел метров двести под землей, и ты уже уросыпи артефактов. Согласен с тобой. Монгол остановился перед огромным метра четыре в высоту шлюзом. Танк проедет спокойно, сообщил он. А как нам открыть его теперь? Пока спрут, шприц и медведь без дела слонялись по этажу, спам и Шаров принялись искать пульт управления шлюзом. Не, все было бы слишком просто, рассуждал Монгол. На объекте постоянные проверки, ученые тоже не дураки. Увидели бы пульт управления, нажали бы пару кнопок, шлюз бы и открылся. Он тоже подошел к толстой стальной стене, постучал по металлу костяшками пальцев. Но как-то ведь барабас прошел? Барабас на то и барабашка, горько усмехнулся спам, что может куда угодно забраться. Так, стоп. Что такое? Все уставились на сталкера. Тот вдруг шагнул к шлюзу, принялся ощупывать стены справа и слева от него. Не умнее ведь он нас, этот Сеня барабас. Да ты в рифму начал говорить. Общение с поэтом Поляковым пошло на пользу. Внезапно створки дрогнули и поползли в стороны, открывая широкий тоннель. Будто великан разъянул рот, и его будущему ужину предстала бетонная глотка. Вот так. Встроенные кнопки, которые не увидишь, если не будешь специально искать, торжествующе сообщил Спан. Опять совпадение. Ты к таким чудесам уже привык? Я вот привыкаю, хлопнул его по плечу Хусаинов. Идемте, ребята. Щелкнули, включаясь, шесть фонарей и осветили длинный тоннель. Нет, вы остаетесь, обратился монгол к Шарову. Я не останусь один в этом темном подземелье. Да, тоже верно. Спрут, оставайся с профессором. Утром выбирайтесь на пятихатке, мы вернемся сами. Ну, я хотел просто сделай, мы справимся. И справились. Ох, как справились. Если дорогу осилит идущий, то победу без сомнения одержит целеустремленный. С того момента, как четверо с фонарями вышли из тоннеля на обратной стороне в проклятой топе, и до встречи с врагом прошло немногим более трех часов, но за эти три часа сталкеры успели расставить ловушки и принялись ждать жертв. Ты был прав насчет Рамиля, наконец сообщил шприц Монголу. Он вошел в тоннель, с ним трое наемников. Спам и медведь на месте? Да, ждут. Отлично. И завертелось. Поначалу сталкеры наблюдали за пришельцами, рассредоточившись по заранее намеченным точкам. Монгол с винтовкой устроился за остовом перевернутой машины. Шприц и медведь возле входа в одноэтажное строение, служившее для наемников с хроном и заменявшее жилище. Внутри сталкеры уже все осмотрели к приходу гостей, наемников ждала радиоуправляемая бомба. Договорились, что если внутрь войдет кто-то, кроме Рамиля, заряд подорвут. Хусайнов младший и Барабас были нужны живыми. Впрочем, Барабас не обязательно. Спам, мечтавший расквитаться с наемником, готов был отдать его на растерзание пламени. Для спама было отдельное задание. Если бы наемники ринулись бежать через пустырь к заброшенным многоэтажкам, он бы вышел им на перерез. Четыре на четыре, поэтому и перестраховки были необходимы. Надеюсь, они с Шаровым и Спрутом не столкнулись, шепнул в гарнитуру переговорника Монгол. Спрут доложился, что они с профессором прошли мимо наймитов. Все нормально, отрапортовал Шприц. Наконец, все случилось. Один из наемников шагнул в укрытие, двое других приблизились достаточно, чтобы их зацепило, и Монгол скомандовал «Давай!» Громыхнуло так, что земля содрогнулась. Хлипкий домик схлопнулся, правая от входа стена разлетелась кирпичной крошкой, в облаке дыма и пламени пропали все трое. Находившийся дальше прочих от места взрыва Рамиль побежал было к тоннелю, но Монгол выстрелил, отсекая сына от укрытий. Рамиль рванулся к пустырю и спам несколько раз выстрелил ему под ноги. «Не трогать! Я его возьму!» закричал Монгол и, выскочив из укрытия, бросился за сыном. На середине пустыря среди гулящих аномалий они схлестнулись отец и сын. Монгол безо всякой и ударил в ответ. «Не стрелять!» шипел сталкер. «Я его возьму!» После очередного удара Монгола Рамиль отлетел в сторону и в метре от него вспорола воздух полупрозрачная серая стена, постепенно сливающаяся с окружающей местностью. Всюду были аномалии и тот факт, что ни отец, ни сын еще не попали ни в одну из них, нельзя было объяснить простой случайностью. Зона желала увидеть их бой. Как еще можно было объяснить происходящее? Спам выбежал к пустырю, присел на одно колено, вскинул автомат и через перекрестье прицела взглянул в сторону сцепившихся Хусаиновых. Сталкер с ужасом наблюдал, как опытный боец-монгол сдается под напором молодого, нечеловечески сильного адепта. Теперь все стало ясно. Так мощно и быстро мог бить только мутант. Мимикрим, например, но не человек. Рамиль больше не был тем пареньком, на чьи поиски отец потратил годы своей жизни. Мальчик превратился в чудовище. Времени на раздумья уже не оставалось. Спам понимал, что должен был выстрелить, иначе адепт убил бы монгола. И Сталкер нажал на спусковой крючок. Пуля ударила адепта в спину, и он рухнул на землю, конвульсивно дергаясь. Загудели и зашипели аномалии. Спам сместил ствол, готовясь закончить начатое, но в этот момент грянул выстрел. Потом второй. Он не сразу понял, что стреляли в него, а когда осознал это, то уже лежал на земле, жадно хватая ртом холодный воздух. Теперь он отчетливо видел, как монгол опустил пистолет и бросился к сыну. Его друг, старший товарищ, наставник. Как он мог выстрелить в того, кто не раз выручал его из передряг? Но ведь выстрелил, спасая не сына даже, а уродливого монстра, напялившего на себя обличье Рамиля. «Он зло!» выкрикнул Спам, что было сил. «Бей его!» «Он же мой сын!» зашептал в переговорник Азад. А медведь и шприц и вовсе пропали из виду. «Неужели Барабас?» Сталкер перевернулся на бок, глядя, как из-за укрытия медведя выходит с его автоматом на изготовку Барабас. «Убил! Вырубил!» «Сталкерская удача на моей стороне! Спам!» рявкнул Барабас. «Монгол уже под властью адепта! Все! Финитом ля коме...» Пуля ударила ему в лоб, не дав договорить, и наемник медленно начал заваливаться на бок. Стрелял монгол. Минуту назад в нем что-то треснуло, надломилось. Готовый убить своего ребенка, теперь он стоял перед самым сложным выбором в жизни. Вся ярость и расчетливость, с которыми Хусейнов шел к цели, ушли. Осталось лишь чувство неопределенности. «Прости, спам! Я не могу убить его! Барабаса, пожалуйста! Даже тебя я смог ранить, извини! А его?» «Ты говорил, что твой сын умер, когда шагнул через рубеж», попытался сталкер образумить монгола. «Я тоже умер», он мотнул головой в сторону проклятой топи. «Там, в том рейде». Ушел Азад Хусейнов, а вернулся чертов сталкер. «Послушай меня, монгол», спам протянул к сталкеру окрывавленную ладонь. «Он псионик. Сними с него пояс, у него там сборка. Артефакты. Сними!» «Это мой выбор», словно не слыша друга, зашептал Хусейнов. «Я знаю, что никто этот выбор за меня не сделает. Но он мой сын». «Он не твой сын!» Голос спама сорвался на виск. «Он чудовище! Прими правильное решение!» Все происходящее начинало отдавать жуткой театральщины. В нормальном состоянии монгол мог бы пристрелить мерзавца или хотя бы снять с него пояс и связать. Вязать пленников он умел. Но монгол просто стоял над телом раненого, а вокруг шипели аномалии, чудом не задевая двух людей. «А какое решение правильное? Мой сын ранен, ему нужна помощь. Какое решение правильное? Я должен убить его? Но почему? По прихоти зоны?» «Началось!» «Прихоти зоны, убить...» «Просто свяжи его и помоги мне. Ты меня подстрелил. Не указывай мне спам. Ты просто хочешь переложить ответственность на меня. Монгол, одумайся. Ты говоришь, как обдолбанный. Он на тебя воздействует пси-излучением. Не знаю только, как у него это получается. Наверное, на поясе в подсумках слезы камня или что-то вроде них. Замолчи!» Сталкер опустился на колени, держа в левой руке пистолет, а правой придерживая голову раненого сына. «И почему ты такой упрямый, сынок? Мы же хотели поехать домой, к нашей маме. Она бы приготовила пирожки. Твои любимые». Спам попытался дотянуться до автомата. Ухватил ремень, потянул на себя. Боль пульсировала где-то в левом боку, куда вошла пуля. Мало приятного, но в ситуации, когда вдруг слетает с катушек, это меньшее из проблем. Монгол переводил взгляд со спама на Рамиля и обратно. Ему предстояло сделать выбор, самый мучительный и страшный выбор в жизни. Разум и сердце, все его естество отказывалось верить спаму, но было еще что-то, твердившее, что сталкер не спятил, что он прав, и теперь лишь от Азата зависит, кончится все сейчас или продлится долгие месяцы и годы. Мог ли его сын, его Рамиль служить хозяевам? Нет. Только если его душа задавлена чем-то страшным, взявшим управление телом на себя. Монгол глубоко вздохнул, поднес дуло пистолета к подбородку Ромки и положил палец на спусковой крючок. Сердце бешено колотилось, пульсировала кровь, стуча в виски. Один миг, один выбор, просто нажать на спуск. Разве это правильно убить собственного ребенка? Азад шелкнул механизмом предохранителя, еще сильнее прижал пистолет к подбородку сына, зажмурился, готовясь к страшному финалу, но в этот момент Рамиль пришел в себя. Руки сына цепко обхватили пистолет, уводя дуло в сторону спама. «Папа, это же я, опомнись, отец!» Обезумевший монгол лишь вскрикнул. Он только что чуть было не прикончил собственного сына по прихоти чокнутого сталкера. «Отец, верь мне!» Голос раненого стал тише, так что спам не мог его слышать. А вот монгол слышал прекрасно. «Не слушай его, отец! Его послали военные, чтобы остановить нас. Он же дружит с ними! И ученые! Они хотят изучать меня! Но я просто понял зону!» «Это правда?» Монгол отпустил голову адепта и встал в полный рост целясь в спама. «Что правда?» «Провоенных! Ты специально все это задумал? Убить моего сына на проклятой топе?» «Это все придумал ты. Твоя была идея!» «Монгол, послушай себя! Тебе промывают мозги!» «Лжешь!» На удивление проворно подскочил на ноги раненый адепт. Спаму даже показалось, что ранения были залечены за считанные секунды, и сейчас Рамиль разыгрывает для них с Монголом талантливый спектакль. Хусаинов старший криво усмехнулся, и спам понял, что с каждой секундой адепт все сильнее сминает волю отца. У него на поясе и в подсумках явно были пси-артефакты. Адепт еще не мог контролировать действия Азата, но внушать ему мысли уже был способен. И сейчас лишь от него зависело, что взбойдет в голову сходящему с ума Монголу. По глазам вижу, тварь! Сталкер сместил пистолет чуть ниже и нажал на спусковой крючок, но пуля наткнулась на аномалию и сгорела в ней без следа. Он контролирует тебя, Монгол! Вернись в реальность! Вспомни жену! Черт, как же зовут его жену? Лена... Нет же, Лия, не слушай его отец! Адепт, чтобы усилить пси-воздействие на сталкера, взял того за плечо и развернул к себе. Не слушай! Просто помолчи! Говори со мной! Взвал спам. Не молчи! Он попытался дотянуться до автомата, но кровь уже хлистала из раны, несколько минут назад казавшейся не опасной. Сейчас вопрос был лишь в том, кому поверит Монгол? Раненому спаму или сыну, который вдобавок еще и давит на него пси-воздействием? Расклад был не в пользу сталкера. Вот если бы спам не начал стрелять в адепта, все могло пойти иначе. Видно, именно здесь и надломилось доверие Монгола. Оставался последний шанс. Спам стянул с руки часы, в которой был запаян артефакт слезы камня, ударил корпусом отцевью автомата, поддел пальцами и артефакт в свинцовой капсуле выпал на ладонь. Адепт, ты это искал? Сталкер поднял вверх руку с артефактом. Существо, назвать которое человеком, не повернулся бы язык, с видом голума, нашептывающего «Моя прелесть!» шагнуло к лежащему на земле спаму. В первых рассветных лучах его лицо казалось восковой маской. Шагнуло, не обращая на Монгола никакого внимания. И тут же влетело в аномалию. Вихрь воронки закружил его, бросил безвольное тело вглубь пустыря, на трамплин. Монгол с ужасом смотрел, как его сына мнет и кружит в аномальном вихре. Смотрел и постепенно приходил в себя. Он вдруг понял, что последние десять минут практически не помнил и свои действия объяснить не смог бы, как не проси. Его сын мутант? По рождении зоны? Словно наигравшийся дохлой мышью кот, аномальное поле выкинуло изломанное тело Рамиля к ногам спама. Ошалевший от ужаса Монгол бежал меж аномалией к ним обоим. Спаму, у которого из разорванного пулей бока хлистала кровь, он кинул отстегнутый от разгрузки контейнер с артефактом серп. Потом упал на колени перед сыном. Хусейнов был уверен, что Рамиль мертв, после того, что произошло с ним, не выживают. Но сталкер Моро адепт Рамиль Хусаинов оказался жив. Сынок, ты как? Сынок! Папа! Веки Рамиля чуть дрогнули, приоткрылись. Папа, где я? Монгол едва не задохнулся от радости, обнял сына, поцеловал в лоб. Что ты помнишь? спросил он. Как мы шли к скорбящему камню с группой сталкеров. А потом я оказался здесь. Спам, левой рукой открывая контейнер с серпом, правой все еще придерживала ремень автомата. Он не доверял Рамилю. Что случилось? Непонимающе огляделся парень. Монгол лишь натянуто улыбнулся. Ты вернулся! Но улыбка на его лице поблекла. Он вдруг схватил Рамиля за плечи, принялся трясти, а потом закричал. Громко, пронзительно. Спам все понял. Рамиль умирал. Сделай что-нибудь! вопил Монгол. Он больше не был похож на бездумный камень. Легендарный сталкер окончательно раскис. Спам подполз к умирающему Рамилю, у которого изо рта и носа обильно шла кровь, приподнял его голову, кровь шла и из ушей. Плохо. Очень плохо. Как он вообще умудрился сказать несколько слов? Дай ему! Дай ему серп! Не поможет! Дай! Монгол в истерике отобрал у спама артефакт, вынул из ножен тяжелый тесак и занес его над артефактом. Нужно что-то посерьезнее. Ищи! Делай! Спасай его! Спам метнул взгляд на укрытие медведя и шприца, успел заметить, как, пошатываясь, выходит шприц, а за ним медведь с окровавленной головой. Живы и то хорошо. В круговерте последних минут он напрочь позабыл о двух приятелях, которых было чуть не убил удачливый мерзавец Барабас. — Шприц! Нужно спасать парня! Не размениваясь на объяснение, крикнул спам. — Серб не возьмет! Слишком серьезные повреждения! Что делать? Сталкер, прихрамывая, подошел к раненым, уставился на спама. — Я нормально! Ты давай парню лучше помоги! — Какие артефакты есть? — Никаких! — Хотя... — спам указал на пояс Рамиля со множеством контейнеров. — Ясно! Шприц принялся проверять контейнеры один за другим. Заглядывал в них и тут же закрывал. Из восьми его внимание привлекло содержимое двух последних. — Есть! Добавляем сюда серп и получится жуткая штука. Мы либо спасем пацана, либо угробим его. — Монгол, ты как, согласен? — Да делайте вы уж хоть что-нибудь! — взвыл сталкер. Спаму вспомнились рассказы о врачах, которые впадали в ступор, когда их родных требовалось спасать. О пожарных, в страхе бегающих по собственному горящему дому. Пока беда не коснулась нас, все мы герои. Но стоит злу случиться с близкими тебе людьми? Тогда артефакты помогли, но в организме Рамиля начались необратимые мутации. Он стал шатуном, непонятным мутантом, не похожим ни на одного из виденных прежде. В далеком детстве Спам любил мультики про черепашек-ниндзя и прочих чудищ, в которых людей облучали всевозможными кристаллами, травили жидкостями, подвергали воздействию газов и они превращались в мутантов. До случая с Рамилем он считал это глупостью. Но когда потом приходил в дом к Болотнику, где по просьбе Монгола жил и лечился Рамиль, то видел, как тело парня и без того переломанное аномалиями деформировалось еще больше. Рамиль мутирует, сказал в один из его визитов Болотник. Не знаю, почему вдруг это началось и когда закончится. Такое ощущение, что своей сборкой артефактов вы запустили в его организме какие-то процессы. Это противоречит законам биологии, но пока у всех растут волосы и ногти, у Рамиля меняется скелет, растет мышечная масса, как будто человек в привычном его понимании был лишь зародышем чего-то более совершенного, что ли. Вот оно. Зона — это инструмент эволюции. Так просто и ясно все стало. Спам вдруг захохотал. Эхо от его болезненного смеха заплясало по воспоминаниям своим и чужим. Мутант поддался. Чертов псионик смешал их с монголом воспоминания воедино, потому что не смог держать всех сталкеров под контролем одновременно. «Монгол!» выкрикнул Спам. «Помоги!» И тут же вылетел из иллюзорного кокона, оказавшись в грязном подвале. Мутант, почему-то принявший облик Сени Барабаса, попятился. Связанный по рукам и ногам Монгол вскочил со своего места. Получилось! Воспользовавшись тем, что мутант растерялся, Спам прыгнул к нему, сбил с ног и несколько раз ударил сомкнутыми в замок руками. Псионик неожиданно ловко парировал удар, поймал руки Спама и ответил, да так, что хрустнули выворачиваемые суставы, и сталкер закричал. «Думал сбежать!» зашипел мутант, но в это время на него навалился Монгол. «Беги, Спам!» крикнул он, и сталкер, не раздумывая, ринулся вверх по ступеням прочь из подвала. Как был, вылетел в фойе основного корпуса. Оттуда на мороз в ясный февральский день и побежал. В пристрое, под которым располагался бетонный карцер Батракам, оставались вещи и оружие сталкеров. Нужно было быстро собрать все, что может пригодиться в пути и бежать за помощью, поднимать пепел и другие организованные группы созвать леших. За прошедшие с момента их с Монголом пленения часы в распахнутые двери намело снега. Тела инка и грызуна по-прежнему лежали там, окоченевшие и нелепые. Спам выдернул из кобуры на ремне грызуна пистолет, принялся стаскивать спокойненько куртку. Каждая секунда была на счету. Поддаваясь неясному порыву, крутанул штурвал запорного механизма. Если сидящий внизу Батрак жив, то теперь уж точно выберется. Надев куртку и шапку грызуна, затвердевшей от крови сталкера, в лесу не поможет и выбежал наружу. Он не успел ничего сообразить, когда получил удар в грудь и на мгновение потерял сознание. Мир вокруг обрал привычные очертания далеко не сразу. Сперва спам ощутил свет солнца, проникающий через сомкнутые веки, и только потом нестерпимая боль напомнила про внезапный удар. Мутант? Неужто псионик ухитрился догнать его и ударить? Боль вновь пересекла тело, и спам замер в неестественной позе, не в силах шевельнуться. Только теперь его взору открылась вся картина происходящего. Он лежал возле крыльца пристроя, в снегу, а правее, горой тряпья, чернело тело грызуна. Мимикрима сталкер увидел не сразу. Сначала ему в голову пришла нелепая мысль, что внутри пристроя рванула граната, которая его отбросила в сторону, а тело лешего выкинула наружу. Но как только взгляд поймал мутанта, все встало на свои места. Пока псионик пытал его, Журавлева и Монгола в подвале, на территории лагеря уже вовсю хозяйничали мимикримы. Они, знатные падальщики, наверняка пришли на запах паленого мяса и крови. Мутант, который вырубил спама и вытащил из помещения тела грызуна, присел на корточке перед лешим и обхватил покойника мощными лапами. Он тоже заметил взгляд спама, отбросил окоченевший труп и взревел, зачерпывая мощными лапами снег. Существо оказалось не таким огромным, как прочие, и все же достаточно большим, чтобы прикончить человека. За линией рубежа в мире живых ходят байки, дескать, умелый сталкер способен убить мимикрима ножом. Как бы не так. Мутант шагнул вперед. Шагнул и замер, наслаждаясь произведенным эффектом. Зрачки мимикрима сузились, чудовище развело мощные ручищи, и его жилистое тело растворилось в пространстве. Сталкер замер, пытаясь сообразить, что намерен делать мутант. Его пальцы лихорадочно искали на поясе кобуру с пистолетом. Существо возникло вновь, разочарованное в реакции своей игрушки. Лапы мимикрима мутант ходил кругами, сохраняя расстояние для маневра. Его серые глаза пытливо ощупывали жертву, пытаясь передать в мозг целостный образ противника. С одной стороны, израненный человек не мог оказать ему сопротивление, а с другой, звериное чутье подсказывало, что вставать у него на пути опасно. Но мимикрим был слишком голоден, чтобы прислушиваться к внутреннему голосу. Конечно, ему бы хватило и окоченевших трупов, но насытиться свежей кровью представлялось слишком заманчивым. В этом стремлении он напоминал тех сталкеров, что лезли на пулеметные точки, лишь бы только поскорее оказаться в зоне. Мутант был таким же глупым, как и они. Но чего вылупился, рявкнул спам и оскалился. Мимикрим отшатнулся и замер. Такой реакции от своего завтрака он не ожидал. Люди стреляли в него, кидали гранаты, но никто еще не был настолько безумен, чтобы сразиться в открытом бою. Осознание этого породило у мутанта одновременно два противоречивых чувства беспокойство и уважение. Этот никчемный человек в одночасье приобрел в его глазах авторитет, словно был вожаком враждебной стаи. Человек решился на бой. Мимикрим и помыслить не мог о подобном. Жалкое трусливое существо. И в этот момент человек выпрямился в полный рост. Прихрамывая, сталкер шагнул навстречу зверю, и Мимикрим снова отступил. Что-то страшное читалось в глазах противника, и это что-то гнало мутанта прочь. Туда, в здании, где еда не станет сопротивляться. Но одновременно в чудовище бурлила ярость, и выбор между позорным бегством и сражением был сделан. Мимикрим выпрямил правую лапу и сбил человека с ног. В таком положении сталкер не казался мутанту противником, равным хищником. Он был всего лишь едой, но тот факт, что этот человек сумел посеять в душе Мимикрим смятение, пугал не на шутку. Удар был настолько неожиданным, что спам отлетел назад и растянулся на снегу. Мутант наступал. Его полупрозрачный силуэт метнулся влево и затерялся в тени забора. Спам понимал, что в таком положении лишь встав в полный рост. Надо было поглядеть мутанту в глаза, да так, чтобы тому передалось чувство безысходности. Чтобы монстр понял, что человеку, который осмелился бросить ему вызов, нечего терять. Чтобы Мимикрим сбежал или принял бой. Сталкер опёрся о торчащий из земли камень и встал на колени. Острая боль в груди к этому времени переросла в тупую и непроходящую. Ещё одно усилие и спам вновь за последнюю возможность выжить. Но страха перед неотвратимой гибелью не было. Спам был готов умереть в объятиях мутанта, но не валяясь на земле, а всем своим естеством бросая вызов надвигающейся смерти. Мутант появился вновь. Серебристые блики искажённого света на миг вычертили кряжистый силуэт, и в следующую минуту Мимикрим возник в метре перед жертвой. Его серые глаза больше не были наполнены жестокостью. В них светилось любопытство. «Хочешь меня съесть?» выкрикнул сталкер. «Чем тебя не устраивают трупы?» Он рассёк рукой воздух перед мордой существа, и Мимикрим заурчал, предупредительно выставив вперёд лапы. «Хочешь меня сожрать?» Сталкер снова махнул рукой и тут же пожалел об этом. Реакция противника была незамедлительной. Мимикрим обхватил его руку узловатыми пальцами и вывернул в обратном направлении. Кости захрустели, и утихшая казалась боль вновь резанула по нервам. Но в это же мгновение в голову пришла безумная мысль ударить в ответ, просто набить морду этому чудовищу. Разжав пальцы всё ещё сцепленные в кулак, Спам вывернулся и, что было сил, ударил Мимикрима ногой по щупальцам. Мутант дёрнулся, отступил, жалобно скуля, после чего бросился в очередную атаку. Спам опустил руку к поясу, стремясь ухватиться за рукоять пистолета, но в ладонь лёг армейский СМИРШ. Времени на выбор оружия не оставалось. Мутант наступал. Тяжёлая туша двигалась уже не с прежней скоростью и грациозностью. Теперь он напоминал разъярённого слона, несущегося на легионы римлян. Вот только у тех римлян всегда оказывались мечи, и судьба обезумевшего животного была предрешена. Ещё крепче сжав оружие, Спам стоял, глядя, как мимикрим набирает скорость. Вот его отделяет от сталкера десяток метров, вот он миновал ещё два. Нож блеснул в тот момент, когда времени для манёвра у существа уже не было. Серебристая грань прошлась по могучей груди мимикрима, но в тот же момент гигантская туша сбила Спама с ног, и он почувствовал, как спасительный кинжал покидает ладонь. Сталкер упал, пополз к застывшему на вечном приколе уазу, за островом которого прятался во время ночной атаки на лагерь сектантов. Мутант нагонял. Удар ножом наверняка был для мимикрима смертельным, но пока в могучем теле теплилась жизнь, монстр пытался забрать Спама с собой. Налитые кровью глаза расширились, покрываясь сеточкой багровых капилляров, и в этих глазах отразился страх. Страх, вечный двигатель прогресса, теперь руководил его действиями. Гигантские лапы опустились на горло человека, и мутант застыл в мертвой хватке, обратив свой взор к утреннему небу. Издав душераздирающий вой, запрокинул вот только сталкеру было уже не до крови. Спам безвольно колотил руками по снегу, пытаясь освободиться от душащего его противника, и с каждой секундой движения становились все более тяжелыми. Казалось, что силы покидают тело вместе с кислородом. В отчаянном порыве Спам принялся хлопать ладонями по ремню, пытаясь нащупать оружие. Наконец пальцы коснулись холодной рукояти пистолета. Превозмогая тяжесть в руках, Спам выдернул Макаров из кобуры и ткнул стволом в грудь противнику, взводя курок. Еще мгновение и грянул выстрел. Истекающий кровью противник уже не пытался вырабатывать тактику. Он отшвырнул человека, взвыл, а потом пошел на пролом в ярости загребая лапами снег. Такой поворот событий был Спам только на руку. Он вскинул пистолет, но трясущаяся после недавней потасовки рука направила ее в совершенно другом направлении. Боек сухо щелкнул. Вот и все. У тебя было два шанса застрелить чудовище, а теперь нет ни одного. Ты профукал две жизни, сталкер. Магазин опустел, а мутант приближался. Но теперь у Спама больше не было сил для сопротивления. Грудная клетка разрывалась от недостатка кислорода, мозг стучал, селись вырваться из черепной коробки, а сердце колотилось словно станковый пулемет. Пот и кровь смешались, заливая глаза. Руки и ноги перестали слушаться, и теперь лишь кончики пальцев конвульсивно подергивались, оставляя иллюзию контроля над телом. Мутант приближался. Спам уже слышал его хриплое дыхание. Он устал не меньше, чем проворная жертва. Немного затянувшаяся рана на груди существа все еще кровоточило. Шаг, еще шаг. Огромная туша замерла в полуметре. Тяжело втянув воздух покореженным носом, мутант сел на снег и внимательно поглядел на сталкера. Два противника, израненных, измотанных, смотрели друг на друга и оба готовы были отступить, но оба понимали, что жестокая правда жизни заключается в том, что выживет лишь один. Ну что, братишка, плохо тебе? Спам криво усмехнулся, оглядывая раненого мутанта. А могли ведь разойтись и жить себе дальше. Мимикрим мотнул массивной головой, словно бы отвергая такой исход событий. Мне ведь нечего терять. Зона нас с тобой стравила, чтобы посмотреть, как мы друг друга прикончим. А вот тебе зона! Спам погрозил кулаком слепящему солнцу. Не дождешься! Мутант заворчал, с трудом поднимаясь на лапы, и в его глазах вновь закипела ярость. А может и дождешься! Атаковал Мимикрим стремительно, как будто и не было ужасных увечий. Лапы работали четко и быстро, не давая противнику шанса. Человек попытался закрыться руками, но мощный удар отшвырнул его к стене. Мимикрим замер, оглядывая беспомощного противника, прикинул расстояние до него и прыгнул на крышу пристроя. Оттуда, этому времени уже полз на четвереньках прочь от него. Мутант не мешкал. Ему надоели игры. Теперь он жаждал не сладкой крови живого человека, а мести. Больше всего на свете ему сейчас хотелось разорвать человека напополам, как не раз делали более старые его сородичи, но противник был слишком резвым. К тому моменту, когда Мимикрим нагнал беглеца, тот уже сжимал в руке оброненный недавно нож. Мгновения хватило, жилораненый и все же опасный Мимикрим и измученный, но вооруженный человек. Кто возьмет верх? Чья будет победа? Сталкер обхватил нож и шагнул к противнику. Никакого ожидания. Если зона хотела увидеть, как один из них умрет, это произойдет, но произойдет быстро. Мимикрим тоже двинулся вперед. Сгорбившись, он ковылял к спаму, и Сталкеру вспомнились раненые мутанты в доме у болотного доктора. Быть может, этого Мимикрима доктор будет лечить в ближайшем будущем, рассказывая сталкерам про геройскую гибель легенды зоны. Не дождешься, зона! Спам прыгнул навстречу смерти. Лапы Мимикрима скрестились с ножом. Подобно Лермонтовскому барсу, спам накинулся на противника и дважды ударил его ножом под ребра. Мутант зарычал, дернулся и затих. Его горячее, пахнущее мускусом и кровью тело рухнуло на снег, а сталкер медленно пошел к лежащему невдалеке автомату. О том, что сейчас произошло, он старался не думать, равно как и о боли в груди. Если сломаны ребра, это очень плохо. Ему предстояло идти по заснеженному лесу несколько часов, прежде чем он доберется до ближайшей заставы пепла. А в лесу могут быть мутанты, для которых неповоротливый человек с переломанными ребрами легкая добыча. Эй, послышался сзади знакомый голос, голос артиста. Сталкер, ты хорошо побегал, пора возвращаться в подвал. И спам закричал, чувствуя, как мутант вновь восстанавливает контроль над его телом. Но как же Журавлев и Монгол? Псионик оставил их погнавшись за спамом? Значит, есть еще шанс. Шансов нет, усмехнулся мутант. Идем. И сталкер пошел. Послушной воле чудовища он медленно переставлял ноги, утопая в снегу. У него был один единственный шанс на спасение, но и его сталкер упустил. Везунчик спам стремительно терял везение. Растрачивал как патроны. Выстрел прогрохотал, когда отчаявшийся человек и мутант вошли в фойе корпуса. Ахнуло так, что заложило уши. Внезапно вернувший себе контроль над телом, спам обернулся, успевая увидеть, как тощая фигурка мутанта вздрогнула и пошатнулась. В дверях, держа в руках дробовик, стоял сталкер Батрак, тот самый, которого сектанты держали в заложниках и о котором спам совсем забыл. И хорошо, что забыл. Вместе с ним, настроившийся на мысли и воспоминания человека, забыл и мутант. в полете всю грудину. Он тут один? — — настороженно спросил Батрак, оглядывая фойе. — Да, рассеянно кимнул спам, сектанты убили себя, отравили газом, а их лидер и этот второй, Валера, ушли, наверное. Спам сел на бетонный пол, привалился к стене и часто-часто задышал. Освобождение от воли мутанта сродни похмелью. В голове все кружится, а желудок и без того пустой вот уже сутки норовит вывернуться наизнанку. — Плохо, — сочувственно спросил Батрак. Он аккуратно обошел мутанта, ткнув его стволом дробовика. — Спасибо тебе, — чуть слышно поблагодарил спам. — Ты бы для меня сделал то же самое. — Нет, не то же, — мелькнуло в голове, и спаму стало стыдно за себя и свои действия. Он ведь мог освободить Батрака, и тогда... А что тогда? Они вдвоем схлестнулись бы с мимикримом? Они вдвоем попали бы под воздействие псионика? — Это же... Потеряв интерес к спасенному, Батрак заглянул в заляпанное кровью лицо мутанта. — Это же он, тот дядька, которого мы с мужиками нашли в подземельях у озера, спам встрепеноса. Какой мужик? Он ни на секунду не сомневался, что под своим контролем их держало чудовище, но никак не человек. Человек тоже мог, теоретически, так же, как адепт когда-то держал под своим контролем монгола. Нужно было лишь соорудить правильную сборку из артефактов и подвесить ее на ремне. Этот ученый... Батрак зашелкал пальцами, пытаясь вспомнить. Академик или профессор... Дугин. Да, точно, Дугин. В случайности не случайны, вот ведь встреча. Глава тринадцатая Почему все так, а не иначе, сталкер-фрегат решил для себя давным-давно. Если ты стараешься жить, как все, по-человечески, стремясь стать похожим на одного из святош, то умрешь, так ничего и не добившись. Измученный, больной и нищий. Добрые помыслы истощают человека, выпивают все соки, и чем больше добра ты сделал, тем хуже твое здоровье и благосостояние. Таким фрегат становиться не хотел. В райские кущи, где за добро воздастся, он не верил, хотя отец, священник сельского прихода, пытался его в этом убедить на протяжении семнадцати лет. Мать, смиренная женщина, вечно спотупленным взглядом, в линялом платке и уродливой юбке, кивала, мол, сынок, будь достоин нас. Семья жила бедно, не жила даже, выживала. Отец, будучи человеком набожным и честным, деньги с прихожан не тянул, готов был питаться духом святым. К нему приезжали из города богатые и влиятельные люди, чтобы исповедаться, предлагали деньги на храм и на воспитание детей. Отец отвечал, что утлы деревянной церквушки в их селе довольны, дух святой витает над почерневшими крестами и в каменные хоромы не просится. — Дурак ты, батюшка, говорил один из чиновников, мы же тебе за так предлагаем, за дарма. Отец шурился и как-то совсем не по-христиански усмехался. — Бесы вы, знаю я, что от селян нужно лишь непротивление, когда лес валить начнете. — Начнем, соглашался чиновник, либо ты нам поможешь, либо споим твоих селян, а будешь выеживаться, башку оторвем. Отца не стало через два года. Все в проповеди он твердил «Защищайте свою землю, защищайте лес». Дважды приезжал епископ, ходил вдоль опушки, почесывал черную, как смоль бородищу. — Решение по твоим проповедям принимается. Наконец заключил он в последний свой визит. Митрополит ясно дал понять. Четыре месяца спустя сырой промозглой осенью батюшке не стало. Он, как обычно, ушел в лес, любил побродить межвековых кедров. Говорил, что из таких вот деревьев наверное фрегаты раньше строили, а теперь продают за границу. Из леса так и не вернулся. Пошедший на поиски сын обнаружил старика сидящим возле могучей сосны. Казалось, отец устал и присел отдохнуть. Фрегат помнил, как долго тряс отца за плечи, не веря в случившееся, как возвращался заплаканный в село, чтобы сообщить страшную весть. Весной прибыл новый священник, сообщивший, что вот-вот начнется строительство каменной церкви и всего-то нужно благодарным селянам разрешить вырубать реликтовые леса. Как водится, храм никто так и не построил. Наладили дорогу, чтобы по ней один за другим днем и ночью шли лесовозы. В числе прочих влажных, пахнущих жизнью бревен вывезли сосну, возле которой прожил свои последние минуты сельский священник. Летом решили, что школа в селе не нужна, детей можно возить в райцентр. Фрегат вернулся на родину после армии и не узнал село. Ветхая церквушка с прохудившейся крышей, вместо могучего леса чернеющие пни, горы опилок. Домишко матери стояло в самом центре села, от автобусной остановки метров триста. Едва не бегом двинулся парень к знакомым окнам с резными наличниками. От матери узнал, что уже дважды заглядывал священник, интересовался, не хочет ли она податься в монастырь, а дом передать пьянчугам, которые, дескать, встали на путь исправления и работают при церкви. Господь все видит, Лешенька, говорила мать, склонив на плечо сына седую голову, а внутри у фрегатов все колокотало от ярости. Лешенька Алексей превращался во фрегата. Вечером он постучался в дом священника. отпер дверь, подслеповато взглянул на визитера. Ты кто такой? Отца Михаила, помните? Священник помешкал, в его бесцветном взгляде на миг вспыхнуло узнавание. А, сын его, вернулся? Матушка твоя все переживала, как ты там? А я говорю, молиться надо. Сюда иди. Фрегат ухватил священника за одежду, выдернул из теплых сеней в горчайшую осенними травами жгуче-холодную ночь, в монастырь шла. Священник примирительно выставил руки перед собой ладонями вперед. Успокойся, тихо, но властно сказал он. Давай поговорим. Пошли в дом, как оказалось, совсем маленький, уютный. Фрегат принялся оглядываться. Один живу, перехватив его взгляд, пояснил священник. Садись, будем чай пить. Парень послушно опустился на жесткий скрипучий табурет. Чего на меня озлобился так? Звеня посудой спросил хозяин дома. Я тебе что-то плохое сделал? Я кому-то что-то плохое вообще сделал? Ты, мать, пытался в монастырь сплавить? Священник появился в дверях с двумя исходящими паром кружками. В теплом желтоватом свете висевшей над столом лампы его лицо казалось еще более комичным. Я по-христиански пожалел ее. Одна живет, помочь некому. Знаешь, сколько сил мне, мужику, нужно, чтобы воды принести ядров наколоть. А она одна. По слогам выдал он и поставил кружки на стол. С сахаром пьешь. Фрегат отрицательно мокнул головой. А дом алкашам хотел отдать. Чтобы присмотрели. И на все-то у него находилась отговорка. Ты в каких войсках служил? Спросил хозяин дома, когда фрегат впетелся пустым взглядом в стоящую перед ним кружку. Десантура. Значит, парашюты синевой наполнял. Я тоже в свое время служил. Правда, в морфлоте. Пришел домой после трех лет, а вокруг все как будто чужое. Вы тут чужой, а все остальное наше. Лес, который вывозят, школа, которую закрыли, церковь. А что я могу, в сердцах бросил священник. Скажу слово против, тут же найдут замену. Здесь местная власть, знаешь, какая? Эх, не знаешь. Или вот как отца твоего в лесу подстерегут. Он надернул себя, поняв, что выболтал лишнее, серые глазки забегали. Фрегат молча взял состалок кружку, отхлебнул чай и только после этого отчеканил. Даю две минуты. Если не расскажешь все, шею сверну, как куренку. Священник тоже глотнул немного чая, поперхнулся, закашлялся. Минута! Настырно вел отсчет поздний гость. Хозяин дома покосился на висящую в углу икону Николая Чудотворца, что-то забормотал, потом спросил. Ты ведь ничего дурного не сделаешь? Молчание в ответ. Твой отец не хотел уступать. Они говорили, возьми деньги на каменную церковь, только уговори свою пасту дать разрешение на вырубку. Он ни в какую. Ему ведь угрожали. Ты знал? Фрегат не знал. Отец не распространялся о таких событиях, не впутывал семью. Когда меня направили в село, сказали, чтобы не повторял ошибок предшественника, краулить в лесу, шприцом уколоть и все. Вы это кому-нибудь рассказывали? А кому я расскажу? Не поверит никто. Встретившись взглядом с гостем, быстро добавил. Мне тоже грозили. Даже храм отказались строить. Зато магазин открыли, винноводочный. Помолчали. В три глотка фрегат допил обжигающий чай и вышел в сене. Священник семенил следом. Господь все видит, летел в спину и голос. Не дури. Ну да, конечно, жгла болючая мысль. Господь со всем разберется. Нужно лишь сложить руки и ждать, и щеки подставлять. Тебя по правой, а ты левый под удар, и наоборот. Он любил мать. С теплотой и искренней сыновней любовью вспоминал отца. Тогда Алексей еще кого-то любил, кому-то спереживал. Прошли годы, и сталкер фрегат бесчувственная дубина. Зимой перевез мать в город, снял ей компактную однушку со всей необходимой бытовой техникой, а сам устроился работать в лесозаготовительную контору. Из кабины груженного лесовоза он видел, как умирает родное село, наблюдал за прилизанными чинушами, которые гребли деньги за привезенный кругляк, вынашивал план мести. Но кому он хотел мстить, не зная ни имен, ни фактов? После смерти матери фрегат хотел избавиться от тяжелых воспоминаний. Ермейский приятель предложил работу в городе Надеждинске, на границе смертоносной зоны отчуждения. Тогда он уже не был прежним Лешенькой, Алексеем, но и жестоким сталкером окончательно еще не стал. Что-то живое еще билось в нем, и новоиспеченный инструктор по рукопашному бою покинул закрытый городок, на неделю заехав в родное сгорело по весне из-за короткого замыкания, а вместе с ней отец Андрей, пытавшийся спасти иконы. Сходил на могилку священника, постоял, глядя на фарфоровое блюдце с фотографией. — А правда, что наше село специально увечит? — спросила его баба Настя, жившая теперь в родительском доме. — Кто это вам сказал? — Так батюшка, он каждую проповедь только и твердил, что спаивают нас, чтобы народу меньше было. Так сподручнее лес валить, никто не станет возражать. Хотелось рвать на части виновных, душить, стрелять. Но где найти тех виновных? Как распознать? И Алексей сделал единственное, что мог. Спрятался за христианским прощением врага. Сказал себе, как любил говаривать отец, «Господь все видит, он накажет». Не верил, что накажет, но другого варианта покарать виновных он не видел. Через двое суток Алексей уже был на автостанции Надеждинска. Через неделю купил оружие у торговца Харитона, живущего на окраине, и, как поговаривали, частенько наведывающегося в зону. Туда, за бетонный забор рубежа, фрегат и ушел. Навсегда. Былое умерло окончательно, и появился новый человек. Пришел в лагерь новичков, назвался фрегатом. Прозвище приняли, как и самого Сталкера. Пара рейдов, обновка в виде комбинезона Рассвет, и вот уже фрегат Дитя Зоны. В первый год его посещали мысли вернуться с оружием в родное село, отстрелять тех тварей, которые грели руки у горящей церкви и истлевающего леса, стояли со шприцами в руках возле умирающего отца. Но Зону умеет красть воспоминания и подменять их насущными проблемами. Зачем помнить? Надо создавать новую реальность. Вот и решил сталкер фрегат, что быть идеалистом, пытаться делать добро, путь ведущий к гибели. Мерзавцы живут дольше. Он какое-то время работал на Харитона. Торговец неплохо платил за выполненные заказы, но со временем начал наглеть. Борзеть, как говорил фрегат. Тогда сталкер завязал знакомство с бойцами группировки Пепел. Помог паре ребят с переходом через рубеж. Связи с офицерами на блокпостах у него сложились неплохие, и те готовы были за скромные деньги пропускать фрегата за рубеж и впускать в зону. Через неделю после очередной оказанной услуги Пепловцы пригласили его на беседу к лидеру клана. Тот ходить вокруг да около не стал. Спросил, согласен ли сталкер примерить форму с красными вставками и нашивками войны от клана и авторитет стоящего за плечами каждого Пепловца начальства. Свои темные делишки фрегат начал проворачивать в паре с товарищем из клана Анархия, сталкером по прозвищу Гарпун, а когда на одном из блокпостов их попытались схватить, добил раненого приятеля. Ничего не почувствовал и остался этим доволен. Значит, переродился. Жить без эмоций оказалось скучно. Фрегат быстро понял, что человеку нужно кого-то ненавидеть. Любить не обязательно, а вот ненавидеть. Когда командир Пепла отрядил фрегата на поиски убийцы каннибала Макса Зверева, сталкер понял, настал его звездный час. Он нашел достойного противника. Вот только Зверева убили прежде, чем фрегат добрался до его укрытия. Место ненавистного человека в его душе занял охотник на мутантов инквизитор. Лидер клана леших, с которым фрегат бок о бок искал Зверева, ему порядком поднадоел. Высокомерный, упертый сухарь, желающий всеобщей справедливости, должен был рано или поздно умереть от руки фрегата. И это случилось. Второго покойника, Харька, было жаль. Парнем он оказался толковым, отличным следопытом, но Поле не выбирает, когда тебе нужно стрелять или погибать. Пуля в затылок инку, очередь в грудь грызуну и по телу растеклось блаженство. Я такой же, как Зверев, ликовал фрегат. Я чудовище! Ему было невдомек, что Максим Зверев, на которого он так стремился походить, тяготился своим безумием, хотел излечиться. Фрегат бежал вслед за белкой, спотыкаясь и оскальзываясь на сырой траве. За спиной прогремели две короткие очереди, но стрелявший взял высоковато и пули прошли над головами бегущих. Догонять убийцу товарищей сталкеры почему-то не стали. Когда несколькими часами ранее отряд инквизитора налетел в лесу на горстку сектантов и скованную наручниками белку, сталкер понял, что все случившееся не совпадение. Белка замечательно изображала жертву, плакала, кричала, доказывала, что она не заодно с отморозками из ветра и ей поверили практически все. Монгол, сына которого ветер превратил в адепта зоны, инг и хорек, буквально растаявший от женских слез, глупые спам и жура, которые готовы верить во что угодно. Его, фрегата, такой балаган ни в чем не убедил. Холодно и цинично он оценил обстановку, понял, что белку скорее всего направил Иванов и при удобной возможности фрегат настойчиво попросил девушку свести его с майором. Для вида он изображал пылкого влюбленного и в это тоже легко поверили. Но фрегат был абсолютно равнодушен ко всем, в том числе к девушке. Он нагнал беглянку минут через десять, ударил по ногам и когда белка покатилась по траве, навалился всем весом, не давая ей дотянуться до ножен. Соскучился? С истерическим смехом выдохнула ему в лицо белка. Ну давай, прямо тут. Фрегат отвесил ей звонкую оплеуху. Левой рукой он обхватил затянутую в прорезиненную ткань грудь, чуть сдавил, чувствуя накатывающее возбуждение. Это успеется, прорычал с подсвистом. Собрава сбежать. К Иванову? К нему. Первое ошеломление прошло, и белка позволила себе показать зубки. Они были острые, ранящий слух больно и глубоко. Забыла про наш уговор. Я тебя не выдал. Пора выполнять свою часть сделки. Думаешь? Раздувая ноздри, сверкая глазами, зашипела девушка. Иванов не убьет тебя? Не убьет. Мы найдем общий язык. Два самодовольных ублюдка сумеют договориться. Он убьет тебя, если узнает, что ты со мной спал. А что он сделает с тобой, узнав, что ты спала со сталкером? Вроде у вас с ним любовь, да? Белка принялась нервно покусывать нижнюю губу. Но ведь все в интересах дела, верно? И он простит. Фрегат нагнулся к самому ее уху. Я только пальцем поманю, и ты прибежишь. И ни слову Иванову не скажешь. Так? Белка молчала. Так, я спрашиваю. На сей раз девушка часто закивала. Лишь после этого фрегат поднялся на ноги и позволил Белке вздохнуть полной грудью. Бежим через лес, скомандовал сталкер. Там решим, что будем делать дальше. Может, развлечемся на привале. И только попробуй выкинуть какой-нибудь фортель. Убью. Белка не сдержалась, всхлипнула. Почему-то ей вспомнился добрый и верный Йоргенс. Где он сейчас? Жив ли? Ты отвратительный, сквозь слезы прошептала она, но фрегат уже не обращал на нее никакого внимания, проверяя мелкими камешками тропу на наличие аномалий. Виктор тебя убьет, думала Белка, следуя за сталкером. Он тебя мутантом отдаст. Он тебя... Но что-то подсказывало в схватке Иванова и фрегата победа может достаться вовсе не Виктору. Что уж тут, сталкер пугал Вику больше, чем все мутанты зоны вместе взятые. Почему ты такой злой? Крикнула она на бегу, захлебываясь гнилым воздухом леса. Фрегат то ли не расслышал, то ли решил не отвечать. А в голове у Вики мелькали картинки из ее короткой непутевой жизни. Бесшабашная юность, знакомство состыценко, приход в зону, а в зоне Юргенс. Стой! Вдруг крикнула белка и остановилась, обхватив руками замшилую сосну. Фрегат еще с минут ушел, выставив перед собой детектор аномалии и насвистывая. И увижу в прихожей в белом паранойя. Потом остановился, обернулся. Сучка! Зло прошипел себе под нос и быстрым шагом вернулся к девушке. Если они нас нагонят, то кранты! Пусть! Вика гордо вздернула курносый нос. Какая жена была красивой в этот момент! Фрегату подумалось, что он вовсе не изображал пылкого влюбленного в последние часы, но и вправду был влюблен. Впрочем, чувство, как барахтающийся рядом утопающий, который рано или поздно утянет тебя на дно вслед за собой. Фрегат подошел к Вике вплотную и произнес в самое ухо. «Ты нужна мне только для того, чтобы связаться с Ивановым, но если будешь выкобиниваться, пристрелю». Вика не мигая смотрела на него. Гордая, красивая. «Где была твоя гордость, когда ты ложилась под сталкеров и ради дела отдавалась мне?» подумал Фрегат, а вслух сказал. «Я тебя уговаривать не стану. Если не пойдешь со мной, я...» Внутренний голос подначивал. «Помнишь, кто нашел свою смерть у вековой сосны?» «Чем ты лучше убийца отца, если поступишь так же?» И в разуме сталкера словно что-то щелкнуло. Он не был маньяком, как Максим Зверев, хоть и мечтал стать таким же чудовищем. Где-то глубоко в душе фрегата жил Лешенька, которому мама приносила к рынку парного молока и вручала, словно щит спартанскому воину, горячую только из печей булку. Жил в нем и Леха, старшина Еремеев, до захлеба, хватавший ртом холодное небо, бьющий снизу его парашют. «Мы меняем души, не тела», долетела из глубин памяти строчка поэта Гумилева. «Черт, а ведь и вправду мы меняем души. Сначала был мальчик Лешенька, сын сельского священника, потом окрепший десантник, старшина Еремеев. И стражливая пустота. Она глотала воспоминания и чувства, громко чавкая пережевывала все хорошее, что хотел сделать, да так и не сделал фрегат. Но он ошибался. В потаенных уголках прятался мальчик Лешенька, а его держал за руку старшина Еремеев, не давая ребенку отчаяться. Эти двое вышли на свет, заполнили собой пустоту в тот самый момент, когда фрегат замахнулся ничего бы не сказал, просто треснул бы разок между глаз для профилактики. Пообещай мне кое-что, Тихону властно сказала девушка. Но когда все закончится, помоги мне сбежать от Иванова и найти Юргенца. От такой просьбы сталкер опешил. Вот значит как? Найти Юргенца. Для фрегата такой вариант развития событий был самым удобным. Они с Викой придерживаются негласного договора. Девушка не рассказывает Иванову об их связи, помогает сталкеру найти общий язык с посланником хозяев, а он устраивает ей побег из объятия Иванова к Юргенцу. Благо фрегат знал, где сейчас обитает Прибалт. Согласен, хищно улыбнулся фрегат, но его привычная оскаленная ухмылка вдруг оплыла, став улыбкой, самой настоящей, искренней. «Пойдем отсюда», скомандовал он и аккуратно взял Вику под руку. Девушка послушно отпустила дерево и двинулась за сталкером. «Долго ты пробыла в зоне, прежде чем встретила Иванова?» спросил фрегат, в очередной раз остановившись для сканирования леса детектором аномалий. «Год». «А с Ивановым уже сколько? Зачем тебе это знать?» «Пытаюсь понять, почему тебе в башку втемяшился Юргенс». Фрегат настороженно глядел на экран детектора, который показывал наличие поблизости большого скопления аномалий. «Я его люблю», предсказуемо ответила Вика. «Эх, женщины, женщины. Юргенс вот уже года два как работает в поселке Радостном в семидесяти километрах от Надеждинска. Хотела бы его найти, нашла бы. Но нет же. Под теплым боком у Иванова жила до тех пор, пока не появилась опасность лишиться покровителя. Или пока не появился Фрегат, знающий где искать Юргенса. «Впереди аномалии», сообщил Фрегат. «А сразу за ними тропы мутантов». «Теперь нужно действовать в паре. Я с автоматом, а ты с пистолетом и детектором. Ясно? Знаешь, как промерять территорию?» Вика отрицательно замотала головой. Сталкер не суетился, не ругался, лишь напивал себе под нос мотивчик популярного в сталкерской среде зоновского шансуна. «Мы сегодня уснем в обнимку, ведь тебе хорошо со мной. С полок пялятся фотоснимки. Паранойя». Напивая, он присел на колено, принялся проверять автомат, передал девушке трофейный макаров. «Паранойя», затянул Фрегат и, оборвав пение, сообщил. «Вот, смотри, дуреха, что тут и к чему». «Это детектор аномалий». Он протянул Вике затянутый в силиконовый чехол датчик. «На экране шкалы, пять штук. Справа от них расстояние до точки преломления. Тебе не нужно знать, что это такое. Ниже строка анализа энергетического спектра. Там просто линии ровны. Если линия начинает изгибаться или ломаться, тут же останавливайся и смотри на шкалы. Они должны быть на отметке 20-25. Если больше, значит аномалия рядом. Зашкаливают, смотришь справа, какое расстояние до точки преломления. Значит, на этом расстоянии аномалия. Остальное тебе знать не нужно. Ясно? Вика закивала. Она с трудом соображала, что за шкалы и линии отображаются на экране. Все мысли затмевала одна. Скоро она снова увидит Юргенса. Они будут лежать в постели в одном из домов на окраине зоны и разговаривать. «Давай дадим имя твоей винтовке», скажет Вика. Выскользнет из-под одеяла и на гае с распущенными волосами. Она их обязательно отрастет вновь, пойдет к дальней стене, поднимет с пола тяжелую, пахнущую порохом и маслом винтовку. Я предлагаю назвать ее Эля. Все, как тогда, в их счастливые недели. И почему она поссорилась с Юргенсом? Глупая, глупая девчонка. «Ты слышишь, дуреха?» выдернул ее из раздумий голос фрегата. «Пойдешь первый с детектором. Я следом буду прикрывать. Ясно?» Девушка кивнула и сонно произнесла. «Ты ведь поможешь мне встретиться с Юргенсом?» «Да помогу, блин, помогу! Ты только в аномалию не влети!» Как же все было просто в те два года, что она жила с Ивановым. Виктор не пускал ее одну в зону, только вместе или под серьезной охраной. «Я дорожу тобой, девочка», говорил он. «Любил или использовал как свое безжалостное орудие?» «Пожалуй, все же любил». Однажды он принес в дом металлический кейс, Вика подошла, из-за плеча Виктора, глядя на содержимое кейса. Там, обложенный маленькими артефактами высверк, лежал пояс с контейнерами. Высверки Виктор использовал в тех случаях, когда выносил артефакты за пределы зоны, чтобы подарки зоны не теряли свои свойства в течение периода адаптации. Частенько бывало, что сталкеры проносили через рубеж добытые потом и кровью артефакты, но те в первые же часы пребывания на большой земле теряли свои свойства, превращаясь в пустышки. Мало кто знал, что артефакты нужно несколько часов держать в контейнере с маленькими размером с бутылочную пробку артефактами высверк. Высверки постепенно теряли свои свойства, а прочие артефакты сохраняли. Виктору секрет был известен. Что это? изумилась тогда Вика. Подарок от хозяев, улыбнулся Виктор. Пояс, с которым ты можешь пройти через любые аномалии. Однажды Виктор передал Вике пояс и небольшой контейнер с артефактом губка. Ты должна пойти в научный лагерь у озера. Здесь недалеко. Пояс поможет пройти мимо аномалий. Доберешься, купишь что-нибудь у ученых, поболтаешь с ними, а уходя, снимешь крышку с этого контейнера, кинешь в него один из разрядившихся высверков и оставишь контейнер в укромном месте. Позже Вика узнала, что сборка из губки и разряженного высверка способна вызвать остановку сердца у людей с патологиями. Оказавшись в одном контейнере, артефакты начинали взаимозаряжаться, после чего высвобождалась какая-то энергия. Виктор рассказывал, но она так и не поняла. Суть в ином. Она стала орудием Иванова, сделав все, как он велел, и тем же вечером в лагере у озера умер сталкер Тарантул. Девушка не знала, чем он насолил Виктору и знать не хотела. Она шла по зоне с мощной сборкой на поясе и все аномалии на пути разряжались, позволяя ей пройти невредимой. Тогда Вика чувствовала себя хозяйкой зоны. А теперь они с фрегатом обходили аномалии, заслышав в зарослях шорохи, спешили укрыться. Как только ступили на тропы мутантов начали встречаться обглоданные кости животных. Вывернув на одну из полян обнаружили раздувшееся тело лося со вспоротой брюшиной. Какой-то хищник пару дней назад вскрыл сахатому живот. Вики сделалась не по себе от запаха мертвечины, сладко-жирного, накатывающего душными волнами. А сверху, в просветы междеревьев, на беглецов смотрела бледная луна. Ее света было достаточно, чтобы рассмотреть каждое дерево в окрестностях, особенно Вике, привыкшей за последний час к темноте, видящей свет лишь на экране детектора аномалии и в подствольном фонаре фрегата. Смотри в оба, скомандовал сталкер и прижался к могучей лиственнице. Видишь, что тут? Вика взглянула на ствол дерева и различила в полуметре над головой фрегата свежие отметины, содранную в голосе отозвался фрегат. Лось тут с кем-то дрался. Это и впрямь было страшно. В замшилой деревья великаны хрустящий валежник, вскрикивающие совсем по-человечески ночные птицы и огромные туши лося в призрачном лунном свете посреди поляны. «Я боюсь!» зашептала Вика. Она никогда не слышала, что в зоне обитаются хатые. Но вот же он, гигант с могучими рогами. Такой высокий, что здравик фрегат ему по грудь. Какое существо могло сотворить подобное? Мимикрим? Химера? Девушке представилось, как лось брел через лес, но на него накинулось нечто. Нечто огромное. Ударило распарывая брюхо, зло рыча. Лось отбросил хищника и помчался между деревьев. На поляне они сцепились вновь. Лось мотал головой, норовя поддеть свирепеющего хищника на рога, но лишь сдирал кору со стволов деревьев. А потом обессилел и сдался. Так и она сдалась обстоятельствам, перестала раскидывать их и бежать через бурелом. Юрген шел вперед, она тянула назад, и они расстались. Моля! Фрегат опустился на мягкую, укрытую хвоей землю. Попали! От его слов у Вики по спине пробежал холодок. Если уж вечно задорный сталкер фрегат испугался, значит и впрямь впереди их ждало что-то страшное. А сталкер тем временем поудобнее перехватил автомат, громко выдохнул, словно собирался опрокинуть стопку самогонки и двинулся вдоль деревьев по дуге обходя поляну. О Вике он словно и не вспоминал, и девушка двинулась следом, держа на готове пистолет. «Падальщики!» хрипло сообщил фрегат, когда Вика приставными шагами догнала его. Теперь и она заметила, как дернулось тело лося, мотнулись рога. От места, где они с фрегатом находились, до гиганта было метров пятнадцать, и в свете луны девушка различила разорванные брюха, из которого выпрастывались ленты кишок. Вдруг кровавый разрез приоткрылся, и из него показалась оскаленные, черные от крови голова какого-то чудовища. Затем из кровавой прорехи показались передние лапы, и огромный псевдопес не иначе попытался выбраться. В тот же миг фрегат выстрелил, размозжив псу череп. «Ходу!» рявкнул сталкер, замерзший в ужасе Вики, и побежал в лес. Девушка еще какое-то время наблюдала, как из разодранной утробы лося один за другим Белкой ее прозвал Виктор за то, что белокурая. А еще она любила арахис. Покупала, жарила и ела вечерами, пялись в телевизор или листая интересную книгу. Книг, к слову, у Виктора было немного. Сборник стихотворений Пушкина со штампом «Библиотека П. Радостный», несколько справочников «Анатомический атлас» и толстенный том в зеленой суперобложке с блестящими буквами «Зона, как она есть». Эту книгу Вика перечитывала пару раз. Автор, некто Шаров, писал о том, как здорово быть сталкером, что аномалии и мутанты не опасны, псевдопсы это лишь одичавшая собачья стая. Чтоб ты сдох, писатель Шаров. Всего лишь одичавшая стая гналась сейчас за ними через лес и дистанция с каждой минутой сокращалась. Вокруг ощутимо потемнело, лунный свет уже не мог проникнуть сквозь плотно сомкнутые экраны и Вике приходилось на бегу светить перед собой экраном детектора, чтобы не влететь в сосну или аномалию. Маячивший впереди фрегат вдруг резко остановился, обернулся к Вике и выкрикнул «Ложись!» Девушка рухнула на сплетение еловых корней, напоминающих варикозные вены, и над ее головой засвистели пули. Где-то совсем рядом взвизгнул пес, потом о спину девушки ударились тяжелые лапы. Вторая очередь, третья. Все короткие, словно фрегат боялся истратить патроны раньше времени. Но почему он не бежит? Почему остановился? «Сюда! Живо!» Перекрывая грохот выстрелов, рявкнул фрегат. Вика поползла в его сторону, перебирая шершавые еловые корни и стараясь не попасть на линию огня. Руки ее на миг уткнулись во что-то мягкое и теплое. Умирающий псевдопес, срезанный пулями, рыкнул, дернулся, но ухватить Вику был уже не в состоянии. От него несло мертвечины, и девушка с отвращением поползла в сторону. Фрегат ухватил ее за шиворот, поднял на ноги. «Пистолет!» крикнул он. Ошарашенная Вика протянула ему ПМ, и сталкер тут же несколько раз выстрелил в темноту. «Отходи к церкви!» он все еще кричал, то ли надеясь таким образом встряхнуть шокированную происходящим Вику, то ли подначивая самого себя. «К какой цер...» Вика вдруг поняла, почему они больше не бегут. Посреди леса внутри колокольни, но все еще огромная и отчего-то пугающая. «Как тут лось!» подумала Вика. Поверженный гигант. Она ринулась к церкви, не обращая внимания на детектор аномалий, по экрану которого поползла ломаная линия, а две верхние шкалы резко сместились вправо за отметку пятьдесят. Пламя аномалий ударило в небо справа от девушки, когда она была уже на занесенном листьями и хвоей крыльце. Вскрикнув, Вика упала в траву и тут же провалилась куда-то глубже. Вновь вскрикнула, но в горло попали вонючая жижа, листья и трава. Девушка не поняла, что тонет. Не успела. Вскинулась, выныривая, и теперь лишь огляделась. Фрегат катался по снегу на опушке леса, освещенной луной и пламенем аномалии, стараясь сбить с себя пламя. Дальше у деревьев стоял ошалевший псевдопес, во стекленевших глазах которого плясали оранжевые блики. Вика перевела взгляд в сторону церкви, словно оператор сдвинул камеру. Справа от тропы, ведущей к дверям храма, в небо бил огненный фонтан. Дали и Босх многое бы отдали за такой сюжет для своих полотен. Сама же девушка, как оказалось, стояла по пояс в ледяной воде, который был заполнен длинный и широкий ров с земляным отвалом. Мгновение, и картинка вокруг изменилась. Втянулся в землю огненный язык аномалий, заскулил и ретировался псевдопес, а фрегат, матерясь, поднялся на ноги. Камуфляж на нем дымился, будто сталкер вышел из бани на мороз. А Вика продолжала стоять в воде, замерзшая и испуганная. Она не думала ни о Юргенсе, ни о Викторе, ни о ком и ни о чем. Фрегат подошел к ней и, вместо того, чтобы ругать или пытаться вытащить изо рва, спрыгнул в воду. — Если у тебя на теле есть раны, они могут загноиться, машинально напомнила Вика. — Не беда. Фрегат блаженно сощурился, опускаясь в воду. — У меня есть серп. — Ты не говорил, вспыхнула Вика. — Я многом не говорил. — И ты тоже. Они с минуту молчали, потом фрегат сказал. — За последние двое суток столько всего произошло. Произнес он это, будто бы в пустоту, и, не дожидаясь ответа, выбрался из воды, подхватил рюкзак и автомат. — Сама вылезешь или помочь? Вика вскарабкалась по скользкому краю канавы и легла на заиндивелую траву, пытаясь отдышаться. — Листья и хвоя нападли сверху, прокомментировал фрегат, и воду было не видать. Повезло, что там не глубоко. Вика тяжело поднялась на ноги, подошла к двери церкви, но за ручку взяться не успела. — Тут кто-то живет или жил прежде. Видел эти места на карте. Монастырь километрах в трех должен быть. Разрушенный. Но это не важно. Главное, что кто-то оборудовал ловушку. Аномалия, вода. Скорее всего, эта огненная бестия просто сместилась после выбросов, а должна была жарить все направленно. Выходят из лесу мутанты, а обитатель этой церквушки кидает гайку в аномалию, и всех мутантов жарит до хрустящей корочки. А между лесом и крыльцом церкви ров с водой, чтобы не вспыхнуло здание, если загорится трава. Умно? Он аккуратно присел у скрипучего деревянного крыльца, сул руку под одну из досок и достал оттуда странные устройства из обрезанной пластиковой канистры и множества проводов. — Я бы тоже там мину установил, — гордо сообщил фрегат. — Это что такое? — не поняла Вика. Она теперь стояла с автоматом за спиной фрегата, прикрывая сталкера, без всяких напоминаний сориентировалась. Йоргенс бы похвалил. Виктор тоже. — Мина с датчиком давления и еще с какой-то хренью. Похоже, старая, к тому же воды натекло. — Ты на крыльцо наступала? — Да. А что? — Считай, зона хранит. — Или бог. — Ладно, не расслабляйся. Внутри тоже могут быть сюрпризы. Фрегат открыл дверь, ловко поддев какой-то незаметный крючок, словно делал так полжизни, и первым прошел в церковь. Засаленную шапку, которую не снимал за последние сутки ни разу, он поспешно сдернул с головы. Вика, прежде чем войти следом, оглянулась на лес. На опушке стоял заляпанный лосиной кровью псевдопес и смотрел на них, будто раздумывал, как скоро стоит напасть вновь. В церкви пахло отнюдь не ладаном, как ожидала Вика, а плесенью и пылью. Фрегат предварительно обошел помещение с фонарем, проверил, не осталось ли где растяжек или иных сюрпризов, и лишь потом извлек из кармана зажигалку. Девушка молча стояла у дверей, ожидая указаний сталкера, но тот вновь словно забыл о ее существовании. Минуту спустя зажглись свечи в золоченых подставках, название которых Вика не знала. Подсвечники оставили, буркнул себе под нос фрегат, а иконы унесли, и все свечи теперь стоят за здравие. Он указал лучом фонаря на огромный, во всю стену пустой иконостас. Давай осмотримся. Я думаю, тут можно много полезного найти, если в церкви кто-то жил. Спустя полчаса наиболее ценные пожитки предыдущего жильца были сложены возле широкого топчана. Банки с консервами, из которых одни вздулись, другие же выглядели неплохо сохранившимися. Несколько аптечек, ящик хорошей водки с названием, оканчивающимся на двойной F, пятилитровые бутылки с водой, упакованный в полиэтилен спальник, четыре цинка с патронами калибра 5,56 и один початый калибра 7,62. Нашлись также всевозможные вещи, аккуратно упакованные в пакеты или висящие на плечиках в сухом шкафу. А еще были книги. Много. Церковные и не только. «Здесь не опасно?» спросила Вика, разглядывая устроенную в ближнем к двери углу маленькую кухоньку с тарелками, кастрюлями и газовой горелкой. «Не опаснее, чем снаружи», прокомментировал фрегат. «От Монгола и компании мы ушли достаточно далеко. Дверь крепкая, окна заколочены. А тут даже уютно». Вика улыбнулась впервые за долгое время. «И газовый баллон есть. Можно приготовить что-нибудь. Хочешь есть?» Не отказался бы. Сталкер прошелся по комнате, приоткрыл ведущую за иконостас дверь. В алтаре стояли штабелями ящики с продуктами и патронами. Фрегат прошел внутрь, плотно прикрыл створку за собой. «Прости, отец, я очень изменился», хрипло проговорил он, запрокинув голову к заплесневелому потолку. Он и сам не знал, к Богу обращался или к покойному отцу. «Маленькая исповедь. Я не смог спасти церковь и село, не спас тебя. Я пришел в зону и убивал. В основном бандитов, когда вопрос стоял ребром, либо стреляю я, либо в меня. А однажды добил раненого напарника. Он с минуту молчал, прислушиваясь, как за тонкой перегородкой иконостаса с заколоченными досками окнами для икон стучит кастрюлями Вика. Я так стремился стать чудовищем, быть, как Максим Зверев. Убеждал себя, что могу, что тогда забуду все, что случилось. Я был слишком добрым для мира живых и в зоне не смог стать достаточно жестоким. Отец, не понимаю того, чему ты меня пытался научить. Я не могу простить твоих убийц. Не могу. Но я в силах поставить точку, уйти прочь из зоны. Ты говорил, что однажды я пойму, Бог есть, Он наблюдает за нами. Однажды, когда буду нуждаться. И эта церковь, возникшая посреди леса, и аномалия, отпугнувшая псевдопсов. Что это, если не Божий промысел? Или воля зоны? Дай мне знак, отец. И, словно отзываясь на мольбы сталкера, снаружи завыли псы. С жутким хором, сидя, кажется, под стенами церкви. Зазвенела посуда, вскрикнула Вика. Что такое? Выбежав к ней, спросил фрегат. Девушка собирала с пола разбросанные алюминиевые миски и ложки. Просто испугалась этого воя. А ты что там делал? Разговаривал сам с собой. Сталкер пожал плечами. Решил, что не нужно мне ознакомиться с Ивановым и лезть в его дела. Сразу рвану из зоны. По дороге, в радостном, передам тебя с рук на руки этому прибалту и рвану домой, за Урал. Девушка от таких слов просветлела лицом. Вдруг шагнула навстречу фрегату, прижалась к нему всем телом, принялась целовать в заросшие щетины и грязные щеки, в губы, попыталась расстегнуть молнию на его штормовке. — Белка, ты что делаешь? — Молчи, — шептала Вика. — Только молчи. Она ловко сдернула со столбеневшего фрегата куртку. Холодные ладони девушки скользнули под свитер и футболку. — Я наглоталась этой жижей и травы, видела копошащихся в вонючем вдохлом лосе собак, — шептала она, стягивая с себя одежду. Псевдо псов поправил ее фрегат и попытался отстраниться. — Белка, ты в порядке? У тебя, кажется, истерика. — Какая разница? — перебила его Вика. Руки девушки, теперь горячие, уже стягивали с фрегата свитер. Красивая и немного сумасшедшая, она, как магнит, притягивала его, и сталкер обхватил Вику за талию. От мокрой одежды пахло кровью и тленом, потом и грязной болотной жижей, но они этого не замечали. Стояли, обнявшись посреди оскверненной церкви, превращенной в сталкерское убежище. На газовой горелке кипело, потрескивая, какое-то варево, сменившее консервную жилплощадь на сковородку, а снаружи выли псы. Зло, захлебываясь, ожидая, пока двуногие выйдут, чтобы стать добычей. — Подожди, отстранив девушку, заговорил сталкер. — Ты же хотела вернуться к этому прибалту. — Я думала, он далеко. Юркинс был так близко и не искал меня все эти месяцы. — Знаешь, почему мы с ним расстались? Вика подошла к импровизированной плите. — Будешь тушенку с гречкой? — Будешь, конечно. Ты же голодный. — Ты знаешь, почему расстались? — Нет. Фрегат оглядел противоположный угол, откуда тянуло сыростью, и обнаружил, что там прежний жилец умудрился установить душ, отделив его от основного помещения деревянной перегородкой. — Он сказал, что я шлюха. — Да-да, так и сказал. Оказывается, сталкер Бубин, с которым я встречалась до него, что-то там наболтал, и он... Вика шарахнула ложкой по сковородке. — Да, пошел он. Я же думал, что он погиб. Все говорили, что нашли его тело на границе с могильником. Я решила, что все, кончился бравый леший по прозвищу Юргенс. Потом оказалось, что он живой. И вот... Живет, тварь такая, совсем рядом. Она заплакала. Беззвучно лишь катились слезы по измазанному грязью лицу. — Я знаю, чем тебя развеселить, — улыбнулся фрегат. Вика недовольно глянула на него. — Тут есть душ. Посмотри. Перекрыв вентиль на газовом баллоне, девушка подошла к завешанному целлофанам чулану в противоположном углу. Там было темно, и они с фрегатом не сразу разглядели сливное отверстие в полу среди почерневших досок. Снаружи бак. Наверное, туда наливается дождевая вода. Она может быть заражена. Вика горько усмехнулась. — Да, пофиг. Скажи только, оттуда, снизу, ничто меня не ухватит. Фрегат, заглянул в сливное отверстие, пожал плечами. — И снова пофиг, — услышал он за спиной голос Вики. Из жуткой передряги выбралась. Теперь многое кажется не таким пугающим. Когда он обернулся, девушка стояла посреди комнаты. Обнаженная, светловолосая, белокожая. Грязная одежда, комковатой кучей валялась у ее стройных в лиловых синяках ног. Еще вчера он грубо насиловал Вику, пользуясь безнаказанностью, и не видел в ней особой красоты и притягательности. Сейчас же смотрел на нее, как на тоненькую свечку, боялся дышать. — Найди мне что-нибудь переодеться. Улыбнулась она и шагнула в пахнущую сыростью душевую. Скрипнул вентиль, зашумела вода. Фрегат стоял над сваленными у входа вещами и думал, что слово «переодеться» прозвучало из уст Вики совсем по-домашнему. Он бы хотел почаще слышать домашние слова. — Вода теплая, — высунулась из душевой девушка. Она как-то греется? — Скорее всего, это из-за близости аномалий, предположил Фрегат. — У тебя там мыло или что-то вроде этого осталось? — Да, тут и мыло, и шампунь есть. — Странно, зачем уходя оставлять столько вещей? — Чтобы вернуться. Фрегат отыскал среди одежды бывшего хозяина чистую, упакованную в пакет футболку, полотенце, замотанный в целлофан теплый свитер и положил на пол рядом с душевой. — Интересно, нам хватит воды на двоих? — вдруг спросила Вика, а потом позвала. — Иди ко мне. И все стало неважно. Зона, сталкеры, Иванов. Лишь они, двое, осыпающие друг друга поцелуями, жаркий шепот Вики, прерывистые, частые дыхания и стон. Так стонала лесная птица этой ночью. Так шептал ветер зоны. Позже они лежали на застеленном тряпками топчине, пахнущей мылом и жизнью. Вика доверчиво положила голову на грудь фрегата и задремала. Он не спал. Лежа на спине, думал, что ее поведение вполне объяснимо, какой-то там синдром, когда жертва влюбляется в насильника. Наконец, девушка проснулась, тихо спросила. — Тебе никогда не казалось, что ты не умеешь любить? Живешь, встречаешь разных людей и принимаешь их чувства и свои собственные за любовь, а потом оказывается, что это и не любовь вовсе. — Мне часто кажется, что я не умею жить, в тон ей отозвался фрегат. — А как тебя зовут? — Прости, глупый вопрос, но... — Алексей. — А меня Вика. — Ну, ты, наверное, знаешь, ни Белка, ни Дуреха, ни Эйты. — Хорошее имя. Сталкер улыбнулся. — Как думаешь, у нас может что-то получиться? — И все же она была наивной девчонкой. Горькая юность, такие же горькие годы в зоне и рядом с Ивановым. Вике подумалось, что фрегат именно тот человек, что предназначен ей свыше. Ведь не случайно судьба привела их в эту старую церковь. Не случайно. Вику пугало, что, возможно, это опять не любовь, просто она, сама того не понимая, ищет самого сильного мужчину и хочет быть с ним. Юргенс был сильным, и она преданно заглядывала ему в глаза. Иванов, словно карты, тасовал судьбы тысяч людей, выдергивая из общей колоды и отбрасывая в отбой. И рядом с этим чудовищем была верная белка. А теперь? Я убил инквизитора и грызуна, прозлепив пересохшие губы, сообщил фрегат. А я принесла в научный лагерь артефакт, который убил сталкера. Я добил своего друга, когда того ранили военные. А я принесла сборку в один из домов Надеждинска, и живущая там женщина убила своего мужа, а потом и себя. Я, и ты, и я, Вика вскочила на ноги. В теплом свитере на голое тело она выглядела совершенно беззащитно и от того еще более притягательно. Пойми, мы оба наломали дров, но надо жить дальше. Эти, она указала на заколоченные досками иконостас, говорили, что можно искупить грехи. Может, нам убить Иванова? Это чудовище. И так искупить грехи? Девушка тут же спохватилась, закрыла себе рот ладонями. Нет, 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 что я говорю? Даже не думай об этом. Тебе нельзя видеться с Ивановым. Он тебя убьет. Леша, скажи хоть что-нибудь. Фрегат молчал, глядя на Вику, по злой иронии судьбы, родившуюся не в той семье, воспитанную не так и пустившую свою жизнь под откос. А ведь она хорошая, настоящая. Но где-то на том свете с нее спросят за двоих убитых, а может и за группу Монгола тоже. Правда, она будет спрашивать себя за каждого всю оставшуюся жизнь. Будет просыпаться по ночам, когда во сне убившая мужа женщина спросит «За что?» и Вика не найдет ответ. «Меня давно не называли Лешей», прошептал он, поднялся с неудобного топчена и обнал девушку. «Я не знаю, получится ли у нас что-то, сможем ли мы уйти от зоны и самих себя, сможем ли забыть все, что случилось». «Но надо стараться». «Согласна?» Вика закивала. «Судьба дала нам второй шанс, хотела она сказать, но громкий стук в дверь прерывал ее на полусловие. «Кто там у нас?» послышался из-за двери властный мужской голос. «Отпирайте, иначе вышибем дверь!» «Что, в чужом доме крепко спится и сладко естся?» Вика вцепилась острыми пальцами в предплечье фрегата. «Не открывай, я тебя прошу, Леша, не надо. Нас убьют, тебя убьют, я знаю. Зона не прощает тех, кто хочет измениться. Это все зона». Фрегат поцеловал ее в губы, указал в угол. «Бери пистолет и прячься там». Сам же схватил автомат и, как был, в растянутой тельняшке и чужих штанах пошел к двери. Вечером они заперли церковь изнутри на тяжелые массивные задвижки. Причем такое не выбить. «Мы не знали», начал он, прислонившись к двери, и в этот момент стоящий снаружи выстрелил сквозь деревянные препятствия. Фрегата швырнула на пол. Еще две пули пролетели над ним и впечатались в пустой иконостас. Вика закричала, кинулась к сталкеру. Стрелявший, явно рассчитав траекторию, пустил две пули ниже, под углом, и обе ударили в спину склонившейся над фрегатом девушки. Теперь кричал сталкер, в ужасе и бешенстве, глядя, как начинает туманиться взгляд светловолосой белки. Снаружи послышались голоса, грохнуло несколько выстрелов, но безуспешно. — Все будет хорошо, — шептал фрегат. — Ты же сама говорила, что из передряги выбралась. — Все будет хорошо. Он пополз к топчану, возле которого оставил свой опаленный аномалии и рюкзак, чертя на полу кровавую полосу. — Пуля в животе — это плохо. Очень плохо. — Господи, если ты есть, помоги ей. Не мне, только ей. Чтобы не отключиться от боли, фрегат до ломоты в скулах стиснул зубы, сжал кулаки и закричал. — Будь в сознании, слабак! Боль — херня! Боль проходит! В алтарной части церкви что-то громыхнуло, и фрегат догадался, что кто-то ломает доски на одном из окон. Подтянул за ремень автомат, сделал рывок к рюкзаку. Подтянул автомат, рывок. Автомат, рывок. А в алтаре уже кто-то был. Перекатившись на живот, чувствуя, как в брюшине что-то пульсирует и будто даже лопается, фрегат перевел переключатель огня калаша на автоматический режим. — Господи, прости меня! И пустил длинную очередь в метре над уровнем пола, перечеркивая горизонтальной строчкой иконостас. Распахнулась и хлопнула стену одна из тонких дверок, вторая слетела с петель, начали с треском отлетать доски, которыми со стороны алтаря был заколочен иконостас. Когда боек сухо щелкнул, фрегат, оглохший от грохота выстрелов, закашлившийся от порохового дыма, откинул автомат. Он должен был добраться до рюкзака. Обязан, ведь там лежит артефакт серб, который он берег для себя последние пару месяцев. Нет же, сейчас чудесная вещица нужна Вике. «Вика!» — крикнул он, но смотреть в сторону девушки побоялся. Что, если она уже мертва? Зато о своей живучести заявил прежний жилец церкви. Он вышел из алтаря, из решеченной пулями, с автоматом в окровавленной руке. Поднять оружие для выстрела уже не мог. Изо рта толчком вырывалась кровь при каждой попытке что-то сказать. Мертвец, который не подозревает, что уже мертв. Незнакомец сделал шаг, второй и рухнул лицом вниз. Сталкер тем временем добрался до топчана, трясущимися окровавленными руками подтянул к себе рюкзак и пояс с ножнами. Срезал ножом клапаны рюкзака, вынул из тканевой утробы контейнер с артефактом и пополз к раненной девушке, отталкиваясь ногами от пола и оставляя кровавые мазки. Больше всего на свете он боялся сейчас потерять сознание. «Вика, не умирай!» кричал сталкер. «Пожалуйста, не умирай!» Он полз к ней, чувствуя, как из живота сочится кровь, а силы тают. Когда до белки оставался последний рывок, фрегат услышал шум в алтаре. «Их же двое!» горько подумал он. Но из алтарной части показался не человек. Два осклизлых, рычащих псевдопса выкатились в центр перегороженного ящиками помещения, сбивая подсвечники и погружая церковь во мрак. Один из псов тут же вцепился в руку мертвого незнакомца, принялся отгрызать пальцы. Второй двинулся к фрегату. Пес все понимал. Ему было ясно, что двуногий не противник, и вцепиться ему в глотку самое сладкое, что может быть. Но сталкер не сдавался. Перехватив нож обратным хватом, он втыкал его в пол, подтягивался и повторял хитрый прием. В свете догорающих свечей единственного не сбитого псами подсвечника фрегат вскрыл ножом контейнер, обжигая руки, достал небольшой, похожий на миниатюрный окорочок, светящийся желтым артефакт, и что было сил, а их оставалось не так уж и много, шарахнул по артефакту лезвием ножа, а затем приложил подарок зоны к свитеру на груди Вики. Голодный пес прыгнул мгновение спустя, и фрегат не успел воспользоваться ножом, лишь прикрылся, сунув в пасть пса локоть левой руки. От неожиданности мутант взвизгнул, чувствуя, что под его зубами не мягкая плоть, а рука в футболке, но было поздно. Сталкер с размаху вогнал нож ему в череп, откинул мутанта и потянулся к выроненному Викой пистолету. Он уже ухватил Макаров, когда второй пес, перелетев через девушку, схватил его за запястье правой руки, которая только-только нащупала оружие. Желтобокий артефакт соскочил с груди Вики и покатился по полу. Разрывая мясо и вены, пес вгрызался в руку сталкера, зло рычал, а у фрегата не оставалось сил сопротивляться. Болевой шок был близко, очень близко. И тогда фрегат сделал то, на что был способен, наверное, лишь Максим Зверев по прозвищу Зверь. Он схватил пса здоровой рукой, повалил его на пол и вгрызся в глотку зверюги. С первого раза ухватить плод не получилось, рот забивала покрытой лосиной кровью шерсть, но, наконец, гортань мутанта хрустнула и пес разжал челюсти. А человек нет. Фрегат продолжал сжимать зубы до тех пор, пока не почувствовал во рту вкус крови. Лишь тогда он дотянулся до артефакта, уложил его обратно на грудь Вики, а сам лег сверху, накрыв девушку собой. С полминуты он вслушивался в ее прерывистое, булькающее дыхание, потом обнял, чуть приподнял с пола и запустил окровавленные пальцы в пулевое отверстие. Ему предстояло руками вырвать из тела Вики обе пули, иначе от артефакта серп не будет никакого проку. С первой получилось легко, а вторая засела глубоко, и фрегат не сразу ее нащупал, но нащупал. Пока действовал артефакт, Вика не чувствовала боли, но если бы не серп, умерла бы от болевого шока в тот же миг. Когда оба свинцовых конуса упали на пол, сталкер поднял футболку и запустил пальцы к себе в живот. Быть может, пребывающая в бреду Вика не ощущала боли, но он ощутил ее за двоих сполна. Близость артефакта помогала не умереть от шока, но от каждого движения пальцев внутри разорванного живота по телу прокатывалась волна жуткой боли. Он чувствовал себя лосем на раздутые тела, которого они набрели этой ночью. «Вика, пожалуйста, не умирай», шептал фрегат, продолжая искать в своем теле инородный предмет. «Безуспешно». Тогда он обнял Вику, положив между нею и собой артефакт, левой, целой рукой ухватил пистолет и провалился в беспамятство. Утром Вика очнулась первой. Она не кричала, лишь с ужасом глядела на лежащего рядом с ног до головы измазанного в крови фрегата. Она помнила, как Леша шел к двери, как в него выстрелили, потом пустота. Оглядела церковь и оцепенела от ужаса. Посреди помещения лежал труп человека в сером камуфляже, а рядом два мертвых псевдопса. Еще один, живой и здоровый, стоял в дверях алтарной части и, не мигая, смотрел на Вику. Когда девушка потянулась к пистолету, зажатому в руке фрегата, мутант скрылся в алтаре. Сталкер очнулся минутой позже, получив пару хлестких болючих оплюх. Первым делом взглянул на погрызенные мутантом запястье и обнаружил, что место укуса зарубцевалось, а все пальцы двигаются нормально, кровоток есть. «Я боялась, что ты не очнешься», прошептала Вика. «А я боялся, что не очнешься ты», фрегат захохотал, но потом вдруг болезненно скривился. «Что такое?» «Не смог удалить пулю», прокомментировал он. «Артефакт залечил раны, но кусок свинца еще где-то в моем животе». «Леша, это опасно». Фрегат не стал лгать. «Да, есть вероятность, что эта штука застряла в кишечнике или каком-то органе». «И тогда я скоро откину копыта». «Я могу вызвать сюда людей Иванова», решительно заявила девушка. «У него есть хирурги, которые помогут». «Нет, нет, никакого Иванова». Фрегат тяжело поднялся на ноги. «Сейчас ты зарядишь артефакт от аномалии снаружи, а потом мы повторим процедуру». «Хочешь, чтобы я распорола тебе живот и нашла в нем полю?» Она содрогнулась от одной мысли о подобном. Фрегат кивнул. «Только сначала заколотим окно в алтаре, иначе к нам залезут мутанты». «Да не бойся ты так. Если нервничаешь, можно хлопнуть водки». Вика вновь плакала, так же тихо и слезно. «Я все сделаю. Слышишь, я, если надо, всего тебя разрежу и достану эту пулю, лишь бы ты выжил. А потом мы уйдем отсюда, навсегда, и будем счастливы». Фрегат вновь кивнул. Вот такой настрой Вики ему нравился. Девушка тем временем подошла к мертвецу с отгрызенными пальцами, перевернула его без всякой брезгливости и сообщила. «Я знаю его. Это один из людей Виктора, Кастор. Тот самый напарник Журавлева, что ли, который погиб несколько лет назад». «Он, как Юргенс, любитель умирать понарошку», возразила Вика. «Не погиб, просто стал одним из людей хозяев. И знаешь, кажется, убив его, мы искупили хотя бы часть наших грехов». «А ты никогда не думала, что в зоне можно построить храм?» вдруг спросил сталкер. «Православный? Неважно, можно мечеть или кирху. Главное, храм». Вика не ответила. «Ладно, давай поищем гвозди и молоток. А потом будем доставать пулю». «Ты спрашивала, все ли у нас получится?» «Думаю, да. После таких испытаний либо становятся единым целым, либо разочаровываются друг в друге». «Ты во мне разочарована?» «Ничуть. И я в тебе не разочарован. К тому же, впервые за долгие годы я не разочарован в себе». Глава четырнадцатая «В подвале темно и сыро». «Гулкая пустота». Слышно, как капает вода где-то в противоположной части помещения. Лишь конус света от фонаря доказывает, что сталкер Жура еще жив. «Кап, кап, кап, хлюб». И каждое противное «кап» отдается где-то внутри черепа булькающим эхом «кап». Мишка Верещагин, мой друг и сослуживец, сидит в нескольких метрах поодаль на перевернутом валяется фонарь, я вижу измазанные в грязи берцы камуфляжные штаны. Дальше, там, где свет фонаря истончается, скрытое в полумраке лицо. Голос Мишки ни с чем не перепутать. Низкий, прокуренный. Он говорит, делает знакомые жесты. В свете фонаря то и дело возникают его обожженные руки, между пальцами сталкер крутит пулеметный патрон. Остроносый и смертоносный, взятый трофеем с тела легионовского пулеметчика во время первого выхода за рубеж. Рад меня видеть, Сань. Я отрицательно мотаю головой. Рад ли видеть старого друга? Нет, нет, нет. Вся беда в том, что Верещагин погиб прошлой осенью. Ты нереален, ошибаешься, реален, как ты и твои друзья. Я не вижу его всегдашней широкой улыбки, но по изменившемуся тону голоса понимаю, улыбается. И р он произносит со свойственным лишь ему рычанием. Ты не Верещагин? Может быть, охотно соглашается собеседник и на мгновение перестает крутить в пальцах патрон. Я твоя совесть. Думаешь, ты герой, Сань? Я снова отрицательно мотаю головой, вытряхивая из черепа неприятный звон. Не герой. А хочешь, я расскажу тебе о гибели профессора Шилова, о клапане и баксе. Хочешь? Откуда ты знаешь? Хриплю я, пытаясь подняться с пола, но тело не слушается. Ты мне рассказал. Все. Даже больше, чем знаешь о себе сам. Мальчик Саша, который не нашел себе места в реальном мире и пришел в зону искать счастье. Здесь ты прижился, но я бы назвал твое везение и попытки изменить мир болезнью. Синдром героя, Верещагин захихикал. Я знаю, ты мутант, вы с Кастром спелись, сволочи. Нет, нет, я твоя совесть. Сдайся, перестань бороться и подчинись. Перестань спрашивать, кто я. Поверь, что я твой друг. Зачем? Ты должен впустить меня в свой разум. Твой друг спам поверил, что я его наставник артист. Монгол поверил, что я его сын. Но ты упорствуешь. Хрена с два ты заберешься в мои мозги, сраный псионик. Голос Лжеверещагина вновь стал рычащим. Посмотрим! Из последних сил я повернул голову вправо, куда смотрел горячий мордый фонарь. В его свете успел увидеть безвольно сидящего, привалившись к стене, сталкера Монгола. Ну же, Монгол, подъем! Я долго не продержусь! А потом в помещение ворвались люди. Двое. Они вошли, и сидящий на стуле Верещагин вдруг растворился в воздухе, словно ночной кошмар. Саня! Меня это отходняк после псионика, послышался другой голос. Сейчас очухается. Испуганные, потерянные, мы сидели в основном корпусе сектантского лагеря. События последних часов вымотали всех троих. Мы больше не были теми сталкерами, что вошли в лагерь ветра. Чудовищный мутант, профессор Дугин, проживал и выплюнул сознание каждого. Батрак рассказал нам, как вместе с двумя молодыми анархистами попал в лапы псионика и как вынужден был неделями сидеть в подземелье. Потом мы молчали. Все. Долго. Мужики, нарушил он затянувшуюся паузу. Что будем делать? Мы со спамом отрешенно глядели не на него даже, сквозь него. Надо похоронить погибших, нашелся монгол. Он всегда был сильнее прочих и физически, и морально. Титановой прочности нервы и стальная воля, которую пытался согнуть и скорюжить мутант. Но и мутанту далеко не все удалось. А что если придут еще сектанты или мутанты заявятся? Заволновался сталкер. Хороним, сказал, как отрезал Хусаинов, тяжело прошел по фойе и пнул лежащее у входа тело Дугина. Этого тоже. Схер ли его? Возмутился я. Монгол пожал плечами. Когда-то он был хорошим человеком. Да только потом скурвился, поддержал меня спам. Нацепил пояс с артефактами и начал нас выкручивать. Ты забыл Монгол, что он вытворял? Да меня трясет, стоит вспомнить, какие он из меня воспоминания вытягивал. Твои же воспоминания, не его, буркнул сталкер. Да и вообще, я не уверен, что он человек. Скорее всего, мутант, вроде Зверева. Он подошел к покойнику, отстегнул у того ремень с подсумками. Никогда не слышал, чтобы артефакты могли давать способности псионика. А ты вспомни, как на проклятой топе люди хозяев растворялись в воздухе. Вспомни. Тут другое. Монгол бесцеремонно перевернул мертвеца. На него уставились два поблекших остекленевших глаза, с виду совсем как человеческие. Ты его будешь рассматривать во всех подробностях или наконец пойдем хоронить ребят? Хусейн вкивнул. Да, идем. Надо найти лопаты. Мы вышли из корпуса. Снаружи вовсю разгулялся февраль. С крыши корпуса комками съезжал снег, под подошвами ботинок спрессовываясь и становясь грязно-бурым. Весна года в зоне буркнул спам. То мороз, то оттепель. Три года назад вообще осенняя погода всю зиму стояла. Он прошлепал по раскисшему снегу, огибая почерневшие тела сектантов. Зато земля оттаивает, хмыкнул батрак и ухватил ближайшего сектанта за ноги. И что ты предлагаешь? Похоронить. Сам будешь копать могилу. Тогда давай хотя бы отнесем его в тот бункер, где меня держали. И всех вообще. Кинем потом сборку внутрь, и пусть горят. Кремация тоже выход. Мы с монголом идею поддержали. Хотелось поскорее очистить двор от мертвецов. Тяжелых, но мягких покойников относили к лазу в пристрое, скидывали вниз. Их оказалось семнадцать человек. Кто-то погиб от наших пуль, кто-то отравился газом. пинулся батрак. Да, а что? Он пожевал губами, потом выдал. Да, когда я сюда попал, сектанты как раз откуда-то перли баллон с такой надписью. Совпадение какое. Это не совпадение. Закрывая люк, за последним мертвецом начал Белоспам. Да-да, знаю, это скрытые закономерности. Приходилось такое слышать. Вот, они и есть. Теперь хороним ребят, скомандовал монгол. После нескольких часов мысленных пикировок с мутантом сталкер был на грани нервного и физического истощения, еле волочил ноги, но похороны друзей были для него первоочередной задачей. Лопаты отыскали в основном корпусе, а с ними Кайло. Долго долбили землю и рыли могилу. Может, сборку сделаем из артефактов, предложил спам. Разогреем грунт и будем потихоньку внимать его. Сталкера будто не услышали. Мы с монголом со стервенением били Кайлом землю по очереди, сменяясь через каждые пять минут. Наконец, могила была вырыта. В нее опустили тело грызуна и инка, принесли скрученного окоченевшего хорька, сверху накрыли найденные в основном корпусе холстины и принялись забрасывать землей. Кто-нибудь хочет что-то сказать? спросил монгол, когда могила была засыпана полностью. Все молчали. «Покойтесь с миром, мужики!» Тихо, тяжело проговорил он. «И спасибо вам за все!» Когда мы вернулись в главный корпус, чтобы собрать вещи и поесть, с неба сыпал крупный сухой снег, заметно похолодало. «Через час выходим», сообщил монгол. «Быстренько перекусим и в путь». «Батрак, ты с нами?» Сталкер рассеянно кивнул. «Мы пойдем по своим следам», продолжал тем временем Хусайнов, точнее по следу фрегата и белки. «Найдем их и убьем!» «Я убью!» «Сам!» Мы переглянулись. Отомстить за гибель друзей хотелось всем, но монгола будто мотала из крайности в крайность. То он произносил разумные, вполне логичные вещи, то вдруг эмоционально заявлял, что нужно нагнать и убить врага. «В этом деле не стоит торопиться», попытался я его образумить. «Мы все измотаны, нужно найти место, где можно будет отдохнуть, а уже потом мы настигнем фрегата». Монгол нахмурился. «Час тебе на отдых и выдвигаемся». Но отдыхать нам не дали. Не прошло и двадцати минут с того момента, как мы похоронили ребят, как на территории промзоны загудели моторы снегоходов. Припав к продышенным на заиндевевших окнах глазкам, мы с удивлением наблюдали, как в центре двора остановились три аппарата, точно таких же, как те, на которых нас с Харьком пытались уничтожить прошлой ночью. «Откуда у секты снегоходы?» — чуть слышно спросил я. «Зона помогает», переиначив знакомую шутку, улыбнулся Батрак. «Что делать будем?» От снегоходов в сторону нашего корпуса двинулось пятеро вооруженных бойцов в камуфляже. У четверых автоматы, у того, что по центру гранатомет бульдог. Шестой боец остался у снегоходов. «Сидим тихо», скомандовал монгол. «Это явно не сектанты». Он уже понял, кто к нам пожаловал. Поняли и мы со спамом, лишь Батрак удивленно крутил головой, пытаясь понять, что происходит. «Хозяева прислали своих псов», объяснил за всех хусаинов и добавил «Жора, проверь, может удастся уйти через окна». Я на корточках переместился к ближайшей двери, вошел в комнату, где совсем недавно фрегат беспечно пил пиво, а остальные обсуждали гибель хорька. Окна здесь были заложены кирпичом. Вторая комната то же самое, а время уходило. Вот-вот вооруженные люди найдут в пристрое тела сектантов, а за ангаром сожженные снегоходы. Сложить дважды два им ума хватит. В третьей комнате, где вдоль стены тянулись ряды двухъярусных кроватей, окна были зарешочены, но главные были. Почему сектанты не боялись, что ночью какой-нибудь мутант разогнет прутья арматуры и отужинает спящими, мне было неведомо, да и не интересовался я подобными вопросами. Распахнув одну из старых деревянных фрамук, взялся за решетку и потянул прутья в разные стороны. Они не поддавались. Попробовал снова и в этот момент увидел, что вдоль забора, огораживающего промзону, движутся еще несколько человек в похожем камуфляже. Шли они явно к нашему зданию, вытянувшись цепью. Прежде чем они меня заметили и ударили из нескольких стволов, я успел насчитать шестерых, а потом повалился на пол. Надо мной свистели пули, рядом звенело расколотое стекло. Со стороны когда дверь распахнулась, на пороге стоял монгол. Живо за мной! Рявкнул он, и я без лишних вопросов выполнил приказ. В коридоре пахло порохом и горелым мясом. Пробежали до дальнего конца, перепрыгивая через лежащие в повалку тела. Где спам? Только и успел я спросить. Над нашими головами прыснула во все стороны штукатурка. Монгол обернулся, выпустил короткую очередь из автомата. Все плохо, да? Вновь спросил я, чувствуя, как страх парализует тело. Но и теперь я старался не отставать от Хусаинова. В конце коридора обнаружилась лестница, ведущая наверх, и мы влетели туда, перепрыгивая через три ступеньки. Шараж по ним из окон, скомандовал сталкер и побежал дальше, по заваленному хламам чердаку. А внизу продолжался бой. Стрекатали автоматы, несколько раз ухнул бульдог, и пол подо мной содрогнулся. Внимание всем! Отвлекаем их! Послышался в наушнике голос батрака. Славно, что сталкер был жив. А потом выстрелы разом стихли. Получилось! Это уже был хриплый бас монгола. Да, все сделано, валим отсюда. Все к снегоходам, скомандовал Хусаинов, и я, не понимая, что происходит, побежал вниз по лестнице. Потом меня нагнал монгол. Все нормально, держись возле меня, когда зомби попрут. Какие зомби, не понял я. Откуда тут язвенники, любить твою душу? Сталкер не ответил. На столь глупый вопрос и отвечать не требовалось. Мы выбежали из здания. Ветер бросал в лицо колкую снежную крупу, вырывал из набирающей силы бури отдельные людские фигуры, по которым монгол тут же открывал огонь. Фигуры, словно кегли, падали и стирались, пропадали из виду. В совершенном непонимании происходящего мы пробежали метров триста, когда налетели на первый снегоход. Садись, ты поведешь. Монгол дождался, пока я сяду за руль аппарата, потом уместился на сиденье сзади, левой рукой ухватившись за прорезиненную ручку, а на сгибе правой сжимая автомат. Пошел! Я дал по газам. Снегоход сорвался с места, резко крутанулся на свободном пятачке и полетел сквозь пургу к воротам. Пару раз мы едва не налетели на островы машины, за которыми ночью прятался наш немногочисленный отряд. Потом из белого, не снега даже, из белого шума на нас выпрыгнул человек в камуфляже, безумно размахивая руками. Монгол на ходу срезал его очередю и крикнул мне в самое ухо «Давай, Жура, быстрее!» Сзади нас нагонял второй снегоход. На мгновение повернув голову, я увидел, что за рулем сидит батрак, а сзади бледный как полотно спам. «Что там произошло? Любить твою душу!» крикнул я, не в силах оставаться в неведении. Желание узнать все и стать частью важного события не оставляло в покое. «Потом!» отмахнулся Монгол. «Все потом!» Ворота оказались распахнуты и наши снегоходы скользнули меж разъявленных створок одновременно. Здесь батрак сбавил ход, я последовал его примеру. «Стоп!» Монгол хлопнул меня по плечу. «Останавливайся!» Я заглушил двигатель снегохода и только теперь закашлялся, чувствуя, что поездка с ветерком скоро обернется бронхитом. «Что там произошло?» повторил я свой вопрос. Хусаинов не ответил и теперь. Подбежал к спаму, который свалился в снег со своего снегохода и теперь конвульсивно вздрагивал. Я подбежал ближе, увидел, что на губах парня выступила пена. «Я говорил», причитал над ухом батрак, «не нужно было надевать этот поезд с артефактами!» «Если бы он не надел, мы бы не ушли оттуда живыми», парировал Монгол. Он сорвал со спама знакомый мне поезд с контейнерами и отбросил в сторону. «Он что, надел поезд и стал псиоником?» попытался я разобраться в происходящем. «Жура, не до тебя!» Монгол хлопал сталкера по карманам, наконец, в правом нагрудном отыскал два небольших шприца. «Рот ему открой», скомандовал он батраку, и тот неуклюже принялся разжимать плотно сомкнутые челюсти спама. Одним шприцем, скинув пластиковый колпачок с иглы, Монгол ткнул сталкеру точно в язык, отчего спам вздрогнул и застонал. Второй шприц пару секунд держал на вытянутой руке. В сердце надо колоть. Мы с батраком принялись расстегивать камуфляж, стягивать бронежилет сбьющегося в конвульсиях человека. Наконец, Монгол всадил шприц точно в грудь напарника, и тот затих. «Зачем ты ему позволил?» вновь взвал батрак. Теперь Монгол не отвечал и на его вопросы. Схватил автомат и пошел обратно в пургу. Спустя пару минут в белой мгле загрохотали выстрелы. «Что там произошло?» спросил я у батрака, застегивающего одежду на груди обездвиженного спама. «Твои друзья на голову ушиблены, сталкер!» выпалил он. «Один надел пояс и понялся изображать псионика, а второй выманил на себя тех людей и они всех их превратили в зомби!» Вернулся Монгол, перезаряжая автомат, подошел к нам, велел «Батрак, привяжи спама к себе очень крепко, чтобы не свалился, и жди нас. Мы вернемся кое-зачем и минут через десять поедем». Мне он махнул рукой и снова скрылся в пурге. «Куда поедем? Зачем мы возвращаемся?» Монгол, взявший привычку в ответ на вопрос жало несколько свежих тел. «Снимай с них пояса», велел Монгол. «От такого я опешил. Его только что пытались убить. Его лучший друг нацепил на себя пояс со смертельно опасными артефактами, а он охотится за сборками мертвецов. «Быстрее, Жура, сейчас каждая минута дорога. Нам нужно четыре пояса. Объяснишь, зачем они нам? Все узнаешь в свое время». Монгол ликовал. На его лице поселилась радостная улыбка ребенка, узнавшего, что на обед ему дадут ведро любимого мороженого, а вовсе не опротивившие овощи и суп. В то, что спам оклемается, верилось с трудом. Когда мы внесли его в основной корпус детского сада, он мелко трясся, стонал, прощупать пульсы вовсе было почти нереально. Батрак в общих чертах обрисовал непроизошедшее. По его словам, когда стало понятно, что боя не избежать, спам сообщил, что у него в нагрудном кармане два шприца. Один колоть в язык, другой в сердце. Что он имел в виду, ни Батрак, ни Монгол тогда не поняли. А потом сталкер надел пояс покойного Дугина и нажал на какую-то кнопку в районе пряжки. В течение последующих минут Монгол, сломя голову, носился по территории из кладов, вызывая огонь воинов-хозяина на себя, а спам прицельно выжигал мозги тех, кто проявлял агрессию. Спустя пару часов на территорию детсада вошли двое. Мужчина в потертом плаще и молодой парень в теплой куртке с капюшоном. Монгол встретил их у крыльца. Обнал парня, крепко пожал руку человеку в плаще. Кто это? Не понял Батрак, наблюдавший за происходящим нецелицо. Увидеть вживую легендарного лекаря с болот считалось делом почти невероятным, но вот он, Болотник, поднимался на крыльцо заброшенного детского сада в компании Монгола и мутанта Шатуна. Привет, Моро, поприветствовал я мутанта. Здравствуйте, Болотник. Оба кивком поприветствовали меня и прошли к лежащему. Что это была за сборка? Быстро спросил Болотник, ставя на пол рядом со спамом свой чемоданчик. Чтобы псиоником. Человек не может стать псиоником, поморщился Болотник. У него для этого не хватит, скажем так, пропускной способности мозга. Он замолчал, глядя то на Монгола, то на меня. Хотите сказать, кому-то удалось сделать такую сборку? Профессору Дугину, подтвердил Монгол. Вас это удивит и даже шокирует, но человек, чьи дневники вы цитировали нам совсем недавно, сделал сборку и пытался с ее помощью выудить из нас информацию о слезах камня. Болотник помолчал, потом протянул руку. Дайте мне эту сборку. Батрак подал болотному лекарю пояс с контейнерами. Это было необходимо, оправдывался тем временем Монгол. Вокруг были люди хозяев, и если бы спам не надел пояс, нас бы смяли. А так вы получили лишь одну жертву со смятыми мозгами, резко бросил Болотник и принялся открывать контейнеры один за другим. «Вы в курсе, что здесь два маленьких осколка слез камня есть?» спросил он нас и, поняв, что не в курсе, продолжил. Тогда механизм ясен. Слезы камня способны подавлять волю человека вплоть до полного стирания личности. Поэтому в свое время сталкер мыс, помните такого, ходил со слезами камня и все вокруг слетали с катушек. Другие артефакты усилили действие слез. Дугин все-таки гениален. «Он болотник», перебил его монгол. Спам вилял вколоть ему какую-то дрянь. Два шприца в язык и в сердце. «В язык?» Болотный лекарь удивленно пожал плечами. «Понятия не имею, зачем это». «А я знаю». Молчавший до этого момента Шатун Мура, словно прилежный школьник, поднял правую руку. «Можно, я отвечу, болотник?» Лекарь кивнул. «Можно, отец?» Мутант обратился к монголу. «Можно, Рамиль?» «Конечно, можно». Воодушевленный Шатун, будто маленький ребенок, принялся рассказывать. «Это чтобы во время припадка не проглотить язык. Так делают адепты зоны, которые носят пояса с артефактами. Я тоже когда-то был адептом и носил пояс». Я заметил, как страдальчески смотрел на мутанта монгол. Бедняга, ему пришлось пережить превращение своего сына в нечто чудовищное. «Значит, со спамом все будет в порядке?» поинтересовался я. «Да, все будет в порядке», Моро улыбнулся. «В первый раз такое бывает. Человек понимает, что теперь может делать многое и немножечко сходит с ума. Но потом привыкает, конечно». «Тогда у меня к вам еще один вопрос, док». Монгол старался не глядеть на сына, спрашивал Болотника. «Да, слушаю». «Вы бывали на проклятой топе после того случая?» «После того случая, когда вы со спамом устроили там бой с воинами хозяев?» «Да, я об этом. Ни разу. А зачем мне там бывать?» Монгол замялся, не знаю, как сказать. «Азат, тебе скоро полтинник. Так че ты мнешься, как маленькая девочка? Говори прямо». «Ну, прямо так подумал, откуда могли приехать люди на снегоходах? Не через лес же они ехали?» «Это те, про которых ты мне снаружи рассказывал?» «Да, эти». «Получается, по просеке ехали». «Тогда откуда?» «От озера не могли. Выходит, только из одного места». «Из задницы», сказал бы фрегат, присутствуем в комнате. Но этого подонка с нами не было. Поэтому все молчали, слушая Хусаинова. «Я думаю, они приехали с проклятой топи. Прямо через аномальные поля». Монгол достал из-за пазухи сложенный в четверо листок, развернул и принялся показывать болотнику. Я подошел ближе и понял, что он демонстрирует лекарю карту с разведданными рубежников. «Вот тут, по просеке они проскочили». «По аномалиям?» прищурился болотник. «Думаю, да. У них наверняка спамом видели что-то подобное, когда пластались на топе с людьми хозяев. Был бы спам в сознании, я бы у него спросил». «Спросил бы, можно ли пройти по аномалиям?» Болотник внимательно разглядывал карту. «А я тебе отвечу за него». «Да, можно. Правда, не все так просто, как кажется». В связи с этим возникла идея. Монгол облизнул пересохшие губы. Я снял с убитых пояса. «Теперь мы можем пройти на проклятую топь». Он замолчал, ожидая реакции Болотника, но тот лишь спросил, «Кто мы? И зачем кому-то вообще соваться на топь, если там обосновались люди хозяев?» «Мы — это все мы. Вы, я, Жура, спам, когда очухается. Даже мой сын». Мутант при этих словах затравленно съежился. «Монгол», строго сказал Болотник, «Ты со своим геройством сильно заигрался, как я погляжу. Спам едва не погиб, половина твоего отряда мертва. Ты хочешь добить оставшихся?» «Мы в шаге от того, чтобы уничтожить хозяев и всю их кодлу». «Кто пойдет воевать с ними на проклятую топь? Я? Так ведь я старик, не способный уже держать оружие. Может, твой сын? Но он мутант, причем дружелюбный. Хочешь, чтобы он убивал людей? А знаешь, что будет в этом случае? Он навсегда превратится в монстра. Ярость просто перекорюжит его сознание, и тебе придется убить его. Сможешь это сделать?» Монгол молчал. «Это уже не война за справедливость, как раньше, а болезнь, монгол, синдром героя, так можно назвать твой случай. Ты ведь должен понимать, что на топе наверняка много вооруженных людей, и они убьют каждого, кто приблизится, будь он с артефактной сборкой на поясе или без нее». «Нам остался один последний шаг», упрямо продолжал Хусейнов. «Я надену пояс и пойду через аномалии. Отсюда до проклятой топи час ходу, не больше, если напрямую. И что ты будешь делать? Каков план? План дойти и убить всех прихвостней хозяев, а потом самих хозяев». Болотник с грустью «Я останусь здесь, со спамом. Ты можешь идти, но пойдешь один, и это будет верный смерть». «Готов?» Хусейнов коротко кивнул, молча прошагал через всю комнату, поднял с пола один из поясов, взял автомат. «Я пойду с тобой», собственный голос показался мне совсем детским и песклявым. Монгол обернулся, скупо кивнул. «Бери оружие, Жура, я жду снаружи». Болотник ничего не сказал, провожая нас. Одного безумного героя и метущуюся душу бывшего военсталкера, решившего, что помощь безумному герою лучший способ искупить грехи. Когда мы вышли из здания и двинулись по свежему снегу, в Пургу, Болотник проверил пульс спама мирно спящего на плащ-палатке в углу комнаты, потом обратился к Батраку. «А ты чего с ними не пошел?» и, не давая сталкеру ответить, отчеканил. «Ты ведь ради встречи со мной затеял весь этот балаган с псиоником, верно, Бергвет?» На лице Батрака не дрогнул ни один мускул. «А где настоящий сталкер Батрак?» задал очередной вопрос Болотник и на сей раз тот, кому адресовались вопросы, улыбнулся. «А ты проницательный старик!» Он шагнул к Болотнику, но между ним и лекарем тут же вырос Мора, демонстрируя сталкеру неестественно длинную, будто залитую в бетон и оттого покрытую серой коростой руку. «Ты ведь не станешь меня убивать, шатун!» усмехнулся Батрак. «Иначе ярость там тебя что-то перекроет!» «Так что с настоящим Батраком?» «Умер», пожал плечами фальшивый сталкер, а я примерил на себя его образ. Болотник прошелся по комнате, выглянул в окно, где буря уже замела наши с монголом следы. «Они пойдут на проклятую топь и найдут твой лагерь. Или там ничего нет?» «Почему же? Есть и лагерь, и множество моих людей. Там сейчас как раз Иванов, очень смышленый мальчик, гораздо более толковый, чем твой друг Кривошеев. С ним было сложно ужиться. С тобой, наверное, тоже старик». Бергвет медленно шел по комнате боком-боком, но Мора зорко следил за каждым его движением. Пожалуй, Болотник понимал, что мутант, пусть и невероятно сильный, не сможет защитить его. «Как там Степан?» поинтересовался вдруг Бергвет, и Болотник напрягся. Лживый прихвостень хозяев не мог знать имя шатуна живущего Болотника, но знал. Вот откуда ты это знал? Лекарь вдруг понял, что происходит. Хотел было сказать Мору, чтобы тот схватил обидчика, но не успел. Тело перестало слушаться. Поняв, что случилось, Мора кинулся на Бергведа, но тот в предупреждающем жесте выставил перед собой ладонь. «Стоять! Иначе я сотру личность твоего престарелого друга!» Болотнику хотелось взвыть от ярости. Теперь он понял все, но было поздно. Вот он, истинный мутант Псионик, новый адепт Зоны, а вовсе не Дугин. Тот был всего лишь послушной куклой, которая должна была умереть, чтобы кукловод добрался до кукол получше, до Болотника, до Монгола и Спама. «Я знаю, что не смогу сломить твою волю, старик», прокатал в сознании лекаря издевательски звонкий голос Бергведа, «И ты не станешь моим послушным орудием. Однако я не могу тебя отпустить, иначе ты предупредишь Монгола». «Поэтому…» Бергвед вдруг шагнул к Мору, выдергивая из кармана аккуратный небольшой стилет и с размаху вонзил лезвие в череп шатуна. Мору покачнулся, медленно поднял руки, ощупал голову, а потом повалился на пол. Болотнику хотелось кричать, рыдать, но тело было неподвижно как камень. «Цени, что я не заставил тебя это делать», усмехнулся Бергвед. «Монгол назвал себя героем, а ведь герои всегда платят самую страшную цену, о чем ему забыли напомнить». «Он убьет тебя», хотелось крикнуть Болотнику, но он не мог. «Ты ведь знаешь, старик», спокойно произнес мучитель, что нити судеб скручиваются в один клубок. «Скоро что-то случится», «Число совпадений достигло невероятного количества». «Сейчас я вырублю тебя, а когда ты очнешься, Монгол уже будет мертв. Тогда я вернусь за тобой и попрошу открыть мне разум». «И ты откроешься, сдашься». Все сдавались. «Ты расскажешь, где твои герои спрятали слезы камня, тот артефакт, что был у сталкера Максима Зверева». «Ты сдашься». «А пока отдыхай». Бергвет размахнулся и приложил болотника по шее. Тот всхрапнул и упал на пол рядом с телом Мора. «Тебя, спам, следовало бы прикончить», произнес Бергвет в пустоту. «Но это все потом». И, наступив берцем на голову шатуна, выдернул из черепа жертвы стилет. Эта партия разыгрывалась слишком долго. Если бы хозяева не жаждали заполучить артефакт слезы камня, тот самый ключ к скорбящему камню, он бы давно уже безжалостно расправился и с монголом, и со спамом, и с журавлевым, конечно. «Но теперь шах и мат, сталкеры!» По телу Бергвета разлилось блаженное тепло ощущение скорой победы. Казалось, теперь усталость его не мучила, руки не ломила, а голова была ясной, словно только что проснулся. «Победа!» крикнул он, и эхо разнесло его слова по пустым комнатам, рикошетя звук от каждой стены. Троекратно повторившись, эхо стихло. Но вдруг что-то Бергвет напрягся. Сначала он принял увиденный за очередной приступ галлюцинации, которые случались у него периодически, побочный эффект долгого ношения пояса с артефактами, но по прошествии нескольких секунд все оказалось реальным. По коридору в его сторону шла, мягко ступая по замусоренному полу, огромная химера. «Зна против того, чтобы монгол умирал?» Бергвет попятился обратно в комнату. Химера вошла следом. Мутант несколько секунд глядел на лежащие вокруг тела, переводя взгляд то на болотника, то на спама. «Сожри их!» Бергвет отбежал к дальней стене просторной комнаты и замер так, чтобы между ним и химерой находился прикрученный к полу металлический стол. «Я невкусный!» В глазах Бергвета полыхнуло пламя преисподней. Он отпрыгнул к стене, но химера уже перешла в стелс-режим. Сталкер остановился, вводя стволом пистолета из стороны в сторону. Он пытался уловить хотя бы какой-то звук. Колыхание воздуха или дыхание смертоносного мутанта, но в комнате было тихо. Бергвет извлек из кармана свой стилет, зажав его между пальцев левой руки. Правая с пистолетом рассекла воздух, и он выстрелил, как ему показалось, услышав шаги. В сполах огня осветил пустые стеллажи, и в следующее мгновение пуля попала в цель. Все-таки интуиция у Бергвета была потрясающей. Химера взревела, и, отпружинив от стены, набросилась на жертву. Одновременно с этим, издав хищные рычания, сталкер отпрыгнул в сторону, и мутант налетел на стол. Упав на пол, Бергвет несколько раз выстрелил Химере в висок. Пригнув голову к полу, монстр замер на пару мгновений, дожидаясь, пока кровообращение восстановится. Эти секунды оказались для Бергвета шансом на спасение. Несколько мгновений, и он уже достиг двери. Химера подняла безразличный взгляд на беглеца, когда тот схватился за дверной косяк, и молниеносно атаковала. Глаза мутанта сверкнули багрянцам, когда мощные лапы взметнулись над обреченной жертвой. Как бы нам не хотелось учиться на чужих ошибках, через все в жизни приходится проходить самим. Это такой процесс взросления, что ли. Сначала ты новичок, держащий в руках ПМ и боящийся собственной тени. Но стоит раз перебороть себя, и ты становишься на ступень выше, шагая по лестнице жизни. Вот ты стреляешь, борешься с псевдопсом или пытаешься выбраться из аномалии. В этот момент ты либо погибнешь, либо станешь другим. Каждый бой, каждый выстрел меняет человека, и ты делаешь новый шаг. Следующий шаг уже сложнее, но награда больше. Ты начинаешь понимать свое место в пищевой цепочке зоны. Как ребенок по мере взросления проходит через ряд кризисов, человек в зоне должен пройти все этапы восстановления, иначе смерть. Если ты побывал в лагере новичков и сразу же отправился в ходку на озеро, пропуская одну из ступеней, то все может пойти не так. Ты просто не будешь знать, что делать, и интуиция, которая взрослела в тебе от боя к бою, подведет. Именно поэтому человек должен сам пройти через все, ошибиться и найти свой путь. Я прошел этот путь до конца. Сначала новичок, потом опытный военсталкер, а теперь смертник. Может и последний этап был испытанием, решающей преградой на пути к новой ступени. Глупая философия, конечно, смахивает чем-то на сектантскую, но какие еще идеи возникнут у вас, если над головой свистят пули? Разномастные стволы зарокатали уже совсем близко, и я едва успел протиснуться в небольшой просвет между массивной дверью и стеной. Изнутри здание чем-то напоминало заводской цех, выкрашенный до половины в зеленый цвет стены с облупившейся штукатуркой, непонятные станки по обе стороны длинного извилистого коридора и тишина. Мертвая тишина, изредка прерываемый скрежетом неплотно закрытых окон. Со стороны входа послышались голоса, и я ускорил шаг. Уже на бегу принялся дергать ручки заперто. Наконец, достиг последней пары дверей, толкнул сперва одну, а потом и вторую. Правая не открылась, а за левой, металлической, обнаружилась комната, уставленная множеством компьютерных мониторов, гудящих системных блоков, заваленные мотками проводов в руку толщиной. Кровь из простреленного бока текла на пол, и с каждой капли потерянной крови становилось все тяжелее передвигаться. Я захлопнул дверь, щелкнул внутренней задвижкой и плюхнулся на пол, прижавшись щекой к холодному металлу. Мы это сделали. Все, как говорил монгол. Надев пояса с артефактными сборками, вошли в аномальное поле. Сначала Хусаинов, затем я. Прошли через аномалии так, словно их и не было, и уже через полтора часа были на проклятой топе. Нас там ждали, что неудивительно, и тут же начали стрелять, правда, все больше мазали, а вот монгол был дьявольски точен. Двоих или троих он убил, прежде чем мы заняли достойную позицию, потом еще одного, то ли убил, то ли тяжело ранил. В горячке неравного и явно самоубийственного боя мы потерялись. Я вбежал в одно здание с толпой преследователей на хвосте, Хусаинов же в другое. Только оказавшись в помещении, я понял, что меня подстрелили. Несколько пуль вошли в живот чуть повыше пояса с артефактами и теперь из ран на пол вытекала кровь. Так я и оказался в этой комнате и, заперев за собой дверь, принялся прислушиваться к собственным ощущениям. Артефакты определенно работали, пытались вылечить меня, но не могли. Прежде мне доводилось видеть, как затягиваются колото-резанные раны, а вот излечения от пулевых не видел ни разу. Да и больше интересовала увешанной мониторами стена. По темному фону ползли контрастирующие с ним буквы. Сощурился и прочел. Старшой, не убивайте их. Бирквит велел дождаться его. Чуть ниже значилось. Иванов, убейте, к черту Бирквита. Вот значит, откуда идет управление сталкерской сетью. А мне дули в уши, что сетью рулят ребята из ЦРУ. Нет же, все те же хозяева заправляют лавочкой. Я медленно прошел через зал, уселся в одно из кресел и принялся знакомиться с функционалом станции. Конечно же, в обилии пультов управления запутался тут же, поняв лишь, что на мониторе ведется трансляция всех событий сталкерской сети, и при желании можно отследить, кто и откуда отправлял то или иное сообщение. Теперь понятно, как Иванов и Ижа с ним постоянно находили нужных им сталкеров, и почему почти год не могли отследить беглого психопата Максима Зверева, у которого не было КПК, а значит и доступа в сеть. Вот так просто я оказался в святая святых хозяев в центре управления сталкерской сетью. Мог ли предположить Иванов, что двое сталкеров пройдут через аномальные поля в его лагерь, пробьются через охрану и попадут сюда? Конечно нет, о таком не мог помыслить и я. Цепь случайности и удивительных совпадений привела меня в эту бронированную комнату. Случайности или? Ожил наушник переговорника, но я смог различить лишь шипение. Похоже, в этом помещении радиосвязь экранировалась. Сняв наушники, принялся искать на пульте управления нужные кнопки. Несколько кликов и на ближайшем мониторе высветилось. Поиск по сети, задайте позывной сталкера. Я впечатал Монгол, щелкнул Enter и принялся ждать. Несколько секунд на мониторе сочными часами, потом высветилось сообщение «Сталкер обнаружен, выберите действие». Пробежался взглядом по кнопкам ниже «Связаться, история сообщений, найти на карте». Я кликнул курсором мыши по первой кнопке и впечатал в открывшемся окне «Монгол, это Жура, я жив». Нажал «Отправить» и принялся ждать. Ответ пришел через пару минут «Не высовывайся». Я и не собирался. Под дверью караулили вооруженные до зубов люди-хозяев. Будь на моем месте спам, он наверняка нашел бы способ связаться со всеми сталкерами зоны, с военными, уничтожил бы эту адскую машину на деле являющейся станцией слежения. Но я совершенно не разбирался в компьютерах. Зря бойцы-хозяев боялись моего нахождения в этом зале. От сталкера Журы проблем им было меньше, чем от котенка. Нассать на клавиатуру, пожалуйста, а вот сделать что-то еще нет. От обиды хотелось кричать, но сил уже не оставалось. В последние секунды, отстучав Монголу, я ранен, понял, что погружаюсь в забытье. Когда услышал голоса, уже не мог различить реальность и бред. Жура, чей-то окрик, заставил меня поднять голову и оглядеться. У двери, опершись на спинку кресла, стоял Анатолий Шилов, ученый, погибший по моей вине несколько месяцев назад. Его окровавленные губы разжались, и я услышал слабый шепот. «Не умирайте, Александр!» Голос Шилова эхом отразился от свода в зал управления, усилился. «Вам еще рано!» «Мне давно пора умереть!» Я улыбнулся, чувствуя на губах солоноватый привкус крови. «Вы бы отошли, профессор!» «Я хочу выйти!» «Там свет!» «Вы свет загораживаете!» Призрачная фигура мотнула головой. «Нет, Александр, не отойду!» «Я не позволю вам идти туда!» «Вы еще многое не сделали?» «Ты еще многое не сделал!» «Зона меня прощает?» «Не в зоне дело!» «Ты, упирая на «ы», произнес Шилов, не должен сейчас умирать!» «И все поймешь, когда придет время!» «Но я не могу!» С яростью ударил кулаком об пол, разбрызгивая кровь. «Ты можешь!» «Ты способен на многое!» «Верь мне!» «Ну...» Я поднялся на четвереньки и попытался дотянуться до кресла. «Ну, я не могу!» «Правда, не могу!» «От тебя это не зависит!» «Ты можешь плакать, твердить, что нет сил бороться!» «Но для тебя все закончится не сейчас!» «Были противники и посерьезней, а тут всего-то старуха с косой!» «Нет же, не сейчас!» «Тебе нельзя умирать!» «Впереди важные свершения!» «Ты ведь чувствуешь, что незримо тебя оберегают они?» «Кто они?» «Да кто оберегает-то?» «Зона?» «Бог и ангелы?» «Что за тиша!» Шилов прервал меня на полусловие. «Не надо так об ангелах! Так ведь можно обидеть твоего хранителя!» «Химеру!» «Я понимаю, еще улыбнулся!» «Ты про мутанта?» «Мутанта?» «И про мутанта тоже!» «Просто поверь мне и выслушай!» «Зачем?» Я вновь растянулся на полу, запрокинул голову и засмеялся. «Я беседую с призраком, истекая кровью, черт тебе где!» «Зачем я должен тебя слушать?» «Так надо!» «Кому надо?» «Кому?» Шилов не отвечал. Он пристально смотрел на меня, и во взгляде читалось не то отвращение, не то разочарование. «Ну да, ведь я не оправдал его надежд, его и прочих, живых и мертвых. Я не герой. Когда-то давно сын монгола, мутант Моро говорил мне, что за мной идут мертвые. Один таки пришел. И что я ему могу сказать? Что хочу побыстрее двинуться к свету и устал мучиться? Ответь мне, почему я должен тебя слушать? Почему так надо? Я не могу тебе ответить. Шилов отпустил спинку кресла, разведя руки в разные стороны, и слух резанул скрип колесиков. Кресло медленно катилось ко мне, кто может сказать? Ты сам. Шилов глубоко вздохнул, и я увидел, как свет от дверного проема просачивается сквозь него, через еле заметные пулевые отверстия. Смерть не выход, Жура. Если ты думаешь, что после смерти твой путь закончится, то ошибаешься. Ты должен жить. Так надо. Просто потому, что еще никто из сталкеров не хотел умереть по своей воле? Многие хотели. Шилов присел на корточки. И многие умерли? Сейчас ты не понимаешь, о чем наш разговор, верно? Тебе кажется, что это всего лишь бредовое рассуждение призрака, так? Да, верно. Так вот, Жура, во всем, что я тебе сказал, есть смысл. Ты не случайно попал в зону, не случайно потерял друзей, и уж совсем не случайно оказался здесь. Это твоя судьба. И слушать мои рассуждения тоже твоя судьба. А как же судьба, которую человек вершит сам? Вот ты вершишь ее сейчас, разговаривая со мной. А ты мой внутренний голос голос, или призрак, или продукт болевого шока. Но это не важно. Просто прежде, чем идти на свет и облегчать себе участь, подумай о тех, кто тебе дорог. Им нужна помощь, им нужен герой. Значит, у меня и выбора-то нет, нужно жить, вот так все просто. Все в этом мире гораздо проще, чем кажется, жура. Шилов шагнул к двери и растворился на фоне нестерпимого света. А потом я вновь впал в забытье. Слепящий свет исчез так же, как и появился. Я просто вынырнул из кошмарного видения, но неприятный осадок остался. Словно человек, вышедший из ледяной воды, все еще чувствовал ее холод. Черт возьми, и почему все это со мной? Судьба, говоришь? Выбор? Нужен герой? Будет им герой. Я привстал и вслушался в доносящиеся снаружи звуки. Ничего, кроме мерного гудения сервера, не было слышно. Обо мне забыли? Решили, что я сам этапру дверь? Я развернулся к экрану и машинально прочел первые строчки, возникшие в поле с заголовком массовые сообщения. Нас атакует Химера. Требуется помощь. Воин. Протокол послания. Мои преследователи были только что атакованы Химерой. Ангел-хранитель появился как раз тогда, когда понадобился мне. А вы еще говорите судьба. Превозмогая боль во всем теле, я доковылял до двери и нажал на кнопку разблокировки. Будь что будет. Если Шилов сказал, что такова моя судьба, поверю ему. Дверь приоткрылась, и я увидел изрешеченные пулями стены и несколько трупов о работе Химеры. Но как мутант проник за охраняемый периметр? Как миновал все посты и минные поля? Или это и впрямь мой ангел-хранитель, который всегда сидит за правым плечом? Кстати, о плече. Я глядел на обезглавленное тело адептовца, на плече которого висел Калашников. Мой вчерашний противник даже не успел отреагировать, когда проворный мутант... Вот черт! Я отпрыгнул к стене, едва не наступив на окровавленную голову. Как бы много я не пережил в зоне, для меня никогда не были в порядке вещей, катающиеся по получеловеческие головы. Черт! Вот ведь не повезло людям. Ну да ладно, не мне их жалеть. Я приблизился к обезглавленному противнику, снял с его плеча автомат и, расстегнув замок, повесил себе на плечо увешанный артефактами ремень. Мертвецу артефакты все равно были ни к чему, а вот мне с такими ранениями они не повредят. Да и ранения оказались опаснее, чем я думал. Только теперь, надевая на себя ремень мертвеца, я заметил, что помимо ног осколки зацепили живот и грудь. Вот о каком болевом шоке говорил Шилов. Видно даже его появление результат нечеловеческой боли, которую мозг старательно скрыл от меня. В такие моменты поневоле начинаешь чувствовать себя счастливчиком. За годы сталкерства я повидал многое. Были те, кто выбирался из аномалии или выживал после встреч с опасными мутантами. Возвращались из того света, как Монгол и его бесноватый сынишка Рамиль. Но я переплюнул их всех. Вот так-то, господа. В меня стреляли, швыряли гранату, а я живой. Усмехнулся собственным мыслям. И впрямь за последние несколько дней я без особого труда убил больше врагов, чем многие сталкеры за всю свою короткую жизнь. А еще я несколько раз побывал в гостях у смерти и вернулся. Везунчик Жура, что уж тут сказать, прямо как везунчик спам и чертовски везучий Монгол. И все же особой радости я не испытывал. Несмотря на то, что ситуация складывалась чувствия не оставляла. Что-то должно было случиться. А тут еще эти артефакты. Я выгнулся дугой, ощущая, как полтора десятка серпов и высверков залечивают раны. Одна за другой выпали из кровоточащих отверстий три пули, гулко звякнув о пол, и я почувствовал, как кожа в местах ранений натягивается. Раны зарастали просто-таки моментально. Причем даже разрез на шее исчез, словно его не было. Ощущение было примерно то же, как если бы твою кожу скручивали в тугой узел, срывая с костей, но делать было нечего, приходилось ждать. Не сумевшие спасти своего обладателя, артефакты сейчас усиленно лечили меня, и когда через минуту сжение закончилось, я не почувствовал никакой боли. Словно в один момент все болячки прошли, а еще появился дикий голод. Я хотел есть картошку, котлеты, жареную курочку, макароны по-флотски, настоящего, вкусного и побольше. Как рассказывал мне давний друг Мишка Верещагин, таким эффектом обладал один из артефактов, чрезвычайно редкий и жутко фонящий, но вместе с серпом работающий как батарейка для организма. Как после наркотиков пробивает на еду, заметил Верещагин, ни разу не употреблявший дурь, для чего мы едим? Чтобы получить энергию. А тут вот она, энергия, в прямом виде поступает в организм. Казалось бы, наоборот, должен был расхотеть есть. Осмотрев затянувшиеся раны, я проверил трофейный калаш, вынул из разгрузочного жилета мертвеца дополнительные магазины с патронами и пошел к выходу. Я снова хотел жить. Не было больше ни апатии, ни боли. Вернув себе силы, я был готов горы свернуть. Впервые за последние несколько дней я дышал и вздохи не отдавались болью во всем теле. Я шел по коридору к единственной двери, ведущей наружу. Но это не был тоннель со светом в конце оного. Мне предстоял другой путь. Путь, который выбрал сам. Я сделал этот выбор. Внезапно один из лежащих в коридоре адептовцев пошевелился. Выставив перед собой автомат, я медленно приблизился к нему. Человек лежал, привалившись к измазанной кровью стене. Тело его было рассечено от правого предплечья до солнечного сплетения, но он все еще был жив. Как и я, он отчаянно хватался за существование. И мне почему-то стало жаль сталкера. Может, дело было в этом сходстве? А может, я просто снова стал тем журой, каким был до знакомства со спамом и монголом? Аккуратно обойдя умирающего противника, я продолжил путь. Дверь. А за дверью свежий воздух, робкие лучи солнца, едва заметно скользящие по заиндивелой траве. Там жизнь. Я старался как можно быстрее выбраться из этого здания, ставшего склепом для стольких людей. Пытался откреститься от всего, что здесь произошло. Только вперед, к двери и наружу. Шаги уже не отдавали эхом. Теперь я шел по залитому кровью полу. Вот до двери остается несколько шагов. Вот и выход. Ударом ноги я распахнул дверь и оказался на улице. Тонущий в тумане двор бывшей метеостанции, ставший лагерем для воинов адепта, был пуст. Пуст, словно никого не было здесь. Ни одной живой души. Только я. Поудобнее перехватив автомат, спустился с крыльца и медленно пошел вдоль бетонных швеллеров, у которых пару часов назад разворачивался бой. Только теперь, при дневном свете я смог понять, чем был когда-то этот лагерь. Определенно метеостанцией. Вот и вышки, переделанные под наблюдательные посты, когда-то выполняли совсем иные функции. Я взглянул влево, где за невысоким ограждением была видна серебрящаяся в первых рассветных лучах река. Справа же тянулись в два ряда мрачные бетонные короба домов, долгое время бывшие укрытием для сафари сильных мира сего. Как же долго я не был в этих местах. Помнится, в последний раз я проходил вдоль реки очень давно. Любопытство взяло верх. Перебравшись через ограждение, я оказался на заросшем бурьяном склоне, под которым метрах в десяти бурлила речная вода, омывая перевернутую баржу. Со временем быстрые воды нанесли ило и мусора, и сейчас большая часть баржи была погребена под этой горой, напоминая врезающуюся в водную гладь островок. Почти сразу я увидел и аномалию, отшвырнувшую баржу так далеко, огромный трамплин, шириной в половину реки. Аномалия возникла прямо над речной гладью, и время от времени я замечал, как с шипением разлетались веером брызг, поднявшиеся слишком высоко волны. Неман! За годы, что я провел в зоне, мне ни разу не доводилось наблюдать за рекой с такого ракурса. Ни разу я не видел эту странную баржу, опрокинутую мощнейшей аномалией. Только теперь я почувствовал всю мощь зоны. Одно дело, когда аномалии опрокидывают броневики, вроде тигра, и совсем другое, баржа, весом под 200 тонн, если не больше. А потом взгляд уловил размещенный на берегу, прямо под обрывом, генератор, толстый кабель, которого вели к основному комплексу. Я глубоко вздохнул и снова обратил взгляд на баржу. Что-то в этой затянутой илом посудине было не так. Что-то не давало мне покоя. Несколько минут неотрывно смотрел на колышущуюся траву и, наконец, понял, что меня насторожило. От баржи в сторону обрыва перемещалась полупрозрачная фигура химеры. Я похолодел от ужаса, глядя, как мутант взбирается по отвесному склону и обернулся к лагерю, чтобы вновь бежать в укрытие, но увиденное заставило напрочь забыть о мутанте. В нескольких десятках метров от меня стоял Иванов, облаченный в комбез военного сталкера. Но это не было видением. «Привет, парень!» он улыбнулся. «А я уж думал, что ты умер!» «Я была тебе такого же мнения». «Ну, я-то как раз жив!» Глаза Виктора сверкнули. Он еще крепче сжал приклад автомата и шагнул в мою сторону. Что и говорить, я не был готов к поединку. Калашников висел на плече, и теоретически я мог дотянуться до него раньше, чем Иванов выстрелил бы. Вот только на практике это могло и не сработать. «А вот как тебе удалось выжить, парень?» он оглядел разбросанные по двору тела адептовцев. «Я везучий». «Ах, ну да, везунчик Жура, почти как везунчик спам. Я вижу, с момента нашей последней встречи ты успел подлечиться. Раны затянулись, верно?» «Затянулись», я кивнул. «Зона меня бережет». «Зона?» губы Виктора тронула улыбка. «Зона играет с тобой, как и я. Ты для нее очередная игрушка». «Думаешь, мразь, тебя невозможно убить?» Сталкер шагнул в сторону и нажал на спусковой крючок. Тяжелые пули ударили мне в грудь и я отлетел к самому обрыву, но боли не было. Я не почувствовал, как свинец входит в тело и понял, почему. Артефакты остановили пули. Это могло показаться невероятным, но висящая на поясе сборка сделала свое дело. «Ты такой же, как и все!» Голос Иванова отразился эхом. Он приближался, держа автомат в правой руке, был уверен, что тяжело ранил меня. «Ну что ж, пусть верит в это!» Я перевернулся на спину и, что было сил, ударил противника ногами в живот, перекидывая через себя. Иванов вскрикнул, выронил автомат и скрылся за кромкой обрыва. «Вот так-то сволочь!» Серебристый лезвий ножа, словно ткань, распарывала мягкую глину склона. Висящий над пропастью человек сжимал рукоять клинка, но силы покидали его. Подняв голову, он с яростью взглянул на меня и рывком подтянул тело вверх. Ухватившись за торчащий из земли корень, Иванов выбрался наверх и только теперь позволил себе отдышаться. Я тем временем снял калаш с предохранителя и направил его в сторону сталкера. «Тварь!» Иванов катался по траве. «Я тебя прирежу!» Повинуясь ярости, он вскочил на ноги, но тут же замер. «Какого знать, что сейчас умрешь?» Я шагнул навстречу противнику. «Подумай об этом, потому что сейчас я убью тебя». «И почему же?» Виктор, не опуская ножа, двигался по краю обрыва. «Выбирай любую из причин. Потому, что ты убил моих друзей, потому, что ты с помощью секты ветер убивал сталкеров, потому, что ты служишь хозяевам. А кто из нас святой, капитан Журавлев? Может быть, ты?» Лишенный оружия, Иванов все еще был чертовски опасен. Вот только былой азарт пропал. «Ну что, парень, кишка танка выстрелить?» Он прищурился и поглядел на меня. Я лишь отрицательно покачал головой. «Так и знал. Ты не убийца». «Я?» «Мой голос сделался холодным и отчужденным. «Тебя убьет зона». «Как там говорили твои сектанты ветра?» «Зона — это химера». Мутант появился между мной и Ивановым неожиданно, словно материализовался из воздуха. Большая, мощная кошка с лоснящейся черной шерстью и перекатывающимися буграми мышц. Самые опасные мутант-зоны — орудии смерти. Глаза Иванова сузились. Он перекатился в сторону, выхватил нож и приготовился к атаке. Но химера не спешила. «Давай!» — крикнул сталкер. «Я порежу твою зверюгу!» Мы с мутантом стояли, глядя на униженного и испуганного предателя. Только сейчас я понял, какие мы с ним разные. Не дожидаясь, пока мутант и человек сцепятся, я поднял автомат, перевел на одиночное и выстрелил. Череп Иванова разлетелся на части, словно брошенный озим спелый арбуз. Химеру окатило кровью. Мутант рыкнул, повернулся в мою сторону, но, вопреки опасениям, не напал. Мне думалось, что Химера тут же бросится на меня или кинется голодать обезглавленного человека, но мутант лишь фыркнул и отошел, чтобы не запачкаться в крови покойника. «Тебе тоже кажется, что он был насквозь гнилой?» Дрогнувшим голосом выдал я неуместную шутку и с опаской поглядел на Химеру. Мутант, не мигая, смотрел на меня своими серыми глазами. И в этих глазах я увидел что-то до боли знакомое. Не знаю, верите ли вы в переселение душ, но я словно во второй раз взглянул в глаза старому другу, погибшему по моей вине профессору Шилову. Невыразимая тоска сменилась в этом взгляде облегчением, и я вдруг разрыдался, опустившись перед Химерой на колени. Зверега медленно подошла ко мне, нависла, дыша смрадом и смертью из разверстой пасти, а потом вдруг провела шершавым языком по моей непокрытой голове, как делает мать-кошка, успокаивая шумного котенка. Я плакал, а перед моими глазами проносились последние годы жизни, перетянутые колючей проволокой судьбы. Но этот рассвет я встречал не так, как прежние, потому что это был первый рассвет новой надежды, которая рождалась в этот момент. Всходило солнце, алое, как кровь, которая сегодня обогрелась земля. Первые робкие лучи скользили по островам машин и мрачным коробам зданий, подтаивал снег. Я вытер лицо руками, подошел к обрыву и долго вглядывался в блестящую на солнце речную гладь. Вот значит, для чего зона выбрала меня. Вот значит, для чего вернула к жизни, чтобы показать, что никто из сгинувших сталкеров не умирает, а продолжает жить в каждой клеточке огромной зоны, в каждом животном и каждом растении, что, умирая, сталкеры становятся частью единого целого. А Шилов был сталкером, более честным и верным долгу, чем я. Кто-то говорит, что зона это раковая опухоль нашего мира. Возможно, ведь только когда появляется болезнь, мы задумываемся о своем здоровье. Так и до появления зоны мир, раздираемый войной, не замечал проблем. Зона сплотила всех, объединила в одно целое. И все же я склоняюсь к тому, что зона вовсе не болезнь, а скорее напоминание нам, людям, что именно человек, опаснейшее и наиболее страшное существо на планете. Зона позволила мне пройти этот путь, чтобы однажды я вернул все на круги своя, ведь все когда-нибудь возвращается на свои места. Когда к обрыву выбежал монгол, я даже не успел крикнуть, предупредить его о мутанте, но он, похоже, ничуть не удивился. Прошел мимо притихшие, лежащие на снегу зверюги, проводившие татарина безразличным взглядом, и обнал меня. «Жура, как же я рад, что ты выжил!» Он обернулся к Химере, улыбнулся, познакомился с Барсиком. Я нервно хохотнул. «Это ты про мутанта?» Хусаин вкивнул. «Если бы не он, нас с тобой убили бы тут». Я безвольно опустился на притоптанный снег, закрыл лицо руками. Монгол присел на корточке рядом. «Ты чего, старик?» Я думал, эта зверюга меня растерзает. «Да нет, не бойся, Барсик добрый. Я его год назад подобрал по ту сторону рубежа, маленького, напуганного, голодного. Взял себе, выкормил, а потом по осени привел к болотнику, чтобы Барсик ему дом охранял, вместо собаки. Помнишь, у него был псевдопес, скунс? Пса еще люди Иванова убили». Я кивнул. Нервный тремор постепенно отпускал. «Так вот», продолжил Хусаинов, «Барсик, видать, за болотником и ромкой увязался и сюда пришел». «Или зона его направила?» «Может, и зона». Монгол согласно кивнул. «Точно». «Зона». Я взглянул на Химеру, развалившуюся подли нас. «Там, в здании, сервера сталкерской сети. Очередная случайность, которая вовсе не случайность, что мы их нашли. Вся сеть просто способ слежки за сталкерами». «Наверное, нужно взорвать». Монгол согласно кивнул. «В принципе, как любая сеть. Давай поищем взрывчатку и подорвем к ядрине-фине. А Барсик нас покараулит». Мы поднялись и тяжело пошли к зданиям проклятой топи. Всюду лежали изодранные когтями мутантов тела. Я не проверял, но был уверен, что у большинства из покойников на шее обнаружился бажетон с индивидуальным номером, а на правой руке между большим и указательным пальцем татуировка в виде пересекающихся линий. Хозяева за одни сутки лишились почти всего. Секты «Ветер», бойцов проекта «Воин», псионика Дугина и проклятый топи. Все совпадения сошлись, сложились в строгую и логичную картину судьбы. Я должен был оказаться здесь, в финальной точке. А может, это вовсе не финал? Ранним февральским утром на окраине города Надеждинска появился армейский тигр. Двое крепких мужчин вытащили из салона завернутые в тряпки тела, двое других принесли лопаты. Позже подъехала вторая машина, помятая ржавая нива. Приехавшие поочередно брались за лопаты и копали могилу. Старый поэт и проводник Поляков утирал слезы уголком замусоленного платка. Сталкеры молчали. Наконец могила была готова и тело аккуратно поместили в нее. Подошел Монголу. Долго стоял над разверстой ямой, потом бросил в могилу мы со спамом принялись орудовать лопатами. Глядя на этот мучительный процесс, Монгол обратился к стоящему у тигра человеку в военной форме. Спасибо, капитан, что разрешил похоронить сына здесь. Калинин скупо кивнул. Он не должен покоиться в землезоны, ты ведь понимаешь. Я понимаю. Капитан хлопнул Монгола по плечу и двинулся к полузасыпанной могиле, приняв из моих рук лопату. А что того, что Иванов и Биргвит, превратившие парня в монстра, мертвы? Когда над могилой вырос небольшой холмик, пришло время прощаться. Мы со спамом и Калининым сели в тигр. Монгол еще о чем-то переговаривался с Поляковым. Неторопливый водитель, худощавый рыжий пулеметчик с блокпоста Калинина приоткрыл дверь и позвал «Быстрее, сталкер, времени мало». Монгол попрощался с Поляковым, вопреки сталкерской традиции пожав проводнику руку и сел в машину. «Поехали», скомандовал Калинин и хлопнул водителя по плечу. Тигр качнулся на ухабах, в зеркале обратного обзора поплыл сиротливый одинокий старик Поляков на фоне ржавой нивы. «Те флешки, что вы нашли на проклятой топе и в лагере ветра, дошли до руководства рубежа», сообщил Калинин, когда машина мчалась по полупустым улицам Надеждинска к блокпосту. «Сегодня берем Стеценко как пособника хозяев. Глава рубежа предлагает вам всем переходить на службу к нему, в военсталкеры. Говорит, такие ребята, как вы, сейчас нужны. На следующей неделе начнется первая войсковая операция в прилегающих к линии рубежа районах. Будут отлавливать пособников Иванова. В перспективе генерал Заречный хочет наладить контакт со сталкерскими кланами и вместе ударить по легиону. Убьют его, только и сказал Монгол. Таких идейных либо сминают, либо убивают. Его не сомнут, слишком силен. А вот убить запросто. Ты ему при встрече скажи, что в военсталкеры мы, конечно, не пойдем, но в случае чего у Заречного есть союзники в зоне. Калинин кивнул. Герои всегда платят самую страшную цену, подытожил Монгол, глядя на проплывающее за окном броневика здание бара, со стены которого на сталкер смотрел он сам, небритый, лукаво прищурившийся. Самую страшную цену. Восемь часов спустя закрытый город Надеждинск. Заместитель командира рубежа генерал Стеценко шел к двери на согнутых ватных ногах. Знал ведь, что так все закончится. Откройте, повторил голос за дверью. Генерал сделал еще шаг и остановился, оглядывая свой кабинет. Трое безродных сталкеров посмели встать у него на пути, а теперь все, конец. Стеценко обхватил голову руками. Для его мечты о власти наступал последний день. Сейчас он, словно жители Помпеи, метался по кабинету в поисках спасения, но стук в дверь не оставлял шансов. Генерал обернулся, скользнул взглядом по столу, на котором лежала кобура с табельным пистолетом, но тут же отвел глаза. Кого он обманывал? Для него подобное решение проблемы было слишком страшным. Пусть лучше в тюрьму, в застенке спецслужб, пусть лучше расстрел при попытке к бегству, чем позорный выстрел себе в висок. Нет, не таков Валерий Стеценко. Генерал, немедленно откройте! Голос за дверью стал громче, и хозяин кабинета услышал, как в коридоре затопало множество ног. Он метнулся к окну. В одно мгновение вся неуверенность прошла. Метнулся и взглянул вниз на озаренный заходящим солнцем двор. Никого. Идеальный побег идеального преступника. В голове вновь закрутились прилипчивые мысли. Нет, не побег. Есть куда более элегантное решение. Стеценко бросился к компьютеру, напечатал небольшое сообщение и щелкнул по кнопке «Отправить». Программа сталкерской сети выдала ответ. Нет соединения с сервером. Вновь ввод данных. Ответ повторился в точности. Да что творится с этой сетью? Неужто сервер на проклятой топе вышел из строя? Стеценко свернул окно с программой, принялся вводить пальцем по тачпаду ноутбука. На рабочем столе открыл папку «Шаров». В ней два документа. Оба выделил и щелкнул по кнопке «Делит». Даже если его возьмут, никто не должен узнать, что именно генерал Стеценко под псевдонимом Шаров написал книгу «Зона, как она есть» и готовил к печати вторую «Как стать сталкером». За талантливо написанную агитку о «Зоне» хозяева были весьма благодарны, а руководство рубежа может и в расход пустить. Еще один щелчок по клавиатуре. На мониторе возникло сообщение «Отформатировать жесткий диск? В этом случае все данные будут стерты». «Да, да, отформатировать!» Стеценко с яростью заколотил по клавиатуре. «Генерал, мы вынуждены взломать дверь», послышалась возня и до Стеценко долетела очередная фраза «Давайте». Лязгнул замок, Дмитриевич схватился за лежащую на столе кобуру, выдернул из нее пистолет и выстрелил от стола снизу вверх. В ответ рявкнул грач и три пули развернулись с Теценко к окну. В глаза генерала ударил слепящий свет заходящего солнца. Последняя попытка светила зацепиться за острую кромку горизонта. «Нужен врач!» донеслось до него сквозь нарастающий гул пульсирующей крови и в следующее мгновение генерал упал на ковер, роняя кресло и переворачивая ноутбук с надписью «В настоящее время форматирование невозможно посреди экрана». Над Стеценко суетились люди, пытаясь помочь, но стрелявший был дьявольски точен. Сейчас стрелок тоже завис над ним и на миг вырвавшись из бреда генерал его узнал. «Хозяин!» прошептал он, указывая на своего убийцу. «Это он! Он! Он виноват!» «Что он сказал?» Один из офицеров потянулся к умирающему. «Ничего, предсмертный бред!» Седовласый офицер рубежа, прибывший из Москвы для задержания Стеценко, отправил пистолет обратно в кабуру. «Хозяин!» вновь прохрепел умирающий и его голос сорвался на свист. Стеценко в последний раз взглянул на убийцу и окунулся во тьму. «Вы зачем стреляли?» Капитан Калинин, один из участвовавших в захвате бойцов, с недоверием поглядел на офицера. «Я?» тот удивленно поднял брови, словно обращались не к нему. «Я защищал своих подчиненных!» Мурлыкающе, тем же тоном, что и в телефонных разговорах с Ивановым, сообщил он. «Если у вас есть какие-то претензии, капитан, то прошу обращаться к моему начальству». «А я обращусь!» Калинин покосился на покоящийся в кабуре офицера пистолет. «Завтра же генерал-майор Заречный обо всем узнает». Офицер чуть заметно улыбнулся. Он-то знал, что никто не станет связываться с ним из-за перестрелки с предателем, равно как никто и никогда не узнает о его связи со Стаценко, Ивановым, Биргвидом. Хозяин пожертвовал пешками, но сумел получить куда больше доверия начальства. «Пройдет не больше года, и дряхлеющий генерал-майор Константин Заречный уйдет в отставку, как и обещал. Президент проводит старика на покой, нацепит на потертый пиджак пару артенов, а вместо отставника назначит руководителем рубежа его». Хозяин остановился в конце коридора. Суетились, бегая мимо него, бойцы в форме и врачи что-то кричали в кабинете генерала комендант Надеждинска и психованный капитан Калинин. «Даже когда твой мир рушится», проговорил он, проходя мимо висящего в вестибюле зеркала, «это лишь повод построить на его фундаменте новый мир». И вышел из здания. Справочная информация из книги Захара Причастного «В ад и обратно». Данные предоставлены сотрудниками НИИ аномалистики Российской Академии наук. Мутанты Химера Существо семейства кошачьих Класса млекопитающая отряда хищные Внешне имеет сходство с пантерой Рост взрослой особи может достигать 1,6 метра в холке Вес 740 кг Существо очень подвижно Благодаря системе дублированных органов смертельно ранить химеру крайне сложно Процесс регенерации ткани занимает в среднем 5-7 минут при тяжелых ранениях и 2-1,5 минуты при ранениях легкой и средней тяжести Для уничтожения данного мутанта на территории рубежа рекомендуется использовать стационарные огнеметы типа Вьюнок 2011 Кроме того, весь личный состав необходимо оснастить тепловизорами для распознавания мутантов, находящихся в состоянии полной мимикрии невидимости мутант Мутант неагрессивен при встрече с людьми старается скрыться агрессию может проявить в том случае если люди пересекут его охотничью тропу или войдут намеченную самцом химерой территорию мутант крайне опасен Шатун вид человекоподобного мутанта отличается сохранением человеческого сознания в ходе мутации имеет ряд физических мутаций в частности деформацию рук, ушей и внешне ненаблюдаемые изменения скелета мутирование занимает от нескольких месяцев до нескольких лет при этом человек не испытывает боли в связи с физическим перерождением причиной мутации может стать нахождение в месте двух и более артефактов разного типа так называемой сборки мутант неагрессивен при встрече с человеком старается скрыться способен к проявлению ответной агрессии опасен группировки ветер незаконная вооруженная группировка действующая на территории аномальной зоны по неподтвержденным данным члены группировки практикуют жертвоприношение и поедание человеческой плоти крайне опасны Легион. Незаконная вооруженная группировка, действующая на территории аномальной зоны. По неподтвержденным данным, группировка препятствует проходу сталкеров в отдельные сектора аномальной зоны. Согласно слухам, распространяемым в среде сталкеров, боевики Легиона сотрудничают с так называемыми «хозяевами». Крайне опасны. Лешие. Незаконная вооруженная группировка, действующая на территории аномальной зоны. Сталкеры занимаются борьбой с мутантами, активно идут на контакт с представителями рубежа и военными сталкерами. Не агрессивны. Хозяева. Незаконная вооруженная группировка, действующая на территории аномальной зоны. Фактического подтверждения существования группировки не имеется. Согласно сталкерским легендам, представители хозяев активно способствуют созданию конфликтных ситуаций между правительственной организацией и рубеж и незаконными формированиями, стремящимися к легализации. Территории. Большой лагерь. Основной научный лагерь на территории аномальной зоны. Включает в себя основной корпус с подземными и надземными уровнями и ряд технических построек. Охраной лагеря занимаются подразделения военных сталкеров и специалисты частной военной компании «Резец». Малые болота. Затопленная низменность в окрестностях озера, образовавшаяся в результате проседания грунтов после строительства научного комплекса. Смотри, большой лагерь. Надеждинск. Город закрытого типа, находящийся на рубеже аномальной зоны. В городе действует ряд предприятий, школа, поликлиника, находится военный гарнизон. В городе действует комендантский час, введен особый режим патрулирования. Радостный. Новый. Поселок городского типа, расположенный невдалеке от аномальной зоны. Жители переселены из поселка Радостный, который находился на территории ныне занимаемой аномальной зоны. При возникновении аномальной зоны поселок был полностью разрушен. Артефакты и аномалии. Высверк. Артефакт, используемый в рамках научных экспериментов, служит для сохранения аномальных свойств артефактов за пределами аномальной зоны в первые часы. Внимание, артефакт радиоактивен. Калаврат. Артефакт, вызывающий долговременную, в зависимости от времени пребывания в зоне действия артефакта, амнезию. Является катализатором злокачественных образований, опухолей. Морозка. Артефакт, вызывающий снижение температуры окружающего пространства до минус 17 градусов Цельсия. Если поместить артефакт в закрытые помещения, последние можно использовать в качестве рефрижератора. СЕРП. Артефакт, способствующий регенерации ткани и внутренних органов. Для активации артефакта рекомендуется разместить его в 10-15 см от места ранения и нанести удар твердым предметом, например ножом. При использовании артефакта для лечения пулевых ранений необходимо предварительно извлечь пули. Внимание! Артефакт пагубно сказывается на состоянии сердечно-сосудистой системы. СКОРБЯЩИЙ КАМЕНЬ Легендарная аномалия, предположительно располагающаяся в окрестностях озера. Доподлинно неизвестно, существует ли скорбящий камень. В минувшем году профессором НИИ аномалистики Шиловым была предпринята попытка поиска аномалий, приведшей к гибели специалиста. Согласно слухам, распространяемым среди сталкеров, аномалия производит так называемые слезы камня – артефакты, способные оказывать пси-воздействие на человека. Вы слушали роман «Синдром героя». Автор – Александр Тихонов. Читал Олег Шубин. Субтитры создавал DimaTorzok